Джоан Роулинг Гарри Поттер и философский камень Читаю для вас, Артём Назаров Глава первая Мальчик, который выжил Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди Уж от кого-кого от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием Гранингс которая специализировалась на производстве дрелей Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей Что же касается миссис Дурсль Она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при её росте Однако этот недостаток пришёлся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры А с такой шеей, как у неё, было очень удобно заглядывать за чужие заборы У мистера и миссис Дурсль был маленький сын по имени Дадли И по их мнению, он был самым чудесным ребёнком на свете Семья Дурсль имела всё, чего только можно пожелать Но был у них и один секрет Причём больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нём узнает Дурсль даже представить себе не могли, что с ними будет, если выплывет правда О Поттерах Миссис Поттер приходилась миссис Дурсль родной сестрой, но они не виделись вот уже несколько лет Миссис Дурсль даже делала вид, что у неё вовсе нет никакой сестры Потому что сестра и её никчемный муж были полной противоположностью Дурслям Дурсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на Тисовую улицу пожалуют Поттеры Дурсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они никогда его не видели И они категорически не хотели, чтобы их Дадли общался с ребёнком таких родителей Когда во вторник мистер и миссис Дурсль проснулись скучным и серым утром А именно с этого утра и начинается наша история Ничто, включая покрытое тучами небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и загадочные вещи Мистер Дурсль что-то напивал себе под нос, завязывая самые отвратительные из своих галстуков А миссис Дурсль, с трудом усадив сопротивляющегося и орущего Дадли на высокой детский стульчик, со счастливой улыбкой пересказывала мужу последние сплетни Никто из них не заметил, как за окном пролетела большая сова неясыть В половине девятого мистер Дурсль взял свой портфель, клюнул миссис Дурсль в щёку и попытался на прощание поцеловать Дадли Но промахнулся, потому что Дадли впал в ярость, что с ним происходило довольно часто Он раскачивался взад-вперёд на стульчике, ловко выуживал из тарелки кашу и заляпывал ею стены «Ух ты, моя крошка!» — со смехом выдавил из себя мистер Дурсль, выходя из дома Он сел в машину и выехал со двора На углу улицы мистер Дурсль заметил, что происходит что-то странное На тротуаре стояла кошка и внимательно изучала лежащую перед ней карту В первую секунду мистер Дурсль даже не понял, что именно он увидел Но затем, уже миновав кошку, затормозил и резко оглянулся На углу Тисовой улицы действительно стояла полосатая кошка, но никакой карты видно не было «И привидится ж такое!» — буркнул мистер Дурсль «Наверное, во всём были виноваты мрачное утро и тусклый свет фонаря На всякий случай мистер Дурсль закрыл глаза, потом открыл их и уставился на кошку, а кошка уставилась на него Мистер Дурсль отвернулся и поехал дальше, продолжая следить за кошкой в зеркало заднего вида Он заметил, что кошка читает табличку, на которой написано «Тисовая улица» «Нет, конечно же, не читает!» — поспешно поправил он самого себя, а просто смотрит на табличку Ведь кошки не умеют читать, равно как и изучать карты Мистер Дурсль потряс головой и попытался выбросить из неё кошку И пока его автомобиль ехал к Лондону из пригорода, мистер Дурсль думал о крупном заказе на дрели, который рассчитывал сегодня получить Но когда он подъехал к Лондону, заполнившие его голову дрели вылетели оттуда в мгновение ока Потому что, попав в обычную утреннюю автомобильную пробку и от нечего делать, глядя по сторонам Мистер Дурсль заметил, что на улицах появилось множество очень странно одетых людей Людей в мантиях Мистер Дурсль не переносил людей в нелепой одежде Да взять хотя бы нынешнюю молодёжь, которая расхаживает чёрт знает в чём И вот теперь эти, нарядившиеся по какой-то дурацкой моде Мистер Дурсль забарабанил пальцами по рулю Его взгляд упал на сгрудившихся неподалёку странных типов, оживлённо шептавшихся друг с другом Мистер Дурсль пришёл в ярость, увидев, что некоторые из них совсем не молоды Подумать только, один из мужчин выглядел даже старше него, а позволил себе оплачиться в изумрудно-зелёную мантию Ну и тип Но тут мистера Дурсля осенила мысль, что эти непонятные личности наверняка всего лишь собирают пожертвования или что-нибудь в этом роде Так оно и есть Стоявшие в пробке машины наконец тронулись с места И несколько минут спустя мистер Дурсль въехал на парковку фирмы Гранингс Его голова снова была забита дрелями Кабинет мистера Дурсля находился на девятом этаже, где он всегда сидел спиной к окну Предпочитая он сидеть лицом к окну, ему скорее всего трудно было бы этим утром сосредоточиться на дрелях Но он сидел к окну спиной и не видел пролетающих сов Подумать только Сов, летающих не ночью, когда им и положено, а средь бела дня И это уже не говоря о том, что совы, лесные птицы и в городах, тем более таких больших, как Лондон, не живут В отличие от мистера Дурсля, находившиеся на улице люди отлично видели этих сов, стремительно пролетающих мимо них одна за другой И широко раскрывали рты от удивления и показывали на них пальцами Большинство этих людей в жизни своей не видели ни единой совы, даже в ночное время В общем, у мистера Дурсля было вполне нормальное, лишенное сов утро Он накричал на пятерых подчиненных, сделал несколько важных звонков и несколько раз повысил голос на своих телефонных собеседников Так что настроение у него было просто отличное До тех пор, пока он не решил немного размять ноги и купить себе булочку в булочной напротив Истер Дурсль уже забыл о людях в мантиях и не вспоминал о них, пока не столкнулся с группой странных типов неподалеку от булочной Он не мог понять, почему при одном только взгляде на них ему становилось не по себе Эти типы тоже оживленно перешептывались, и он не заметил у них в руках ни одной кружки для сбора пожертвований Выйдя из булочной, с пакетом, в котором лежал большой пончик, мистер Дурсль вновь вынужден был пройти мимо этих странных личностей И в этот момент он абсолютно случайно услышал Да, совершенно верно, это поттеры, именно так мне рассказывали Да, их сын Гарри Мистер Дурсль замер У него перехватило дыхание Он ощутил, как на него накатывает волна страха Он оглянулся на шептавшихся типов, словно хотел сказать им что-то, но потом передумал Мистер Дурсль метнулся через дорогу, поспешно поднялся в офис, рявкнул секретаршей, чтоб его не беспокоили Сорвал телефонную трубку и уже набирал предпоследнюю цифру своего домашнего номера, когда вдруг передумал И положил трубку обратно на рычаг Затем он начал поглаживать усы, думая о том Что? Нет, конечно, это была глупость Поттер не такая уж редкая фамилия Мистер Дурсль легко убедил себя в том, что в Англии живет множество семей, носящих фамилию Поттер и имеющих сына по имени Гарри И он даже не может со стопроцентной уверенностью утверждать, что его племянника зовут именно Гарри Он ведь никогда не видел этого мальчика Вполне возможно, что его зовут Гэри или Гарольд В общем, мистер Дурсль решил, что ему совсем ни к чему беспокоить миссис Дурсль Тем более, что она всегда ужасно огорчалась, когда речь заходила о ее сестре Мистер Дурсль не упрекал жену Если бы у него была такая сестра, как у миссис Дурсль, он бы... Но, тем не менее, эти люди в мантиях и то, о чем они говорили... Все это было странно После похода за Пончиком, мистеру Дурслю было куда сложнее сосредоточиться на дрелях Когда в пять часов вечера он покидал здание фирмы, он был настолько взволнован, что, выходя из дверей, не заметил проходившего мимо человека и врезался в него Извините, пробурчал он, видя, как маленький старикашка пошатнулся и едва не упал Мистеру Дурслю понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что старичок был одет в фиолетовую мантию Кстати, старикашка нисколько не огорчился тому, что его едва не избили с ног Напротив, он широко улыбнулся и произнес писклявым голосом, заставившим прохожих обернуться Не извиняйтесь, мой дорогой господин Даже если бы вы меня уронили сегодня, меня бы это совсем не огорчило Ликуйте, потому что вы знаете, кто наконец исчез Даже такие маглы, как вы, должны устроить праздник в этот самый счастливый день С этими словами старикашка обеими руками обхватил мистера Дурсля где-то в районе живота Крепко стиснул его и ушел Мистер Дурсль буквально прирос к земле Подумать только Его обнял абсолютно незнакомый человек Мало того, его назвали каким-то маглом Что бы там ни означало это слово, мистер Дурсль был потрясен И когда ему наконец удалось сдвинуться с места Он быстрым шагом пошел к машине, надеясь, что все происходящее сегодня не более чем плод его воображения Хотя мистер Дурсль крайне отрицательно относился к воображению и его плодам Когда он свернул с тисовой улицы на дорожку, ведущую к дому номер 4 Он сразу заметил уже знакомую полосатую кошку Настроение его резко упало Мистер Дурсль не сомневался, что это та самая кошка У нее была та же окраска и те же странные пятна вокруг глаз Теперь кошка сидела на заборе, отделяющем его дом и сад от соседей «Брысь!» – громко произнес мистер Дурсль, но кошка не шелохнулась Более того, она очень строго посмотрела на мистера Дурсля, так что он даже подумал «Может быть, кошки всегда себя так ведут?» Затем, собравшись с духом, он вошел в дом, внушая себе при этом, что ему ни в коем случае не следует ни о чем рассказывать жене Для миссис Дурсль этот день был, как всегда, весьма приятным За ужином она охотно рассказала мистеру Дурслю о том, что у их соседки серьезные проблемы с дочерью И напоследок сообщила, что Дадли выучил новое слово «ХА-ЧУ!» Мистер Дурсль изо всех сил старался вести себя, как обычно Когда миссис Дурсль уложила Дадли в кроватку Мистер Дурсль поцеловал его, пожелал спокойной ночи и пошел в гостиную включить телевизор По одному из каналов как раз заканчивались вечерние новости И в завершение нашего выпуска о странном поведении сов по всей Англии Хотя совы обычно охотятся ночью и практически никогда не показываются днем Сегодня поступали сотни сообщений от людей, которые с самого рассвета в разных точках страны видели беспорядочно летающих сов Специалисты не могут объяснить, почему совы решили изменить свой распорядок дня Тут диктор позволил себе ухмыльнуться «Очень загадочно!» А теперь я передаю слово Джиму МакГаффину с его прогнозом погоды «Как ты думаешь, Джим, не будет ли сегодня вечером новых дождей и сов?» «Не знаю, Тед!» — на экране появился метеоролог «Однако сегодня не только совы вели себя необычно» «Наши зрители из таких отдаленных уголков Англии, как Кент, Йоркшир и Данди Звонили мне, чтоб сообщить, что вместо дождя, который я пообещал вчера вечером, у них был настоящий звездопад Возможно, кто-то устраивал фейерверки по случаю приближающегося праздника Хотя до праздника еще целая неделя А что касается погоды, сегодняшний вечер обещает быть дождливым Мистер Дурсль застыл в своем кресле Падающие звезды, совы средь бела дня, странные люди в мантиях и еще Непонятное перешептывание по поводу этих поттеров Миссис Дурсль вошла в гостиную с двумя чашками чая И мистер Дурсль почувствовал, как тает его решимость ни о чем не говорить жене Он понял, что хотя бы что-то ему рассказать придется и нервно прокашлялся Кхе-кхе, петунья дорогая, ты давно не получала известий от своей сестры Как он и ожидал, миссис Дурсль изобразила удивление, а потом на ее лице появилась злость Все-таки обычно они делали вид, что у нее нет никакой сестры Так что подобная реакция на вопрос мистера Дурсля была вполне объяснима Давно! — отрезала миссис Дурсль А почему ты спрашиваешь? В новостях говорили всякие загадочные вещи Пробормотал мистер Дурсль Несмотря на огромную разницу в габаритах, он все же побаивался жену Именно она была хозяйкой в доме Совы, падающие звезды, по городу ходят толпы странно одетых людей И что? — резким тоном перебила его миссис Дурсль Ну, я подумал, может быть, может это как-то связано с... Ну, ты понимаешь, с такими, как... как она Миссис Дурсль поджала губы и поднесла чашку к рту А мистер Дурсль задумался, осмелится ли он сказать жене, что слышал сегодня фамилию Поттер И решил, что не осмелится Вместо этого он произнес как бы... Между прочим Их сын... он ведь ровесник Дадли, верно? Полагаю, да Голос миссис Дурсль был холоден, как лед Не напомнишь мне, как его зовут? Гарольд, кажется Гарри? На мой взгляд, мерзкое, простонародное имя Во, конечно Мистер Дурсль ощутил, как ёкнуло сердце И я с тобой полностью согласен Больше мистер Дурсль не возвращался к этой теме Никогда не допивали чай Никогда встали и пошли наверх в спальню Но как только миссис Дурсль ушла в ванну Мистер Дурсль открыл окно и выглянул в сад Кошка всё ещё сидела на заборе и смотрела на улицу, словно кого-то ждала Мистер Дурсль спросил себя, не привиделось ли ему всё то, с чем он столкнулся сегодня И если нет, то неужели всё это связано с Поттерами? Если это так, и если выяснится, что они, Дурсль, имеют отношение к этим Поттерам Нет Мистер Дурсль не вынес бы этого Дурсль легли в постель Миссис Дурсль быстро заснула А мистер Дурсль лежал без сна, вспоминая всё, что видел и слышал в этот день И самая последняя мысль, посетившая его перед тем, как он уснул, была очень приятной Даже если Поттеры на самом деле связаны со всем случившимся сегодня Им совершенно ни к чему появляться на Тисовой улице К тому же Поттеры прекрасно знали, как он и Петунья к ним относятся Так что мистер Дурсль сказал себе, что ни он, ни Петунья ни в коем случае не позволят втянуть себя в творящиеся вокруг странности Мистер Дурсль глубоко заблуждался, но пока не знал об этом Долгожданный неспокойный сон уже принял в свои объятия мистера Дурсля А сидевшая на его заборе кошка спать совершенно не собиралась Она сидела неподвижно, как статуя И не мигая смотрела в конец Тисовой улицы Она даже не шелохнулась, когда на соседней улице громко хлопнула дверь машины И не моргнула глазом, когда над её головой пронеслись две совы Только около полуночи, будто окаменевшая кошка наконец ожила В дальнем конце улицы, как раз там, куда неотрывно смотрела кошка, появился человек Появился неожиданно и бесшумно, будто вырос из-под земли или возник из воздуха Кошкин хвост дернулся из стороны в сторону, а глаза её сузились Никто на Тисовой улице никогда не видел этого человека Он был высок, худ и очень стар Судя по серебру его волос и бороды, таких длинных, что их можно было заправить за пояс Он был одет в длинный сюртук, поверх которого была наброшена подметающая землю лиловая мантия А на его ногах красовались ботинки на высоком каблуке, украшенные пряжками Глаза за затемненными очками были голубыми, очень живыми, яркими и искрящимися А нос очень длинным и кривым, словно его ломали, по крайней мере, раза два Звали этого человека Альбус Дамблдор Казалось, Альбус Дамблдор абсолютно не понимает, что появился на улице, где ему не рады Не рады всему, связанному с ним, начиная от его имени и заканчивая ботинками Однако его, похоже, это не беспокоило, и он рылся в карманах своей мантии, пытаясь что-то отыскать Он явно чувствовал, что за ним следят, потому что внезапно поднял глаза и посмотрел на кошку, взирающую на него с другого конца улицы Странно, но вид кошки почему-то развеселил его Это следовало ожидать, пробормотал он, усмехнувшись Наконец, во внутреннем кармане он нашел то, что искал Это был предмет, похожий на серебряную зажигалку Альбус Дамблдор откинул серебряную крышечку, поднял зажигалку и щелкнул Ближний к нему уличный фонарь тут же погас с негромким хлопком Он снова щелкнул зажигалкой, и следующий фонарь погрузился во тьму После двенадцати щелчков на Тисовой улице погасло все, кроме двух далеких крошечных колючих огоньков Глаз неотрывно следившей за Дамблдором кошки И если бы в этот момент кто-либо выглянул из своего окна Даже миссис Дурсль, от чьих глаз бусинок ничто не могло ускользнуть Этот человек не смог бы увидеть, что происходит на улице Дамблдор засунул свою зажигалку, точнее, гасилку Обратно во внутренний карман мантии и двинулся к дому номер четыре Отойдя до него, сел на забор рядом с кошкой и, даже не взглянув на нее, сказал Странно видеть вас здесь, профессор МакГонагал Он улыбнулся и повернулся к полосатой кошке, но та уже исчезла Вместо нее на заборе сидела довольно сурового вида, женщина в очках Форма которых была до странности похожа на отметины вокруг кошачьих глаз Женщина тоже была в мантии, только в изумрудной Ее черные волосы были собраны в тугой узел на затылке И сразу было заметно, что вид у нее раздраженный «Как вы меня узнали?» – спросила она «Мой дорогой профессор, я в жизни не видел кошки, которая сидела бы столь неподвижно» «Станешь тут неподвижной, целый день просидеть на кирпичной стене» – парировала профессор МакГонагал «Целый день, в то время как вы могли праздновать вместе с другими По пути сюда я стал свидетелем как минимум дюжины вечеринок и гулянок» Профессор МакГонагал рассерженно фыркнула «О да, действительно все празднуют» – недовольно произнесла она «Казалось бы, им следовало быть немного поосторожнее, но нет Даже маглы заметили, что что-то происходит Они говорили об этом в новостях» Она резко кивнула головой в сторону темного окна, за которым находилась гостиная Дурсли «Я слышала – стаи сов, падающие звезды Что ж, они ведь не полные идиоты Они просто обязаны были что-то заметить Подумать только, звездопад в Кенте Не сомневаюсь, что это дело рук Дедаоса Дингла Он никогда не отличался особым умом «Не стоит их обвинять», – мягко ответил Дамблдор «За последние одиннадцать лет у нас было слишком мало поводов для веселья» «Знаю», – в голосе профессора МакГонагал появилось раздражение «Но это не оправдывает тех, кто потерял голову Наши люди ведут себя абсолютно безрассудно Они появляются на улицах среди бела дня Собираются в толпы, обмениваются слухами И при этом им даже не приходит в голову одеться, как маглы» Она искосо взглянула на Дамблдора Своими колючими глазами Словно надеясь, что он скажет что-то в ответ Но Дамблдор молчал И она продолжила «Будет просто превосходно, если в тот самый день Когда вы знаете, кто наконец исчез Маглы узнают о нашем существовании Кстати, я надеюсь, что он на самом деле исчез, ведь это...» «Так, Дамблдор?» «Вполне очевидно, что это так», – ответил тот «Так что это действительно праздничный день Не хотите ли лимонную дольку?» «Что?» «Засахаренную лимонную дольку Это такие сладости, которые едят маглы Лично мне они очень нравятся Нет, благодарю вас» Голос профессора МакГонагал был очень холоден Словно ей совсем не казалось, что сейчас подходящее время Для поедания лимонных долек Итак, я остановилась на том, что даже если вы знаете, кто действительно исчез Мой дорогой профессор Мне кажется, что вы достаточно разумны, чтобы называть его по имени Это полная ерунда Вы знаете, кто? Вы не знаете, кто? Одиннадцать лет Я пытаюсь убедить людей, что они не должны бояться произносить его настоящее имя Волан-де-Морт Профессор МакГонагал вздрогнуло, но Дамблдор, поглощенный необходимостью разделить две слипшиеся лимонные дольки Похоже, этого не заметил «На мой взгляд, возникает ужасная путаница, когда мы говорим «Вы знаете, кто?»» Продолжил он «Никогда не понимал, почему следует бояться произносить имя Волан-де-Морта» «Да-да, конечно» В голосе профессора раздражение чудесным образом сочеталось с обожанием «Но вы не такой, как все. Все знают, что вы единственный, кого вы знаете кто?» «Хорошо, хорошо. Кого Волан-де-Морт боялся?» «Вы мне льстите», — спокойно ответил Дамблдор «Волан-де-Морт обладал такими силами, которые мне не подвластны» «Только потому, что вы слишком-слишком благородны для того, чтобы использовать эти силы» «Мне повезло, что сейчас ночь. Я не краснел так сильно с тех пор, как мадам Помфри сказала мне, что ей нравятся мои новые ушные затычки» Взгляд профессора МакГонагл уткнулся в Альбуса Дамблдора А по сравнению с теми слухами, которые курсируют взад и вперед, стайсов — это просто ничто Вы знаете, о чем все говорят? Они гадают, почему он исчез Гадают, что же, наконец, смогло его остановить Впечатление было такое, что профессор МакГонагл наконец заговорил о том, что беспокоило ее больше всего О том, что ей так хотелось обсудить, о том, ради чего она просидела целый день, как изваяние, на холодной каменной стене И буравящий взгляд, которым она смотрела на Дамблдора, только подтверждал это Было очевидно Несмотря на то, что она знает, о чем говорят все вокруг Она не поверит в это, пока Дамблдор не скажет ей, что это правда Однако Дамблдор, увлекшийся лимонными дольками, с ответом не торопился «Говорят, — настойчиво продолжала профессор МакГонагл, — говорят, что прошлой ночью Волан-де-Морт появился в Годриковой впадине Что он появился там из-за Поттеров? Если верить слухам, то Лили и Джеймс Поттеры, то они... они мертвы» Дамблдор склонил голову, и профессор МакГонагл судорожно втянула в воздух «Лили и Джеймс, и может быть, я так не хотела в это верить, о, Альбус» Дамблдор протянул руку и коснулся ее плеча «Я понимаю, — с горечью произнес он, — я очень хорошо вас понимаю» Когда профессор МакГонагл снова заговорила, голос ее дрожал «И это еще не все. Говорят, что он пытался убить сына Поттеров, Гарри, но не смог Он не смог убить этого маленького мальчика, никто не знает почему, никто не знает, как такое могло произойти Но говорят, что когда Волан-де-Морт попытался убить Гарри Поттера, его силы вдруг иссякли, и именно поэтому он исчез» Дамблдор мрачно кивнул «Это... это правда? — запинаясь, спросила профессор МакГонагл «После всего, что он сделал, после того, как он убил стольких из нас, он не смог убить маленького мальчика Это просто поразительно, если вспомнить, сколько раз его пытались остановить, какие меры для этого предпринимались Но каким чудом Гарри удалось выжить» «Мы можем лишь предполагать», — ответил Дамблдор «Возможно, мы так никогда и не узнаем правды» Профессор МакГонагл достал из кармана кружевной носовой платок и принялась вытирать слезы под очками Дамблдор шумно втянул носом воздух, достал из кармана золотые часы и начал пристально их разглядывать Это были очень странные часы У них было двенадцать стрелок, но не было цифр. Вместо цифр там были маленькие планеты При этом они не стояли на месте, а безостановочно вращались по кругу Однако Дамблдор прекрасно понимал, что именно показывают часы Потому что он засунул их обратно в карман и произнес «Хагрид задерживается. Кстати, я полагаю, именно он сказал вам, что я буду здесь» «Да», — подтвердила профессор МакГонагл «Но я полагаю, вы не скажете мне, почему вы оказались именно здесь» «Я здесь, чтобы отдать Гарри его тете и дяде Они — единственные родственники, которые у него остались» «Неужели вы, неужели вы имеете в виду тех, кто живет здесь?» Вскрикнула профессор МакГонагл, вскакивая на ноги и тыча пальцем в сторону дома номер четыре «Дамблдор, вы этого не сделаете! Я наблюдала за ними целый день! Вы не найдете другой парочки, которая была бы так не похожа на нас! И у них есть сын! Я видела, как мать везла его в коляске, а он пинал ее ногами и орал, требуя, чтобы ему купили конфетку «И вы хотите, чтобы Гарри Поттер оказался здесь?» «Для него это лучшее место», — твердо ответил Дамблдор «Когда он повзрослеет, его тети и дядя смогут все ему рассказать. Я написал им письмо» «Письмо?» — очень тихо переспросила профессор МакГонагл, садясь обратно на забор «Помилуйте, Дамблдор! Неужели вы на самом деле думаете, что сможете объяснить в письме все, что случилось?» «Эти люди никогда не поймут Гарри! Он станет знаменитостью, даже легендой! Я не удивлюсь, если сегодняшний день войдет в историю как день Гарри Поттера! О нем напишут книги! Каждый ребенок в мире будет знать его имя!» «Совершенно верно!» — согласился Дамблдор, очень серьезно глядя на профессора поверх своих затемненных очков «И этого будет достаточно для того, чтобы вскружить голову любому мальчику! Стать знаменитым прежде, чем он научится ходить и говорить! Он даже не будет помнить, что именно его прославило!» «Неужели вы не видите, насколько лучше для него самого, если он будет жить здесь, далеко от нашего мира до тех пор, пока не вырастет и будет в состоянии справиться со своей славой?» Профессор МакГонагал поспешно открыла рот, чтобы сказать что-то резкое, но, передумав, сделала глубокий вдох и перевела дыхание «Да, да, конечно, вы правы! Но скажите, Дамблдор, как мальчик попадет сюда?» Она внимательно оглядела его мантию, словно ей вдруг пришло в голову, что под ней он прячет Гарри «Его принесет Хагрид» «Вы думаете это... Вы думаете это разумно? Доверить Хагриду столь ответственное задание?» «Я бы доверил ему свою жизнь», — просто ответил Дамблдор «Я не ставлю под сомнение его преданность вам», — неохотно выдавила из себя профессор МакГонагал «Но вы ведь не станете отрицать, что он небрежен и легкомыслен? Он... Что это там?» Ночную тишину нарушили приглушенные раскаты грома Их звук становился все громче Дамблдор и МакГонагал стали вглядываться в темную улицу в поисках приближающегося света фар А когда они наконец догадались поднять головы, сверху послышался рев, и с неба свалился огромный мопед Он приземлился на Тисовой улице прямо перед ними Мопед был исполинских размеров, но сидевший на нем человек был еще больше Он был почти вдвое выше обычного мужчины и по меньшей мере в пять раз шире Попросту говоря, он был непозволительно велик и к тому же имел дикий вид Спутанная борода и заросли черных волос практически полностью скрывали его лицо Его ладони были размером с крышки от мусорных баков Обутые в кожаные сапоги ступни величиной с маленьких дельфинов Его гигантские мускуристые руки прижимали к груди сверток и задеял «Ну, наконец-то, Хагрид!» — в голосе Дамблдора явственно слышалось облегчение «А где ты взял этот мопед?» «Да я его одолжил, профессор Дамблдор!» — ответил гигант, осторожно слезая с мопеда «У молодого Сирюса Блэка! А насчет ребенка я привез его, сэр» «Все прошло спокойно?» «Да не очень, сэр! А дом считать камня на камне не осталось!» «Маглые это заметили, конечно, но я успел забрать ребенка, прежде чем они туда нагрянули!» «Он заснул, когда мы летели над Бристолем!» Дамблдор и профессор МакГонагл склонились над свернутыми одеялами Внутри, еле заметный в этой куче тряпья, лежал крепко спящий маленький мальчик На лбу, чуть пониже хохолка из сине-черных волос, был виден странный порез, похожий на молнию «Значит, именно сюда!» — прошептала профессор МакГонагл «Да!» — подтвердил Дамблдор «Этот шрам останется у него на всю жизнь!» «Вы ведь можете что-то сделать с ним, Дамблдор!» «А же, если бы мог, не стал бы! Шрамы могут сослужить хорошую службу!» «У меня, например, есть шрам над левым коленом, который представляет собой абсолютно точную схему лондонской подземки!» «Ну, Хагрид, давай ребенка сюда, пора покончить со всем этим!» Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Дурслий «Могу я, могу я попрощаться с ним, сэр?» — спросил Хагрид Он нагнулся над мальчиком, заслоняя его от остальных своей кудлатой головой и поцеловал ребенка очень колючим из-за обилия волос поцелуем А затем вдруг завыл, как раненая собака «Тссс!» — прошипела профессора Макгонагал «Ты разбудишь, Макглов!» «Простите!» — прорыдал Хагрид, вытаскивая из кармана гигантский носовой платок, покрытый грязными пятнами и пряча в нем лицо «Но я просто не могу этого и нести! Лили и Джеймс умерли, а малыш Гарри Петяшка теперь будет шить у маглов!» «Тата, все это очень печально, но возьми себя в руки, Хагрид, иначе нас обнаружит!» прошептала профессор Макгонагал, робко поглаживая Хагрида по плечу «А Дамблдор?» перешагнул через невысокий забор и пошел к крыльцу Он бережно опустил Гарри на порог, достал из кармана мантии письмо, сунул его в одеяло и вернулся к поджидавшей его паре Целую минуту все трое стояли и неотрывно смотрели на маленький сверток Плечи Хагрида сотрясались Профессор Макгонагал яростно моргала глазами а сияние, всегда исходившее от глаз Дамблдора, сейчас померкло «Что ж, — произнес на прощание Дамблдор, — вот и все Больше нам здесь нечего делать Нам лучше уйти и присоединиться к празднующим Ага, — сдавленным голосом согласился Хагрид Я это... я, пожалуй, верну Сириусу Блэку его мопед Доброй ночи вам, профессор Макгонагал, и вам, профессор Дамблдор Смахнув катящиеся из глаз слезы рукавом куртки, Хагрид вскочил в седло мопеда Резким движением завел мотор, с ревом поднялся в небо и исчез в ночи «Надеюсь увидеть вас в самое ближайшее время, профессор Макгонагал, — произнес Дамблдор и склонил голову Профессор Макгонагал вместо ответа лишь высморкалась Дамблдор повернулся и пошел вниз по улице На углу он остановился и вытащил из кармана свою серебряную зажигалку Он щелкнул ею всего один раз И двенадцать фонарей снова загорелись, как ни в чем не бывало, так что вся тисовая улица осветилась оранжевым светом В этом свете Дамблдор заметил полосатую кошку, заворачивающую за угол на другом конце улицы А потом посмотрел на сверток, лежащий на пороге дома номер четыре «Удачи тебе, Гарри!» — прошептал он Повернулся на каблуках и исчез, шурша мантии Ветер, налетевший на тисовую улицу, шевелил аккуратно подстриженные кусты Ухоженная улица тихо спала под чернильным небом И казалось, что если где-то и могут происходить загадочные вещи, то уж никак не здесь Гарри Поттер ворочался во сне в своих одеялах Маленькая ручка нащупала письмо и стиснула его Он продолжал спать, не зная о том, что он особенный О том, что стал знаменитостью Не зная, что он проснется через несколько часов от крика миссис Дурсли Которая перед приходом молочника откроет дверь, чтобы выставить за нее пустые молочные бутылки Не зная о том, что несколько следующих недель кузен Дадли будет щипать и тыкать его Да и несколько последующих лет тоже И еще он не знал, что в то время, пока он спал Люди тайно, либо открыто собиравшиеся по всей стране, чтобы отметить праздник Поднимали бокалы и произносили шепотом или во весь голос За Гарри Поттера, за мальчика, который выжил Глава 2. Исчезнувшее стекло Почти десять лет прошло с того утра Когда Дурсли обнаружили на своем пороге невесть, откуда взявшегося племянника Но Тисовая улица за это время почти не изменилась Солнце вставало над теми же ухоженными садиками И освещало ту же самую бронзовую четверку на входной двери дома Дурсли Оно пробиралось в гостиную, оставшуюся почти неизменной с того вечера Когда мистер Дурсли смотрел по телевизору пророческий выпуск новостей Только стоящие на камине фотографии в рамках свидетельствовали о том, что с тех пор прошло немало времени Десять лет назад на фотографиях было запечатлено нечто, напоминавшее большой розовый мяч в разноцветных чепчиках Но с тех пор Дадли Дурсли вырос И теперь на фотографиях был крупный светловолосый мальчик, сидящий на своем первом велосипеде Кружащийся на ярмарочной карусели, играющий с отцом в компьютерные игры Мальчик в объятиях, целующий его матери Однако ничто на этих фотографиях не говорило о том, что в доме живет еще один ребенок Тем не менее, Гарри Поттер все еще жил здесь И в настоящий момент он крепко спал, хотя спать ему оставалось недолго Тетя Петунья уже проснулась и подходила к его двери И через мгновение утреннюю тишину прорезал ее пронзительный визгливый голос Подъем! Вставай! Поднимайся! Гарри вздрогнул и проснулся Тетя продолжала барабанить в дверь «Живо!» — пробежала она Гарри услышал ее удаляющиеся шаги А затем до него донесся звук, плюхнувшийся на плиту сковородки Он перевернулся на спину И попытался вспомнить, что же ему снилось Это был хороший сон В этом сне он летел по воздуху на мопеде У него было странное ощущение, что когда-то он уже видел этот сон Тетя вернулась к его двери «Ты что? Еще не встал?» — настойчиво поинтересовалась она «Почти!» — уклончиво ответил Гарри «Шевелись побыстрее! Я хочу, чтобы ты присмотрел за беконом И смотри, чтобы он не подгорел Сегодня день рождения Дадли и все должно быть идеально!» В ответ Гарри застонал «Что ты там говоришь?» — рявкнула тетя из-за двери «Нет, ничего! Ничего!» День рождения Дадли Так он мог забыть Гарри медленно выбрался из постели и огляделся в поисках носков Он обнаружил их под кроватью и, надеваясь, тряхнул ползающего по ним паука Гарри привык к паукам Их было много в чулане под лестницей, а именно в чулане было его место Одевшись, он пошел на кухню Весь стол был завален приготовленными для Дадли подарками Похоже, что Дадли подарили новый компьютер, который тот так хотел Еще один телевизор и гоночный велосипед Это не говоря обо всем прочем Для Гарри оставалась загадкой, почему Дадли хотел гоночный велосипед Ведь кузен был очень толстым и ненавидел физические упражнения Хотя отлупить кого-нибудь он был совсем не против Любимой грушей Дадли был Гарри Но Дадли далеко не всегда удавалось поймать кузена Хотя поверить в то, что Гарри мог быстро бегать, было довольно сложно Возможно, именно жизнь в темном чулане привела к тому, что Гарри Выглядел меньше и слабее своих сверстников К тому же он казался еще меньше и тоньше, чем был на самом деле Потому что ему приходилось донашивать старые вещи Дадли А Дадли был раза в четыре крупнее его Так что одежда висела на Гарри мешком У Гарри было худое лицо, острые коленки, черные волосы и ярко-зеленые глаза Он носил круглые очки, заклеенные скотчем И только благодаря этому, не разваливающийся Дадли сломал их, ударив Гарри по носу Единственное, что Гарри нравилось в собственной внешности Это тонкий шрам на лбу, напоминавший молнию Шрам был у него с самого детства И первый осмысленный вопрос, который он задал тете Петунье Был как раз о том, откуда у него взялся этот шрам Ты получил его в автокатастрофе, в которой погибли твои родители Отрезала тетя И не приставай ко мне со своими вопросами Не приставай ко мне со своими вопросами Это было первое правило, которым он должен был следовать, чтобы жить в мире с дурслями Когда Гарри переворачивал подрумянившиеся ломтики бекона, в кухню вошел дядя Вернон Причешись! — рявкнуло вместо утреннего приветствия Примерно раз в неделю дядя Вернон смотрел на Гарри поверх газеты и кричал, что племянника надо подстричь Наверное, Гарри стригли чаще, чем остальных его одноклассников Но это не давало никакого результата, потому что его волосы так и торчали во все стороны К тому же они очень быстро отрастали К моменту, когда на кухне появились Дадли и его мать Гарри уже вылил на сковородку яйца и готовил яичницу с беконом Дадли, как две капли воды, походил на своего папашу У него было крупное розовое лицо, почти полностью отсутствовала шея Маленькие глаза были водянисто-голубыми А густые светлые волосы аккуратно лежали на большой жирной голове Тетя Петунья часто твердила, что Дадли похож на маленького ангела А Гарри говорил при себя, что Дадли похож на свинью в парике Гарри с трудом расставил на столе тарелки с яйцами и беконом Там почти не было свободного места Дадли в это время считал свои подарки А когда закончил, лицо его вытянулось Тридцать шесть, произнес он грустным голосом, укоризненно глядя на отца и мать Это на два меньше, чем в прошлом году Дорогой, ты забыл о подарке от тетушки Мардж Он здесь, под большим подарком от мамы и папы Поспешно затороторила тетя Петунья Ладно, но тогда получается всего тридцать семь Лицо Дадли покраснело Гарри, сразу заметив, что у Дадли вот-вот приключится очередной приступ ярости Начал поспешно поглощать бекон, опасаясь, как бы кузен не перевернул стол Тетя Петунья, очевидно, тоже почувствовала опасность Мы купим тебе еще два подарка сегодня в городе Как тебе это, малыш? Еще два подарочка Ты доволен? Дадли задумался Похоже, в голове его шла какая-то очень серьезная и сложная работа Наконец он открыл рот Значит, медленно выговорил он Значит, их у меня будет тридцать... тридцать... тридцать девять, мой сладенький Поспешно вставила тетя Петунья А-а-а-а-а! Уже при вставшей было Дадли тяжело плюхнулся обратно на стул Тогда ладно Дядя Вернон выдавил из себя смешок Этот малыш своего не упустит Прямо как его отец Вот это парень! Он взъерошил волосы на голове Дадли Тут Зазвонил телефон И тетя Петунья метнулась к аппарату А Гарри и дядя Вернон наблюдали Как Дадли разворачивает тщательно упакованный гоночный велосипед Видеокамеру Самолет с дистанционным управлением Коробочки с шестнадцатью новыми компьютерными играми И видеомагнитофон Дадли срывал упаковку с золотых наручных часов Когда тетя Петунья вернулась к столу Вид у нее был разозленный и вместе с тем озабоченный Плохие новости, Вернон, сказала она Миссис Фик сломала ногу Она не сможет взять этого... Тетя махнула рукой в сторону Гарри Рот Дадли раскрылся от ужаса А Гарри ощутил, как сердце радостно подпрыгнуло у него в груди Каждый год в день рождения Дадли Дурсли на целый день отвозили сына и его друга в Лондон А там водили их на аттракционы, в кафе и в кино Гарри же оставляли с Миссис Фигг, сумасшедшей старухой, жившей в двух кварталах от Дурсли Гарри ненавидел этот день Весь дом Миссис Фигг насквозь пропах кабачками А его хозяйка заставляла Гарри любоваться фотографиями многочисленных кошек, живших у нее в разные годы И что теперь? — злобно спросила тетя Петунья, с ненавистью глядя на Гарри, словно это он все подстроил Гарри знал, что ему следует пожалеть Миссис Фигг и ее сломанную ногу, но это было непросто Потому что теперь целый год отделял его от того дня, когда ему снова придется рассматривать снимки Снежинки, Мистера Лапки и Хохолка — Мы можем позвонить Мардж, — предложил дядя — Не говори ерунды, Вернан, Мардж ненавидит мальчишку Дурсли часто говорили о Гарри так, словно его здесь не было, или словно он был настолько туп, что все равно не мог понять, что речь идет именно о нем — А как насчет твоей подруги? — забыл, как ее зовут — Ах, да, и вон — Она отдыхает на Майорке, — отрезала тетя Петунья — Вы можете оставить меня одного? — ставил Гарри, надеясь, что его предложение всем понравится И он, наконец, посмотрит по телевизору именно те передачи, которые ему интересны А может быть, ему даже удастся поиграть на новом компьютере Дадли Вид у тети Петуньи был такой, словно она проглотила лимон — И чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины? — рычала она — Ну я ведь не собираюсь взрывать дом, — возразил Гарри, но его уже никто не слушал — Может быть, — медленно начала тетя Петунья — Может быть, мы могли бы взять его с собой и оставить в машине у зоопарка? — Я не позволю ему сидеть одному в моей новой машине, — возмутился дядя Вернон Дадли громко разрыдался То есть на самом деле он вовсе не плакал Последний раз настоящие слезы лились из него много лет назад, но он знал Что стоит ему состроить жалобную физиономию и завыть, как мать сделает для него все, что он пожелает — Дадли, мой маленький, мой крошка, пожалуйста, не плачь, мамочка не позволит ему испортить твой день рождения, — вскричала миссис Дурсль, крепко обнимая сына — Я не хочу, не хочу, чтобы он ехал с нами, — выдавила из себя Дадли в перерывах между громкими схлипываниями, кстати, абсолютно фальшивыми — Он, он всегда все, все портит Миссис Дурсль обняла Дадли, а тот высунулся из-за спины матери и, повернувшись к Гарри, состроил отвратительную гримасу В этот момент раздался звонок в дверь — О, Господи, это они! — в голосе тети Петуньи звучало отчаяние Через минуту в кухню вошел лучший друг Дадли — Пирс Полкис Вместе со своей матерью. Пирс был костлявым мальчишкой, очень похожим на крысу. Именно он чаще всего держал Жертв Дадли, чтобы они не вырывались, когда Дадли будет их лупить. Увидев друга, Дадли сразу прекратил свой притворный плач. Полчаса спустя Гарри, не смевший поверить в свое счастье, сидел на заднем сидении машины Дурсли вместе с Пирсом и Дадли И впервые в своей жизни ехал в зоопарк. Тетя с дядей так и не придумали, на кого его можно оставить, но прежде чем Гарри сел в машину Дядя Вернон отвел его в сторону. — Я предупреждаю тебя! — угрожающе произнес он, склонившись к Гарри, и лицо его побагровело. — Я предупреждаю тебя, мальчишка! Если ты что-то выкинешь, что угодно, ты просидишь в своем чулане в запертии до самого Рождества! Я буду хорошо себя вести, — пообещал Гарри честное слово. Но дядя Вернон не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что с Гарри часто приключались довольно странные вещи, и было бесполезно объяснять Дурслим, что он тут ни при чем. Однажды тетя Петунья заявила, что ей надоело, что Гарри возвращается из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Взяв кухонные ножницы, она обкарнала его почти на лосо, оставив лишь маленький хохолок на лбу, чтобы, как она выразилась, спрятать этот ужасный шрам. Дадли весь вечер, — разводил Гарри глупыми насмешками. И Гарри не спал всю ночь, представляя себе, каким посмешищем он станет в школе, где над ним и так издевались из-за мешковатой одежды и заклеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что его волосы снова успели отрасти, и выглядит он точно так же, как выглядел до того, как тетя Петунья решила его подстричь. За это ему запретили целую неделю выходить из чулана, хотя он пытался заверить Дурсли, что понятия не имеет, почему волосы отросли так быстро. В другой раз тетя Петунья пыталась заставить его надеть старый джемпер Дадли, ужасный, просто отвратительный джемпер, коричневый, с оранжевыми кругами. Чем больше усилий она прикладывала, чтобы натянуть джемпер на Гарри, тем меньше он становился и в конце концов съежился настолько, что с трудом налез бы на куклу, но уж никак не на Гарри. К счастью, тетя Петунья решила, что джемпер сел после стирки, и Гарри избежал наказания. Был еще случай, когда Гарри натерпелся неприятности из-за того, что его заметили на крыше школьной столовой. В тот день Дадли и его компания, как обычно, гонялись за Гарри, который пытался от них ускользнуть, и в какой-то момент, к собственному удивлению и к удивлению всех остальных, оказался на трубе. Классная руководительница Гарри послала Дурстлем гневное письмо, в котором написала, что он лазает по крыше школы. Гарри пытался объяснить дяде Вернону, что он всего лишь хотел перепрыгнуть через мусорные баки, стоявшие за столовой, и сам не понял, как оказался на крыше. Но тот молча запер его в кладовке и ушел. Самому себе Гарри объяснил, что когда он прыгал через баки, его подхватил порыв ветра, потому так все и получилось. Но сегодня все должно было пойти просто отлично. Гарри даже не жалел о том, что находится в компании Дадли и Пирса, ведь ему посчастливилось провести день не в школе, не в чулане и не в пропавшей кабачками гостиной миссис Фик. А за такую возможность Гарри готов был дорого заплатить. Всю дорогу дядя Вернон жаловался тете Петуньи на окружающий мир. Он вообще очень любил жаловаться. На людей, с которыми работал, на Гарри, на совет директоров банка, с которыми была связана его фирма, и снова на Гарри. Банк и Гарри были его любимыми, то есть нелюбимыми предметами. Однако сегодня главным объектом претензий дяди Вернона стали мопеды. «Мопеды. Носятся как сумасшедшие. Вот мерзкое хулиганье!» — проворчал он, когда их обогнал мопед. «А мне на днях приснился мопед», — неожиданно для всех, включая себя самого, произнес Гарри, вдруг вспомнив свой сон. «Он летел по небу». Дядя Вернон чуть не въехал в идущую впереди машину. К счастью, он успел затормозить, а потом рывком повернулся к Гарри. Его лицо напоминало гигантскую свеклу с усами. «Мопеды! Не летают!» — прорал он. Гадли и Пирс дружно захихикали. «Да я знаю!» — быстро сказал Гарри. «Это был просто сон!» Он уже пожалел, что открыл рот. Дурсли терпеть не могли, когда он задавал вопросы. Но еще больше они ненавидели, когда он говорил о чем-то странном. И не имело значения, был ли это сон, или он увидел что-то такое в мультфильме. Дурсли сразу начинали сходить с ума, словно им казалось, что это его собственные идеи. Совершенно лишние и очень опасные идеи. Воскресенье выдалось солнечным, и в зоопарке было полно людей. На входе Дурсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому. А Гарри достался фруктовый лед с лимонным вкусом. И то только потому, что они не успели увезти его от прилавка, прежде чем улыбающаяся мороженница, обслужив Дадли и Пирса, спросила, чего хочет третий мальчик. Но Гарри и этому был рад. Он с удовольствием лизал фруктовый лед, наблюдая за чешущей голову гориллой. Горилла была вылитой Дадли, только с темными волосами. У Гарри давно не было такого прекрасного утра. Правда, он был насторожее и старался держаться чуть в стороне от Дурсли, потому что к полудню заметил, что Дадли и Пирсу уже надоело смотреть на животных, а значит, они могут решить заняться своим любимым делом, попытаться избить его. Но пока все обходилось. Они пообедали в ресторанчике, находившемся на территории зоопарка, а когда Дадли закатил истерику по поводу слишком маленького куска торта, дядя Вернон заказал ему кусок побольше, а остатки маленького достались Гарри. Впоследствии Гарри говорил себе, что начало дня было чересчур хорошим для того, чтобы таким же оказался его конец. После обеда они пошли в террариум. Там было прохладно и темно, а за освещенными окошками прятались рептилии. Там за стеклами ползали и скользили по камням и корягам самые разнообразные черепахи и змеи. Гарри было интересно абсолютно все, но Дадли и Пирс настаивали на том, чтобы побыстрее пойти туда, где живут ядовитые кобры и толстенные питоны, способные задушить человека в своих объятиях. Дадли быстро нашел самую большую в мире змею. Она была настолько длинной, что могла дважды обмотаться вокруг автомобиля дяди Вернона и такой сильной, что могла раздавить его в лепешку. Но в тот момент она явно была не в настроении демонстрировать свои силы. А если точнее, она просто спала, свернувшись кольцами. Дадли прижался носом к стеклу и стал смотреть на блестящие коричневые кольца. — Пусть она проснется! — произнес он плаксивым тоном, обращаясь к отцу. Дядя Вернон постучал по стеклу, но змея продолжала спать. — Давай еще! — скомандовал Дадли. Дядя Вернон забарабанил по стеклу костяшками кулака, но змея не пошевелилась. — Мне скучно! — забыл Дадли и поплелся прочь, громко шаркая ногами. Гарри встал на освободившееся место перед окошком и уставился на змею. Он бы не удивился, если бы оказалось, что та умерла от скуки, ведь змея была абсолютно одна, и ее окружали лишь глупые люди, целый день стучавшие по стеклу, чтобы заставить ее двигаться. Это было даже хуже, чем жить в чулане, единственным посетителем которого была тетя Петунья, барабанящая в дверь, чтобы тебя разбудить. По крайней мере, Гарри мог выходить из чулана и бродить по всему дому. Внезапно змея приоткрыла свои глаза обусинки, а потом очень-очень медленно подняла голову так, что та оказалась вровень с головой Гарри. Змея ему подмигнула. Гарри смотрел на нее, выпучив глаза, потом быстро оглянулся, чтобы убедиться, что никто не замечает происходящего. К счастью, вокруг никого не было. Он снова повернулся к змее и тоже подмигнул ей. Змея указала головой в сторону дяди Вернона и Дадли и подняла глаза к потолку. А потом посмотрела на Гарри, словно говоря, «И так каждый день». «Я понимаю», — пробормотал Гарри, хотя и не был уверен, что змея слышит его через толстое стекло. «Наверное, это ужасно надоедает». Змея энергично закивала головой. «Кстати, откуда вы родом?» — поинтересовался Гарри. Змея ткнула хвостом висевшую рядом со стеклом табличку, и Гарри тут же перевел взгляд на нее. «Боа-констриктор, Бразилия», — прочитал он. «Наверное, там было куда лучше, чем здесь». Боа-констриктор снова махнула хвостом в сторону таблички, и Гарри прочитал. «Данная змея родилась и выросла в зоопарке». «А, понимаю. Значит, вы никогда не были в Бразилии?» Змея замотала головой. В этот самый миг за спиной Гарри раздался истошный крик пирса. Гарри и змея подпрыгнули от неожиданности. «Дадли! Мистер Дурст! Скорее сюда! Посмотрите на змею! Вы не поверите, что она вытворяет!» Через мгновение пыхтя и отдуваясь к окошку приквылял Дадли. «Пошел отсюда ты!» — пробурчал он, толкнув Гарри в ребро. Гарри, не ожидавший удара, упал на бетонный пол. Последовавшие за этим события развивались так быстро, что никто не понял, как это случилось. В первое мгновение Дадли и пирс стояли, прижавшись к стеклу, а уже через секунду они отпрянули от него с криками ужаса. Гарри сел и открыл от удивления рот. Стекло, за которым сидел удав, исчезло. Огромная змея поспешно разворачивала свои кольца, выползая из темницы, а люди жуткими криками выбегали из террариума. Гарри готов был поклясться, что, стремительно проползая мимо него, змея отчетливо прошипела. «Просили я! Вот куда я отправляюсь! Спасибо, Амиго!» Владелец террариума был в шоке. «Но тут ведь было стекло!» — непрестанно повторял он. «Куда исчезло стекло?» Директор зоопарка лично поднес тете Петуньи чашку крепкого сладкого чая и без устали рассыпался в извинениях. Пирс и Дадли были так напуганы, что несли жуткую чушь. Гарри видел, как змея, проползая мимо них, просто притворилась, что хочет схватить их за ноги. Но когда они уже сидели в машине дяди Вернона, Дадли рассказывал, как она чуть не откусила ему ногу. А Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но самым худшим для Гарри было то, что Пирс наконец успокоился и вдруг произнес. «А Гарри разговаривал с ней! Ведь так Гарри!» Дядя Вернон дождался, пока за Пирсом придет его мать. И только потом повернулся к Гарри, которого до этого старался не замечать. Он был так разъярен, что даже говорил с трудом. «Иди в чулан! Сиди там! Никакой еды!» Это все, что ему удалось произнести, прежде чем он упал в кресло, и прибежавшая тетя Петунья дала ему большую порцию бренди. Много позже, лежа в темном чулане, Гарри пожалел, что у него нет часов. Он не знал, сколько сейчас времени и не был уверен в том, что Дурсли уже уснули. Он готов был рискнуть и выбраться из чулана на кухню в поисках какой-нибудь еды, но только если они уже легли. Гарри думал о том, что прожил у Дурсли почти 10 лет, полных лишений и обид. Он жил у них почти всю свою жизнь, с самого раннего детства, с тех самых пор, когда его родители погибли в автокатастрофе. Он не помнил ни самой катастрофы, ни того, что он тоже был в той машине. И иногда, часами лежа в темном чулане, он пытался хоть что-то извлечь из памяти, и перед его глазами вставало странное видение, ослепительная вспышка зеленого света и обжигающая боль во лбу. Видимо, это случилось именно во время аварии, хотя он и не мог объяснить, откуда там взялся зеленый свет. И своих родителей он тоже не мог вспомнить. Тетя и дядя никогда о них не рассказывали, и, разумеется, ему было запрещено задавать вопросы. Фотографии его родителей в доме Дурсли отсутствовали. Когда Гарри был младше, он часто мечтал о том, как в доме Дурсли появится какой-нибудь его родственник, далекий и неизвестный, и заберет его отсюда. Но этого так и не произошло. Его единственными родственниками были Дурсли. И Гарри перестал мечтать об этом, но иногда ему казалось, или ему просто хотелось в это верить, что совершенно незнакомые люди ведут себя так, словно хорошо его знают. Надо признать, это были очень странные незнакомцы. Однажды, когда они вместе с тетей Петуньей и Дадли зашли в магазин, ему поклонился крошечный человечек в высоком фиолетовом цилиндре. Тетя Петунья тут же рассверепела, злобно спросила Гарри, знает ли он этого коротышку, а потом схватила его и Дадли и выбежала из магазина, так ничего и не купив. А как-то раз в автобусе, ему весело помахала рукой безумная с виду женщина, одетая во все зеленое. А недавно на улице к нему подошел лысый человек в длинной пурпурной мантии, пожал ему руку и ушел, не сказав ни слова. И что самое загадочное, эти люди исчезали в тот момент, когда Гарри пытался повнимательнее их рассмотреть. Так что, если не считать этих загадочных незнакомцев, у Гарри не было никого и друзей у него тоже не было. В школе все знали, что Дадли и его компания ненавидят этого странного Гарри Поттера, вечно одетого в мешковатое старье и разгуливающего в сломанных очках. А с Дадли предпочитали не ссориться. В общем, Гарри был одинок на этом свете, и, похоже, ему предстояло оставаться таким же одиноким еще долгие годы, много-много лет. Глава 3. Письма невесть от кого Гарри никогда еще так не наказывали, как за историю с бразильским удавом. Когда ему, наконец, разрешили выходить из Чулана, уже начались летние каникулы, а Дадли уже успел сломать новую видеокамеру, разбил самолет с дистанционным управлением и, в первый раз, сев на новый гоночный велосипед, умудрился врезаться в миссис Фиг, переходившую Тисовую улицу на костылях, и сбить ее с ног, так что она потеряла сознание. Гарри был рад, что занятия в школе закончились, но зато теперь ему негде было скрыться от Дадли и его дружков, которые каждый день приходили к нему домой. И Пирс, и Деннис, и Малком, и Гордон, все они были здоровыми и безмозглыми, но Дадли был самым здоровым и самым безмозглым. И потому именно он считался их предводителем и решал, что будет делать вся компания. И вся компания соглашалась с тем, что следует заняться любимым спортом Дадли – охотой на Гарри. По этой причине Гарри проводил как можно больше времени вне дома, шатаясь неподалеку и думая о том, что не так уж много времени осталось до конца каникул, откуда ему светил крошечный лучик надежды. В сентябре он должен был пойти в среднюю школу и наконец-то расстаться с Дадли. Дадли перевели в частную школу, где когда-то учился дядя Вернон. В Вонингс. Кстати, туда же устроили и Пирса Полкиса. А Гарри отдали в самую обычную общеобразовательную школу в Хай-Камеронс. Дадли это показалось невероятно смешным. «В этой школе старшекурсники в первый же день засовывают новичков головой в унитаз!» Сразу же начал издеваться Дадли. «Хочешь подняться наверх и попробовать?» «Нет, спасибо», — ответил Гарри. «В многострадальный унитаз никогда не засовывали ничего страшнее твоей головы. Его бедняжку может истошнить». Гарри убежал раньше, чем Дадли понял смысл сказанного. Как-то в июле тетя Петунья повезла Дадли в Лондон, чтобы купить ему фирменную форму школы Вонингс, а Гарри отвела к миссис Фиг. Как ни странно, теперь у миссис Фиг стало куда приятнее, чем раньше. Выяснилось, что она сломала ногу, наступив на одну из своих кошек, и с тех пор уже не пылает к ним такой страстной любовью, как прежде. Так что она не показывала Гарри фотографии кошек и даже разрешила ему посмотреть телевизор, но зато угостила шоколадным кексом, который, судя по вкусу, пролежал у нее в шкафу по крайней мере десяток лет. В тот вечер Дадли гордо маршировал по гостиной в новой школьной форме. Ученики Вонингса носили темно-бордовые фраки, оранжевые бриджи и плоские соломенные шляпы, которые называются канотье. Еще они носили узловатые палки, которыми колотили друг друга за спинами учителей. Считалось, что это хорошая подготовка к той взрослой жизни, которая начинается после школы. Глядя на Дадли, гордо вышагивающего в своей новой форме, дядя Вернон ужасно растрогался и ворчливым голосом, ворчал он притворно, пряча свои эмоции, заметил, что это самый прекрасный момент в его жизни. Что же касается тети Петуньи, то она не стала скрывать своих чувств и разрыдалась, а потом воскликнула, что никак не может поверить в то, что этот взрослый красавец, ее крошка-сыночек, ее миленькая лапочка. А Гарри даже боялся открыть рот. Он изо всех сил сдерживал смех, но тот так распирал его, что мальчику казалось, что у него вот-вот треснут ребра и хохот вырвется наружу. Когда на следующее утро Гарри зашел на кухню позавтракать, там стоял ужасный запах. Как оказалось, он исходил из огромного металлического бака, стоявшего в мойке. Гарри подошел поближе. Бак был наполнен серой водой, в которой плавало нечто похожее на грязные тряпки. — Что это? — спросил он тетю Петунью. Тетя поджала губы. Она всегда так делала, когда Гарри осмеливался задать ей вопрос. — Твоя новая школьная форма? Гарри снова заглянул в бак. — Ну да, конечно, — произнес он. — Я просто не догадался, что ее обязательно нужно намочить. — Не строй из себя дурака! — отрезала тетя Петунья. — Я специально крашу старую форму Дабли в серый цвет. Когда я закончу, она будет выглядеть как новенькая. Гарри никак не мог в это поверить, но решил, что лучше не спорить. Он сел за стол, стараясь не думать о том, как будет выглядеть свой первый день в Хай-Камернсе. Наверное, так словно вырядился в обрывке полусгнившей шкуры мамонта. В кухню вошли Дадли и дядя Вернон, и оба сразу сморщили носы. Запах новой школьной формы Гарри им явно не понравился. Дядя Вернон, как обычно, погрузился в чтение газеты, а Дадли принялся стучать по столу форменной узловатой палкой, которую он теперь повсюду таскал с собой. Из коридора донеслись знакомые звуки. Почтальон просунул почту в специально сделанную в двери щель, и она упала на лежавший в коридоре коврик. — Принеси почту, Дадли, — буркнул дядя Вернон из-за газеты. — Пошли за ней, Гарри. — Гарри, принеси почту. — Пошлите за ней, Дадли, — ответил Гарри. — Ткни его своей палкой, Дадли, — посоветовал дядя Вернон. Гарри увернулся от палки и пошел в коридор. На коврике лежали открытка от сестры дяди Вернона по имени Мардж, отдыхавшая на острове Уайт, коричневый конверт, в котором, судя по всему, лежал счет, и письмо для Гарри. Гарри поднял его и начал внимательно рассматривать, чувствуя, как у него внутри все напряглось и задрожало, как натянутая тетива лука. Никто ни разу, никогда в жизни не писал ему писем. Да и кто мог ему написать? У него не было друзей, у него не было других родственников, он даже не был записан в библиотеку, из которой ему могло бы прийти по почте грубое послание с требованием немедленно вернуть книги. Однако сейчас он держал в руках письмо, и на нем стояло не только его имя, но и адрес. Так что сомнений, что письмо адресовано именно ему, не было. Мистеру Г. Поттеру, графство Суррей, город Литл Уингинг, улица Тисовая, дом 4, Чулан, под лестницей. Вот что было написано на конверте. Конверт тяжелый и толстый, был сделан из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами. Марка на конверте отсутствовала. Дрожащей рукой Гарри перевернул конверт и увидел, что он запечатан пурпурной восковой печатью, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине большая буква Х. — Что? Давай поживее, мальчишка! — крикнул из кухни дядя Вернон. — Что ты там копаешься? Проверяешь, нет ли в письмах взрывчатки? Дядя Вернон расхохотался собственной шутки. Гарри вернулся в кухню, все еще разглядывая письмо. Он протянул дяде Вернону счет и открытку, сел на свое место и начал медленно вскрывать желтый конверт. Дядя Вернон одним движением разорвал свой конверт, вытащил из него счет, недовольно засопел и начал изучать открытку. — Мардж заболела, — проинформировал он тетю Петунью. — Съела какое-то экзотическое местное блюдо и... — Пап! — внезапно крикнул Дадли. — Пап! Гарри тоже что-то получил! Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, когда дядя Вернон вырвал бумагу из его рук. — Это мое! — возмутился Гарри, пытаясь завладеть бумагой. — И кто, интересно, будет тебе писать? — презрительно фыркнул дядя Вернон, разворачивая письмо и бросая на него взгляд. Его красное лицо вдруг стало зеленым, причем быстрее, чем меняются цвета на светофоре. Но на этом дело не кончилось. Через несколько секунд лицо его стало серовато-белым, как засохшая овсяная каша. — Пи-пи-пи-пи-петунья! — заикаясь, выдохнул он. Дадли попытался вырвать у него письмо, но дядя Вернон поднял его над собой, чтобы Дадли не смог дотянуться. Подошедшая петунья, большая любительница сплетен и слухов, взяла у мужа письмо и прочла первую строчку. На мгновение всем показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Тетя схватилась за горло и втянула воздух с таким звуком, словно задыхалась. — Вернон! О, Боже, Вернон! Тетя и дядя смотрели друг на друга, кажется, позабыв о том, что на кухне сидят Гарри и Дадли. Правда, абстрагироваться надолго им не удалось, потому что Дадли не выносил, когда на него не обращали внимания. Он сильно стукнул отца по голове своей узловатой палкой. — Я хочу прочитать письмо! — громко заявил Дадли. — Это я хочу прочитать письмо! — возмущенно возразил Гарри. — Это мое письмо! — Пошли прочь вы оба! — прокаркал дядя Вернон, запихивая письмо обратно в конверт. Гарри не двинулся с места. — Отдайте мне мое письмо! — прокричал он. — Дайте мне его посмотреть! — заорал Дадли. — Вон! — взревел дядя Вернон и, схватив за шиворот сначала Дадли, а потом Гарри, выволок их в коридор и захлопнул за ними дверь кухни. Гарри и Дадли тут же устроили яростную, но молчаливую драку за место у замочной скважины. Выиграл Дадли, и Гарри, не замечая, что очки повисли на одной дужке, улегся на пол, прикладывая ухо к узенькой полоске свободного пространства между полом и дверью. — Вернон! — произнесла тетя Петунья дрожащим голосом. — Вернон, посмотри на адрес, как они могли узнать, где он спит! Ты не думаешь, что они следят за домом? — Следят! Даже шпионят! А может быть, даже ходят за нами по пятам! — пробормотал дядя Вернон, который, кажется, был на грани помешательства. — Что нам делать, Вернон? Может быть, следует им ответить? Написать, что мы не хотим? Гарри видел, как блестящие туфли дяди Вернона ходят по кухне взад и вперед. — Нет! — наконец-то ответил дядя Вернон. — Нет! Мы просто проигнорируем это письмо. Если они не получат ответ... Да. Это лучший выход из положения. Мы просто ничего не будем предпринимать. Но! Мне не нужны в доме такие типы, как они. Ты поняла, Петунья? Когда мы взяли его, разве мы не поклялись, что искореним всю эту опасную чепуху? В тот вечер, вернувшись с работы, дядя Вернон совершил нечто такое, чего раньше никогда не делал. Он пришел... Гарри в чулан. — Где мое письмо? — спросил Гарри, как только дядя Вернон протиснулся в дверь. — Кто мне его написал? — Никто. Оно было адресовано тебе по ошибке, — коротко пояснил дядя Вернон. — Я его сжег. — Не было никаких ошибок, — горячо возразил Гарри. — Там даже было написано, что я живу в чулане. — Тихо ты! — проревел дядя Вернон, и от его крика с потолка упало несколько пауков. Дядя Вернон сделал несколько глубоких вдохов, а затем попытался улыбнуться, однако это далось ему с трудом, и улыбка получилась достаточно болезненной. — Кстати, Гарри, насчет этого чулана. Твоя тетя и я тут подумали, ты слишком вырос, чтобы и дальше жить здесь. Мы подумали, будет лучше, если ты переберешься во вторую спальню Дадли. — Зачем? — спросил Гарри. — Не задавай вопросов, — ряфнул дядя Вернон. — Собирай свое барахло и тащи его наверх. Немедленно! В доме Дурслей было четыре спальни. Одна для тети Вернона и тети Петуньи, одна для гостей, обычно в роли гостей выступала сестра дяди Вернона Мардж, одна, где спал Дадли, и еще одна, в которой Дадли хранил те игрушки и вещи, которые не помещались в его первой спальне. Гарри же хватило всего одного похода наверх, чтобы перенести все свои вещи из чулана. И теперь он сидел на кровати и осматривался. Почти все в этой комнате было поломано. Подаренная Дадли всего месяц назад, но уже не работающая видеокамера, лежала на маленьком заводном танке, пострадавшем от столкновения с соседской собакой, на которую его направил Дадли. В углу стоял первый телевизор Дадли, который тот разбил ударом ноги, когда отменили показ его любимой передачи. В другом углу стояла огромная клетка, в которой когда-то жил попугай, и которого Дадли обменял на духовое ружье. А ружье лежало рядом, и дуло его было безнадежно погнуто, потому что Дадли как-то раз на него сел. Единственное, что в этой комнате выглядело новым, так это стоявшие на полках книги. Создавалось впечатление, что до них никогда не дотрагивались. Снизу доносились вопли Дадли. «Я не хочу, чтобы он там спал! Мне нужна эта комната! Пусть он убирается оттуда!» Гарри вздохнул и лег на кровать. Вчера он отдал бы все на свете за то, чтобы оказаться здесь. Сегодня он предпочел бы оказаться в чулане со своим письмом, чем здесь, но без письма. На другое утро за завтраком все сидели какие-то очень притихшие. А Дадли вообще пребывал в состоянии шока. Накануне он орал во все горло, колотил отца новой дубинкой, давился, пинал мать и подкидывал вверх свою черепаху, разбив ею стеклянную крышу оранжереи. Но ему так и не вернули его вторую комнату. Что касается Гарри, то он вспоминал вчерашнее утро и жалел о том, что не распечатал свое письмо, пока был в коридоре. Дядя Вернон и тетя Петунья обменивались мрачными взглядами. Когда за дверью послышались шаги почтальона, дядя Вернон, все утро пытавшийся быть очень внимательным и вежливым по отношению к Гарри, потребовал, чтобы за почтой сходил Дадли. Из кухни было слышно, как тот идет к двери, стуча своей палкой по стенам и вообще по всему, что попадалось ему на пути. А затем донесся его крик. «Тут еще одно! Мистеру Г. Поттеру, дом 4 по улице Тисовая, самая маленькая спальня!» Дядя Вернон со сдавленным криком вскочил и метнулся в коридор. Гарри рванул за ним. Дяде Вернону пришлось повалить Дадли на землю, чтобы вырвать у него из рук письмо, а это оказалось непросто, потому что Гарри сзади обхватил дядю Вернона за шею. После непродолжительной, но жаркой схватки, в которой каждый получил по несколько ударов узловатой палкой, дядя Вернон распрямился, тяжело дыша, но зато сжимая в руке письмо, адресованное Гарри. «Иди в свой чулан! Я хотел сказать, в свою спальню!» – прохрепел он, обращаясь к Гарри. «И ты, Дадли, уйди отсюда! Просто уйди!» Гарри долго мерил шагами спальню. Кто-то знал, что он переехал сюда из чулана. Еще этот кто-то знал, что он не получил первое письмо. И все это означало, что этот кто-то попробует передать ему еще одно письмо. И на этот раз Гарри собирался его получить, потому что у него родился план. Дышащий наладан будильник, благодаря Дадли, неоднократно побывавший в мастерской, зазвонил ровно в шесть часов. Гарри поспешно выключил его и быстро оделся, стараясь не шуметь, чтобы ни в коем случае не разбудить семейство Дурслей. Он бесшумно вышел из своей комнаты и, крадучись, пошел вниз в полной темноте. Включать свет было опасно. План его заключался в том, чтобы выйти из дома, встать на углу Тисовой улицы и дождаться появления почтальона, чтобы первым забрать письма. А сейчас он крался по темному коридору. Его сердце отчаянно прыгало в груди и... А-а-а! Гарри буквально взлетел в воздух, потому что наступил на что-то большое и мягкое, лежавшее на коврике у входной двери. На что-то... живое. Наверху зажегся свет, и Гарри с ужасом увидел, что этим большим и мягким было лицо дяди Вернона. Мистер Дурсль лежал у входной двери в спальном мешке. Не оставалось сомнений, что он сделал так именно для того, чтобы не дать Гарри осуществить задуманное. И, что тоже было несомненно, он вовсе не рассчитывал, что на него наступят. После получасовых воплей дядя Вернон велел Гарри сделать ему чашку чая. Гарри грустно поплелся на кухню. А когда вернулся с чаем, почту уже принесли, и теперь она лежала за пазухой у дяди Вернона. Гарри отчетливо видел три конверта с надписями, сделанными изумрудно-зелеными чернилами. «Я хочу», — начал было он. Но дядя Вернон достал письма и разорвал их на мелкие кусочки прямо у него на глазах. В тот день дядя Вернон не пошел на работу. Он остался дома и намертво заколотил щель для писем. «Видишь ли», — объяснял он тете Петунии сквозь зажатые в зубах гвозди, «если они не смогут доставлять свои письма, они просто сдадутся». «Я не уверена, что это поможет, Вернон». «О, у этих людей странная логика, Петуния. Они не такие, как мы с тобой», — ответил дядя Вернон, пытаясь забить гвоздь куском фруктового кекса, только что принесенного ему тетей Петунией. В пятницу для Гарри принесли не меньше дюжины писем. Так как они не пролезали в заколочную щель для писем, их просунули под входную дверь, а несколько штук протолкнули сквозь маленькое окошко в туалете на первом этаже. Дядя Вернон снова остался дома. Он сжег все письма, а потом достал молоток и гвозди и заколотил парадную и заднюю двери, чтобы никто не смог выйти из дома. Работой он что-то напевал себе под нос и испуганно вздрагивал от любых посторонних звуков. В субботу ситуация начала выходить из-под контроля. Несмотря на усилия дяди Вернона, в дом попали целых 24 письма для Гарри. Кто-то свернул их и засунул в две дюжины яиц, которые молочник передал тете Петунией через окно гостиной. Молочник не подозревал о содержимом яиц, но был крайне удивлен, что в доме заколочены двери. Пока дядя Вернон судорожно звонил на почту и в молочный магазин и искал того, кому можно пожаловаться на случившееся, тетя Петуния засунула письма в кухонный комбайн и перемолола их на мелкие кусочки. «Интересно, кому это так сильно понадобилось пообщаться с тобой?» изумленно спросил Дадли, обращаясь к Гарри. В воскресенье утром дядя Вернон выглядел утомленным и немного больным, но зато счастливым. «По воскресеньям никакой почты!» громко заявил он с довольной улыбкой, намазывая джемом свою газету. «Сегодня никаких чертовых писем!» Он не успел договорить, как что-то засвистело в дымоходе и ударило дядю Вернона по затылку. В следующую секунду из камина со скоростью пули вылетели 30 или даже 40 писем. Дурсли инстинктивно пригнулись и письма просвистели у них над головами, а Гарри подпрыгнул, пытаясь ухватить хотя бы одно из них. «Ван! Ван!» Дядя Вернон поймал Гарри в воздухе, потащил к двери и вышвырнул в коридор. Затем из комнаты выбежали тетя Петунья и Дадли, закрывая руками лица. За ними выскочил дядя Вернон, захлопнув за собой дверь. Слышно было, как в комнату продолжают падать письма. Они стучали по полу и стенам, отлетая от них рикошетом. «Ну все!» значимо и весомо произнес дядя Вернон. Он старался говорить спокойно, хотя на самом деле нервно выщипывал из усов целые пучки волос. «Через пять минут я жду вас здесь готовыми к отъезду. Мы уезжаем, так что быстро соберите необходимые вещи и никаких возражений!» Он выглядел таким разъяренным и опасным, особенно после того, как выдрал себе полуса, что возражать никто не осмелился. Десять минут спустя дядя Вернон, взломав забитую досками дверь, вывел всех к машине, и автомобиль рванул в сторону скоростного шоссе. На заднем сидении обиженно сопел Дадли. Отец отвесил ему за трещину, за то, что он слишком долго возился. А Дадли всего лишь пытался втиснуть в свою спортивную сумку телевизор, видеомагнитофон и компьютер. Они ехали. Ехали все дальше и дальше. Даже тетя Петуния не решалась спросить, куда они направляются. Несколько раз дядя Вернон делал крутой вираж, и какое-то время машина двигалась в обратном направлении, а потом снова следовал резкий разворот. «Сбить их со следа! Сбить их со следа!» — всякий раз бормотал дядя Вернон. Они ехали целый день, не сделав ни единой остановки для того, чтобы хоть что-нибудь перекусить. Когда стемнело, Дадли начал скулить. У него в жизни не было такого плохого дня. Он был голоден. Он пропустил пять телевизионных программ, которые собирался посмотреть, и он никогда еще не делал таких долгих перерывов между компьютерными сражениями с пришельцами и чудовищами. Наконец, дядя Вернон притормозил у мрачной гостиницы на окраине большого города. Дадли и Гарри выделили одну комнату на двоих, в ней были две двуспальные кровати, застеленные влажными, пахнущими плесенью простынями. Дадли тут же захрапел, а Гарри сидел на подоконнике, глядя вниз на огни проезжающих мимо машин и думая, гадая, мечтая. На завтрак им подали заплесневелые кукурузные хлопья и кусочки поджаренного хлеба с кислыми консервированными помидорами. Но не успели они съесть этот нехитрый завтрак, как к столу подошла хозяйка гостиницы. — Я извиняюсь, но нет ли среди вас мистера Геопоттера? Тут для него письма принесли целую сотню. Они там, у меня, у стойки портье. Она протянула им конверт, на котором зелеными чернилами было написано «Мистеру Геопоттеру, город Кокворд, гостиница у железной дороги, комната 17». Гарри попытался схватить письмо, но дядя Вернон ударил его по руке. Хозяйка гостиницы застыла, ничего не понимая. «Я их заберу», — сказал дядя Вернон, быстро вставая из-за стола и удаляясь вслед за хозяйкой. «Дорогой, не лучше ли нам будет вернуться?» Робко поинтересовалась тетя Петуния спустя несколько часов, но дядя Вернон, похоже, ее не слышал. Никто не знал, куда именно они едут. Дядя Вернон завез их в чащу леса, вылез из машины, огляделся, потряс головой, сел обратно, и они снова двинулись в путь. То же самое случилось посреди распаханного поля, на подвесном мосту и на верхнем этаже многоярусной автомобильной парковки. «Папа сошел с ума? Да, мам?» — грустно спросил Дадли, после того, как днем дядя Вернон оставил автомобиль на побережье, запер их в машине, а сам куда-то исчез. Начался дождь. Огромные капли стучали по крыше машины. Дадли шмыгнул носом. «Сегодня понедельник», — запричитал он. «Сегодня вечером показывают шоу великого Умберто. Я хочу, чтобы мы остановились где-нибудь, где есть телевизор». «Значит, сегодня понедельник», — подумал про себя Гарри, вспоминая кое о чем. «Если сегодня был понедельник, об этом Дадли можно было доверять, он всегда знал, какой сегодня день, благодаря телевизионной программе. Значит, завтра, во вторник, Гарри исполнится 11 лет. Конечно, нельзя сказать, что у него были веселые дни рождения. Например, в прошлом году Дурсли подарили ему вешалку для куртки и пару старых носков дяди Вернона, так что и в этом году о дня рождения ничего особенного ждать не стоило. Но все же, не каждую неделю тебе исполняется 11. Дядя Вернон вернулся к машине, по лицу его блуждала непонятная улыбка. В руках он держал длинный сверток, и когда тетя Петунья спросила, что это он там купил, он ничего не ответил. «Я нашел превосходное место», — объявил дядя Вернон. «Пошли, вся вон из машины». На улице было очень холодно. Дядя Вернон указал пальцем на огромную скалу посреди моря. На вершине скалы приютилась самая убогая хижина, какую только можно было представить. Понятно, что ни о каком телевизоре не могло быть и речи. «Сегодня вечером обещают шторм», — радостно сообщил дядя Вернон, хлопнув ладоши. «А этот джентльмен любезно согласился одолжить нам свою лодку». Дядя Вернон кивнул на семенящего к ним беззубого старика, который злорадно ухмылялся, показывая на старую лодку, прыгающую на серых, отливающих сталью волнах. «Я уже запасся кое-какой провизии», — произнес дядя Вернон. «Так что теперь все на борт». В лодке было еще холоднее, чем на берегу. Ледяные брызги и капли дождя забирались за шиворот, а арктический ветер хлистал в лицо. Казалось, что прошло несколько часов, прежде чем они доплыли до скалы, а там дядя Вернон, поскальзываясь на камнях и с трудом удерживая равновесие, повел их к покосившемуся домику. Внутри был настоящий кошмар. Сильно пахло морскими водорослями, сквозь дыры в деревянных стенах внутрь с воем врывался ветер, а камин был отсыревшим и пустым. Вдобавок ко всему в домике было лишь две комнаты. Приобретенная дядей Верноном провизия поразила всех. Четыре пакетика чипсов и четыре банана. После еды, если это можно было назвать едой, дядя Вернон попытался разжечь огонь с помощью пакетиков из-под чипсов, но те не желали загораться и просто съежились, заполнив комнату едким дымом. Надо было забрать из гостиницы все эти письма. Вот бы они сейчас пригодились, весело заметил дядя Вернон. Дядя пребывал в очень хорошем настроении. Очевидно, он решил, что из-за шторма до них никто не доберется, так что писем больше не будет. Гарри в глубине души был с ним согласен, хотя его эта мысль совершенно не радовала. Как только стемнело, начался обещанный шторм. Брызги высоких волн стучали в стены домика, а усиливающийся ветер неистово ломился в грязные окна. Тетя Петунья нашла в углу одну из комнат, покрытые плесенью одеяло, и устроила дадли постельной, изъеденной молью, Софея. Они с дядей Верноном ушли во вторую комнату, где стояла огромная продавленная кровать, а Гарри пришлось улечься на пол, накрывшись самым тонким и самым рваным одеялом. Ураган крепчал и становился все яростнее, а Гарри не мог заснуть. Он поеживался от холода и переворачивался сбоку-набок, стараясь устроиться поудобнее, а в животе у него урчало от голода. Дадли захрапел, но его храп заглушали низкие раскаты грома. Началась гроза. У дадли были часы со светящимся циферблатом, и когда его жирная рука выскользнула из-под одеяла и повисла над полом, Гарри увидел, что через десять минут ему исполнится одиннадцать лет. Он лежал и смотрел, как бегает по кругу секундная стрелка, приближая его день рождения, и спрашивал себя, вспомнит ли Дурсли об этой дате. Но еще больше его интересовало, где сейчас был тот, кто посылал ему письма. До начала следующего дня оставалось пять минут. Гарри отчетливо услышал, как снаружи что-то заскрипело. Ему хотелось верить, что крыша домика выдержит атаку дождя и ветра и не провалится внутрь, хотя, возможно, так стало бы теплее, все равно хуже, чем сейчас быть уже не могло. Часы дадли показывали без четырех двенадцать. Гарри подумал, что когда они вернутся на Тисовую улицу, вполне возможно, что в доме будет столько писем, что ему удастся стащить хотя бы одно. Без трех двенадцать. Снаружи раздался непонятный звук, словно море громко хлестнуло по скале. А еще через минуту до Гарри донесся громкий треск, наверное, это упал в море большой камень. Еще одна минута, и наступит день его рождения. Тридцать секунд. Двадцать. Десять. Девять. Может, имеет смысл разбудить дадли, просто для того, чтобы его позлить. Три секунды. Две. Одна. Бум! Хижина задрожала. Гарри резко сел на полу, глядя на дверь. За ней кто-то стоял и громко стучал, требуя, чтобы его впустили. Но кто? Глава 4. Хранитель. Ключей. Бум! Снова раздался грохот. Дадли вздрогнул и проснулся. Где пушка? С глупым видом спросил он. Позади них громко хлопнула дверь, отделявшая одну комнату от другой. И появился тяжело дышавший дядя Вернон. В руках у него было ружье. Так что теперь стало ясно, что лежало в том длинном пакете, о содержимом которого он никому не рассказал. Кто там? Крикнул дядя Вернон. Предупреждаю, я вооружен! За дверью все стихло. И вдруг... Трах! В дверь ударились с такой силой, что она слетела с петель и с оглушительным треском приземлилась посреди комнаты. В дверном проеме стоял великан. Его лицо скрывалось за длинными спутанными прядями волос и огромной клочковатой бородой, но зато были видны его глаза, маленькие и блестящие, как черные жуки. Великан протиснулся в хижину и пригнулся, но голова его все равно касалась потолка, уж слишком он был велик. Он наклонился, поднял дверь и легко поставил ее на место. Грохот урагана, доносившийся снаружи, сразу стал потише. Великан повернулся и внимательно оглядел всех, кто был в хижине. — Ну че, может, чайку сделаете, а? Не просто до вас добраться, да. Устал я. Великан шагнул к Софе, на которой сидел, застывший от страха Дадли. — Ну-ка, подвинься, пузырь, — приказал незнакомец. Дадли взвизгнул и, соскочив с Софы, рванулся к вышедшей из второй комнаты матери и спрятался за нее. Тетя Петунья, в свою очередь, шагнула за спину дяди Вернона и пугливо пригнулась, словно надеялась, что за мужем ее не будет видно. — А, вот и наш Гарри, — удовлетворенно произнес Великан. Гарри всмотрелся в свирепое страшное лицо, скрытое волосами, и увидел, что глаза жуки сузились в улыбке. — Когда я видел тебя в последний раз, ты совсем маленьким был, — сообщил Великан. — А сейчас он как вырос. И вылитый отец, но один в один просто. А глаза материны. Дядя Вернон издал какой-то странный звук, похожий на скрип, и шагнул вперед. — Я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом, сэр, — заявил он. — Вы взломали дверь и вторглись в чужие владения. — Да заткнись ты, дурсль. Великан протянул руку и, выдернув ружье из рук дяди Вернона, с легкостью завязал его в узел, словно оно было резиновое, а потом швырнул его в угол. Дядя Вернон пискнул, как мышь, которые наступили на хвост. — Да, Гарри, — произнес Великан, поворачиваясь спиной к дурслям, — с днем рождения тебя вот. Я тут тебе принес кое-чего. Может, там помялось слегка, а я сел на эту штуку по дороге. Но вкус-то от этого не испортился, да? Великан запустил руку во внутренний карман черной куртки и извлек оттуда немного помятую коробку. Гарри взял ее дрожащими от волнения руками и поспешно открыл, хотя пальцы плохо слушались его. Внутри был большой липкий шоколадный торт, на котором зеленым кремом было написано «С днем рождения, Гарри». Гарри посмотрел на Великана. Он хотел поблагодарить его за подарок, но слова благодарности потерялись по пути к рту, и вместо этого он сказал совсем другое. — Вы кто? — Великан хохотнул. — Ха-ха-ха, ведь точно. Я и забыл представиться. Рубиус Хагрид — смотритель и хранитель ключей Хогвартса. Он протянул огромную ладонь и, обхватив руку Гарри, энергично потряс ее. — Ну так че там с чаем-то? — спросил он, потирая руки. — Я и от че-нибудь покрепче не отказался бы, если у вас есть. Взгляд Великана упал на пустой камин, в котором тоскливо лежали сморщенные пакетики из-под чипсов. Великан презрительно фыркнул и нагнулся над камином. Никто не видел, что он там делает, но когда через секунду Великан отодвинулся, в камине полыхал яркий огонь. Мерцающий свет залил сырую хижину, и Гарри сразу почувствовал себя так, словно залез в горячую ванну. Гигант сел обратно на софу, прогнувшуюся под его весом, и начал опорожнять карманы, которых в его куртке было великое множество. На софе появились медный чайник, мятая упаковка сосисок, чайник для заварки, кочерга, несколько кружек с выщербленными краями и бутылка с какой-то янтарной жидкостью, к которой он приложился, прежде чем приступить к работе. Вскоре хижина наполнилась запахом жарящихся сосисок, весело шипящих на огне. Никто не двинулся с места и не сказал ни слова, пока Великан готовил еду. Но как только он снял с кочерги шесть нанизанных на нее сосисок, жирных, сочных, чуть подгоревших сосисок, Дадли беспокойно завертелся. — Что бы он ни предложил, Дадли, я запрещаю тебе это брать! — резко произнес дядя Вернон. Великан мрачно усмехнулся. — Да чего ты разволновался-то, Дурсль? — насмешливо спросил он. — Да мне бы и в голову не пришло его кормить. Вон он у тебя, жирный-то какой! Он протянул сосиски Гарри, который был так голоден, что проглотил их в мгновение ока, думая о том, что в жизни не ел ничего вкуснее. Но даже наслаждаясь сосисками, он не сводил глаз с Великана и, наконец, решился задать вопрос, который, кроме него, кажется, никто задавать не собирался. — Извините, но я до сих пор не знаю, кто вы такой! — вежливо произнес Гарри. — Великан сделал глоток чая и вытер рукой блестевшие от жира губы. — Зови меня Хагрид! — просто ответил он. — Меня так все зовут. А вообще, я ж тебе уже вроде все про себя рассказал. Я хранитель ключей в Хогвартсе. — Ты, конечно, знаешь, что это за штука такая, Хогвартс. — И вообще-то нет, — робко выдавил из себя Гарри. У Хагрида был такой вид, словно его обдали холодной водой. — Извините, — быстро сказал Гарри. — Извините! — рявкнул Хагрид и повернулся к дурстлям, которые спрятались в тени. — Это им надо извиняться. Я знал, что ты наших писем не получил. Но что бы ты вообще про Хогвартс не слышал. Не любопытный ты, выходит, коль ни разу не спросил, где родители твои всему научились. — Научились чему? — непонимающе переспросил Гарри. — Чему? — прогрохотал Хагрид, вскакивая на ноги. — Ну-ка, погоди, разберемся сейчас. — Казалось, разъяренный великан стал еще больше и заполнил собой всю хижину. Дурсли съежились от страха у дальней стены. — Вы мне тут чего хотите сказать? — прорычал он, обращаясь к дурстлям. — Что этот мальчик, этот мальчик ничегошенький и не знает о том, что ничего не знает вообще. Гарри решил, что великан зашел слишком далеко. В конце концов, он ходил в школу и не так уж плохо учился. — Кое-что я знаю, — заявил он. Математику, например, и всякие другие вещи. Но Хагрид просто отмахнулся от него. — Я ж не об этом, а о том, что ты о нашем мире ничего не знаешь. О твоем мире. О моем мире. О мире твоих родителей. — Каком мире? — непонимающе переспросил Гарри. У Хагрида был такой вид, словно он вот-вот взорвется. — Дурсель! — прогремел он. Дядя Вернон, побледневший от ужаса, что-то неразборчиво прошептал. Хагрид отвернулся от него и посмотрел на Гарри полубезумным взглядом. — Но ты же знаешь про своих родителей. Ну, кто они были? — с надеждой спросил он. — Да точно знаешь. Не можешь ты не знать. К тому же они не абы кто были, а люди известные, и ты... и ты знаменитость. — Что? Гарри не верил своим ушам. — Разве мои мама и папа... Разве они были известными людьми? — Значит, ты не знаешь. — Ничегошеньки не знаешь. Хагрид дергал себя за бороду, глядя на Гарри изумленным взором. — Ты чего? Не знаешь даже, кто ты такой есть? — наконец спросил он. Дядя Вернон внезапно обрел дар речи. — Прекратите, — скомандовал он. — Прекратите немедленно, сэр. Я запрещаю вам что-либо рассказывать мальчику. Хагрид посмотрел на него с такой яростью, что даже куда более храбрый человек, чем дядя Вернон, сжался бы под этим взглядом. А когда Хагрид заговорил, то казалось, что он делает ударение на каждом слоге. — Вы что? Никогда ему ничего не говорили, да? Никогда не говорили, что в том письме было, которое Дамблдор написал. Я ж сам там был, у дома вашего. Этими вот глазами видел, как Дамблдор письмо в одеяло положил. А вы, выходит, за столько лет ему так и не рассказали ничего. Прятали все от него, да? — Прятали от меня что? — поспешно поинтересовался Гарри. — Прекратите! Я вам запрещаю! — нервно заверещал дядя Вернон. Тетя Петунья глубоко вздохнула в воздух, с таким видом словно ужасно боялась того, что последует за этими словами. — Эй, вы, пустые головы! Сходите вон, проветритесь, может, полегчает, — посоветовал Эмбхагрид, поворачиваясь к Гарри. — Короче, так, Гарри. Ты — волшебник. Понял? В доме воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь отдаленным шумом моря и приглушенным свистом ветра. — Я... кто? Гарри почувствовал, что у него отвисла нижняя челюсть. — Ну, ясное дело, кто. Волшебник ты! Хагрид сел обратно на софу, которая протяжно застонала и просела еще ниже. — И еще какой? А будешь еще лучше, когда немного подучишься, да? Кем ты еще мог быть с такими-то родителями? И вообще, пора тебе письмо свое прочитать. Гарри протянул руку, и, наконец-то, после стольких ожиданий, в ней оказался желтоватый конверт, на котором изумрудными чернилами было написано, что данное письмо, адресовано мистеру Поттеру, который живет в хижине, расположенной на скале посреди моря, и спит на полу. Гарри вскрыл конверт, вытащил письмо и прочитал. Школа Чародейства и Волшебства Хогвартс Директор — Альбус Дамблдор, Кавалер Ордена Мерлина Первой Степени, Великий Волшебник, Верховный Чародей, Президент Международной Конфедерации Магов. Дорогой мистер Поттер, Мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва Макгонагал, заместитель директора. Гарри показалось, что у него в голове устроили фейерверк. Вопросы, один ярче и жарче другого, взлетали в воздух и падали вниз. А Гарри все никак не мог решить, какой задать первым. Прошло несколько минут, прежде чем он неуверенно выдавил из себя «Что это значит? Они ждут мою сову!» «Клянусь горгоной! Ты мне напомнил кое о чем!» произнес Хагрид, хлопнув в себя полбу так сильно, что этим ударом вполне мог бы сбить с ног лошадь. А затем запустил руку в карман куртки и вытащил оттуда сову. Настоящую, живую и немного взъерошенную. А также длинное перо и свиток пергамента. Хагрид начал писать, высунув язык, а Гарри внимательно читал написанное. «Дорогой мистер Дамблдор!» «Передал Гарри его письмо. Завтра еду с ним, чтобы купить все необходимое. Погода ужасная. Надеюсь, с вами все в порядке. Хагрид!» Хагрид скатал свиток, сунул его сове в клюв, подошел к двери и вышвырнул птицу туда, где бушевал ураган. Затем вернулся и сел обратно на софу. При этом вид у него был такой, словно сделал он что-то совершенно обычное, например, поговорил по телефону. Гарри вдруг понял, что сидит с открытым ртом и быстро захлопнул его. «Так на чем мы с тобой остановились?» спросил Хагрид. В этот момент из тени вышел дядя Вернон. Лицо его все еще было пепельно-сером от страха, но на нем отчетливо читалась злость. «Он никуда не поедет!» сказал дядя Вернон. Хагрид хмыкнул. «Знаешь, хотел бы я посмотреть, как такой храбрый магл, как ты, его остановит». «Кто?» с интересом переспросил Гарри. «Магл», пояснил Хагрид. «Так мы называем всех неволшебников. Маглы». «Да, не повезло тебе. Ну, в том плане, что хуже маглов, чем эти, я в жизни не видал». «Когда мы взяли его в свой дом, мы поклялись, что положим конец всей этой ерунде», упрямо продолжил дядя Вернон, «что мы вытравим и выбьем из него всю эту чушь. Тоже мне волшебник». «Так вы знали?» – недоверчиво спросил Гарри. «Вы знали, что я... что я волшебник?» «Знали ли мы?» – внезапно взвизгнула тетя Петунья. «Знали ли мы?» «Да, конечно, знали! Как мы могли не знать, когда мы знали, кем была моя чертова сестрица?» «О, она в свое время тоже получила такое письмо и исчезла! Уехала в эту школу и каждое лето на каникулы приезжала домой, и ее карманы были полны лягушачьей икры, а сама она все время превращала чайные чашки в крыс. Я была единственной, кто знал ей цену. Она была чудовищем, настоящим чудовищем, но не для наших родителей. Они-то с ней сюсюкались. Или то, или это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма». Она замолчала, чтобы перевести дыхание, и после глубокого вдоха разразилась не менее длинной гневной тирадой. Казалось, что эти слова копились в ней много лет, и все эти годы она хотела их выкрикнуть, но сдерживалась, и только теперь позволила себе выплеснуть их наружу. «А потом в школе она встретила этого Поттера, и они уехали вместе и поженились, и у них родился ты. И, конечно же, я знала, что ты будешь такой же, такой же странный, такой же ненормальный. А потом она, видите ли, взорвалась, а тебя подсунули нам». Гарри побледнел, как полотно. Какое-то время он не мог произнести ни слова, но потом до речи снова вернулся. «Взорвалась?» спросил он. «Вы же говорили, что мои родители погибли в автокатастрофе». «Автокатастрофа!» прогремел Хагрид и так яростно вскочил с Софы, что дурсли попятились обратно в угол. «Да как могла автокатастрофа погубить Лили и Джеймса Поттеров? Ну и ну, вот дела-то, вот это да! Да быть такого не может, чтоб Гарри Поттер ничего про себя не знал. Да у нас его историю любой ребенок с пеленок знает, и родителей твоих тоже!» «Но почему?» в голосе Гарри появилась настойчивость. «И что с ними случилось с мамой и папой?» Ярость сошла с лица Хагрида. На смену ей вдруг пришла озабоченность. «Да, не ждал я такого», произнес он низким, взволнованным голосом. «Дамблдор меня предупреждал, конечно, что непросто будет. Ну, забрать тебя у этих. Но я и подумать не мог, что ты вообще ничего не знаешь. Не я, Гарри, должен бы рассказать тебе обо всем. И... Ну, кто ты же должен, так? Ну, не можешь же ты ехать в Хогвартс, не зная, кто ты такой?» Он мрачно посмотрел на Дурслий. «Что ж, думаю, что будет лучше, если я тебе расскажу. Ну, то, что могу, конечно. А могу не все, потому как... Загадок много осталось. Непонятного всякого». Он снова сел и уставился на огонь. «Наверное, начну я с человека одного», произнес Хагрид через несколько секунд. «Нет, поверить не могу, что ты про него не знаешь. Его в нашем мире все знают». «А кто он такой?» спросил Гарри, не дав Хагриду замолчать и уйти в себя. «Ну, я вообще-то не люблю его имя произносить. И кто из наших не любит?» «Ну, почему?» «Клянусь драконом, Гарри. Люди все еще боятся. Вот почему. А что... меня... Нелегко все это. Короче, был дам один волшебник, который... Который стал плохим. Таким плохим, каким только можно стать. Даже хуже. Даже еще хуже, чем просто хуже. Звали его...» Хагрид задохнулся от волнения и замолк. «Может быть, вы лучше напишите это?» предложил Гарри. «Нет. Не знаю я, как оно пишется. Ну, ладно». «Э-э-э... Волан-де-морт!» выдавил, наконец, Хагрид, передернувшись. «И больше не проси меня. Ни за что не повторю. В общем, этот волшебник лет так двадцать назад начал себе приспешников искать. И нашел ведь. Одни пошли за ним, потому что испугались. Другие подумали, что он властью с ними поделится. А власть у него была... О-о-о! И чем дальше, тем больше ее становилось. Темные были дни, да? Никому нельзя было верить. Жуткие вещи творились. Побеждал он, понимаешь? Нет. С ним, конечно, боролись, а он противников убивал. Ужасной смертью они умирали. Даже мест безопасных почти не осталось, разве что Хогвардс, да. Я так думаю, что Дамблдор был единственной, кого ты знаешь кто боялся. Потому и на школу напасть не решился. Тогда, по крайней мере. А твои мамы и папа, они были лучшими волшебниками которых я в своей жизни знал. Лучшими учениками школы были первыми в выпуске. Не пойму, правда, чего ты знаешь, кто их раньше не попытался на свою сторону перетянуть. Знал, наверное, что они близки с Дамблдором, потому на темную сторону не пойдут. А потом подумал, может, что их убедит. А может, хотел их бездороги убрать, чтобы не мешали. В общем, никто не знает. Знаю только, что 10 лет назад в Хэллоуин он появился, в том городке, где вы жили. Тебе всего год был. А он пришел в ваш дом и... И... Хагрид внезапно вытащил откуда-то грязный, покрытый пятнами носовой платок и высморкался громко, как завывшая сирена. Ты меня извини, плохой рассказчик Гарри, виновата произнес Хагрид. Но так грустно это. Я ж твоих маму с папой знал. Такие люди хороши. Лучше не найти, а тут... В общем, ты знаешь, кто их убил. А потом, вот это вообще никто понять не может, он и тебя попытался убить. Хотел, чтобы следов не осталось. А может, ему просто нравилось людей убивать? Вот и тебя хотел. А не вышло, да? Ты не спрашивал никогда, откуда у тебя этот шрам на лбу? Это не порез никакой. Такое бывает, когда злой и очень сильный волшебник на тебя проклятие насылает. Так вот. Родителей твоих он убил, даже дом разрушил. А тебя убить не смог. Поэтому ты знаменит, Гарри. Он, если кого хотел убить, так тот уже не жилец был, да? А с тобой вот не получилось. Он таких сильных волшебников убил. Маккиненов, Боунзов, Прюитов. А ты ребенком был, а выжил. Хагрид замолчал. А Гарри вдруг ощутил резкую головную боль. Перед его глазами отчетливо возникла знакомая картина из прошлого. Только теперь ослепительная вспышка зеленого света была гораздо ярче. И заодно он вспомнил кое-что еще. То, что никогда раньше не всплывало в его памяти. Громкий, ледяной, беспощадный смех. Хагрид с грустью наблюдал за ним. Я тебя вот этими руками из развалин вынес. Дамблдор меня туда послал. А потом я привез тебя этим. Вздор и ерунда! Донесся из угла голос дяди Вернона. Гореш подпрыгнул от неожиданности. Он совсем забыл про Дурсли. Но Дурсли про него не забыли. Особенно дядя Вернон, которому, кажется, вернулась смелость. Он сжимал кулаки и яростно смотрел на Хагрида. — Послушай меня, мальчик! — прорычал дядя Вернон. — Я допускаю, что ты немного странный, хотя, возможно, хорошая порка вылечила бы тебя раз и навсегда. Твои родители действительно были колдунами, но, как мне кажется, без них мир стал спокойнее. Они сами напросились на то, что получили, только и общались, что с этими волшебниками. Этого следовало ожидать. Я знал, что они плохо кончат. Не успел он договорить. Как Хагрид спрыгнул с Софы, вытащил из кармана потрепанный розовый зонтик и наставил на дядю Вернона словно шпагу. — Я тебя предупреждаю, Дурсли. Я тебя в последний раз предупреждаю. Еще раз. Рот откроешь? Видимо, дядя Вернон представил себе, как этот великан с легкостью нанизывает его на свой зонтик, и его смелость сразу испарилась. Он прижался к стене и замолчал. — Так-то лучше. Хагрид тяжело вздохнул и сел обратно на Софу, которая на этот раз прогнулась до самого пола. На языке у Гарри вертелись самые разные вопросы. Сотни вопросов. — А что случилось с Волом, извините, с вы знаете кем? — Хороший вопрос, Гарри. — Исчез он, растворился, в ту самую ночь, когда тебя пытался убить. Потому ты и стал еще знаменитее. Я тебе скажу, это самое что ни на есть настоящая загадка. Он все сильнее и сильнее становился и вдруг исчез. И это непонятно почему. Кой-кто говорит, что умер он. А я считаю, чушь все это, да. Думаю, в нем ничего человеческого не осталось уже, а ведь только человек может умереть. А кто-то говорит, что он все еще тут, где-то поблизости. Просто прячется. Своего часа ждет. Но я так не думаю. Те, кто с ним был, они на нашу сторону перешли. Раньше ведь они, это, как заколдованные были. А тут проснулись. Вряд ли бы так вышло, будь он где-то рядом, да. Хотя, большинство людей думают, он где-то тут. Только силу свою потерял. Слишком слабый стал, чтоб дальше бороться и все завоевать. В тебе было что-то, Гарри, что его сломало? Что это приключилось той ночью, чего он не ждал? Не знаю, что, да и никто не знает. Но сломал ты его. Это точно. Во взгляде Хагрида светилось тепло и уважение. Но Гарри, вместо того, чтобы почувствовать себя польщенным и возгордиться, с ужасом осознавал, что все это ужасная ошибка. Волшебник? Он, Гарри Поттер, волшебник. Всю жизнь его шпыняли Дадли и притесняли дядя Вернон и тетя Петунья. А если он волшебник, то почему они не превращались в бородавчатых черепах всякий раз, как запирали его в чулане? Если когда-то он смог победить величайшего мага в мире, почему Дадли всегда пинал его и гонял по школе и по всему дому, как футбольный мяч? — Хагрид, — тихо произнес Гарри, — боюсь, что вы ошибаетесь. Я не думаю, что я волшебник. Что я смогу стать волшебником. К его удивлению, Хагрид рассмеялся. — Значит, не волшебник? И никогда с тобой ничего такого не было, когда ты злился или огорчался? Гарри уставился в огонь. Хагрид натолкнул его на важную мысль, ведь если подумать, все те странные вещи, происходившие с ним и неизменно приводившие в ярость тетю Петунью и дядю Вернона, все они случались, когда он был огорчен или разозлен. Например, когда за ним гналась банда Дадли, а он смог ускользнуть от них, оказавшись на крыше школьной столовой. Или когда тетя Петунья остригла его почти наголо, и он с ужасом думал о том, как завтра появится в школе. Разве ему не удалось заставить волосы отрасти за одну ночь? А взять самый последний случай, когда Дадли ударил его в террариуме, а он, сам того не подозревая, напустил на Дадли бразильского удава. Гарри улыбнулся, посмотрел на Хагрида и заметил, что лицо великана просияло. — Ну что, убедил я тебя теперь, да? А говоришь, что Гарри Поттер не волшебник. Погоди, ты скоро в Хогвартсе самым знаменитым учеником станешь. И тут снова подал голос дядя Вернон. Видимо, испуг прошел, и он решил, что не сдастся без боя. — Разве я не сказал вам, что он никуда не поедет? — прошипел дядя Вернон. — Он пойдет в школу Хай Камеронс, и он должен быть благодарен нам за то, что мы его туда определили. Я читал эти ваши письма про то, что ему нужна целая куча всякой ерунды, вроде книг заклинаний и волшебных палочек. — Если он захочет там учиться, то даже такому здоровенному маглу, как ты, его не остановить. — Понял! — прорычал Хагрид. — Побешать сыну Лилии Джеймса Поттеров учиться в Хогвартсе? Да ты свихнулся, что ли? Он родился только, а его тут же записали в ученики, да? Лучшей школы чародейства и волшебства на свете нет. И он в нее поступит, а через семь лет сам себя не узнает, и жить он там будет рядом с такими же, как он. А это уж куда лучше, чем с вами. А директором у него будет, самый великий директор, какого только можно представить. Сам Альбус да... — Я не буду платить за то, чтобы какой-то оплоубивший старый дурак учил его всяким фокусом! — прокричал дядя Вернон. Тут он зашел слишком далеко. Хагрид схватил свой зонтик, завертел им над головой, а его голос загремел, словно гром. — Никогда! Не оскорбляй при мне Альбуса Дамблдора! Зонтик со свистом опустился и своим острием указал на Дадли. Потом вспыхнул фиолетовый свет и раздался такой звук, словно взорвалась петарда. Затем послышался пронзительный виск, а в следующую секунду Дадли, обхватив обеими руками свой жирный зад, затанцевал на месте, вереща от боли. Когда он повернулся к Гарри спиной, тот заметил, что на штанах Дадли появилась дырка, а сквозь нее торчит поросячий хвостик. Дядя Вернон, с ужасом посмотрев на Хагрида, громко закричал, схватил тетю Петунью и Дадли, втолкнул их во вторую комнату и тут же силой захлопнул за собой дверь. Хагрид посмотрел на свой зонтик и почесал бороду. «Зря я так. Совсем уж из себя вышел», — сокрушенно произнес он. «И ведь не получилось все равно. Хотел его в свинью превратить, а он... Похоже, и так уже почти свинья, вот и не вышло ничего. Хвост только вырос». Он нахмурил кустистые брови и боязливо покосился на Гарри. «Просьба у меня к тебе, чтоб никто в Хогвартсе об этом не узнал. Я... Нельзя мне чудеса творить, если по правде. Только немного разрешили, чтоб за тобой мог съездить и письмо тебе передать. Мне еще и поэтому такая работа по душе пришлась. Ну и... из-за тебя, конечно». «А почему вам нельзя творить чудеса?» — поинтересовался Гарри. «Ну, я же сам когда-то в школе учился, и меня, если по правде, выгнали. На третьем курсе я был. Волшебную палочку мою это пополам сломали и все такое. А Дамблдор мне разрешил остаться и работу в школе дал. «Великий он человек, Дамблдор. А почему вас исключили?» «Поздно уже. А у нас делов завтра куча», — уклончиво ответил Хагрид. «В город нам завтра надо книги тебе купить и все такое. И это... Давай на «ты». Нечего нам с тобой выкать. Мы ж друзья». Он стащил с себя толстую черную куртку и бросил ее к ногам Гарри. «Под ней теплее будет. А если она шевелиться начнет?» Ты внимания не обращай. Я там в одном кармане пару мышей забыл. А в каком — не помню. Глава 5 Косой переулок На следующее утро Гарри проснулся рано. Он знал, что уже рассвело, но не торопился открывать глаза. «Это был сон», — твердо сказал он себе. «Мне приснилось, что ко мне приходил великан по имени Хагрид, чтобы сообщить мне, что я пойду учиться в школу волшебников. Когда я открою глаза, то окажусь дома в своем чулане». Внезапно раздался громкий стук. «А вот и тетя Петунья», — подумал Гарри с замиранием сердца. Но глаза его все еще были закрыты. Сон был слишком хорош, чтобы просыпаться. Тук-тук-тук. «Хорошо», — пробормотал Гарри. «Я встаю». Он сел, и тяжелая куртка Хагрида, под которой он спал, упала на пол. Хижина была залита светом. Ураган кончился. Хагрид спал на сломанной софе, а на подоконнике сидела сова, зажатая в клюве газетой, и стучала когтем в окно. Гарри вскочил с постели. Счастье распирало его изнутри, словно он проглотил воздушный шар. Гарри подошел к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и уронила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова спикировала на пол и набросилась на куртку Хагрида. «Прекрати!» — Гарри замахал руками, чтобы прогнать сову. Но она яростно щелкнула клювом и продолжила терзать куртку. «Хагрид!» — громко позвал Гарри. «Тут сова!» «Заплати ей!» — проворчал Хагрид, уткнувшись лицом в софу. «Что?» «Она хочет, чтобы мы ей денег дали за то, что она газету притащила. Деньги в кармане!» Казалось, что куртка Хагрида состоит из одних карманов. Связки ключей, расплющенные дробинки, мотки веревки, мятные леденцы, пакетики чая. Наконец Гарри вытащил пригоршню странного вида монет. «Дай ей пять кнатов!» — сонно произнес Хагрид. «Кнатов?» «Маленьких бронзовых монеток!» Гарри отсчитал пять бронзовых монеток. И сова вытянула лапу, к которой был привязан кожаный мешочек. А затем вылетела в открытое окно. Хагрид громко зевнул, сел и потянулся. «Пора идти, Гарри! У нас с тобой делов куча! Нам в Лондон надо смотаться, да накупить тебе всяких штук, которые для школы нужны!» Гарри вертел в руках волшебные монетки, внимательно их разглядывая. Он только что подумал кое о чем, и ему показалось, что поселившийся внутри его шар счастья начал сдуваться. «М-м-м! Хагрид!» «А?» — Хагрид натягивал свои огромные башмаки. «У меня нет денег, и вы...» Великан внимательно посмотрел на него, словно напоминая о вчерашнем уговоре. Гарри вдруг понял, что ему, всегда такому вежливому и обращающемуся на «вы» ко всем старшим, будет легко называть Хагрида на «ты», потому что Хагрид относился к нему с большей теплотой, чем кто бы то ни было и вел себя как друг. «Ты слышал, что сказал вчера вечером дядя Вернон? Он не будет платить за то, чтобы я учился волшебству!» «А ты не беспокойся!» Хагрид встал и почесал голову. «Ты что ли думаешь, что твои родители о тебе не позаботились?» «Ну если от их дома ничего не осталось!» «Да ты чё!» «Они ж золото своё не в доме хранили!» Отмахнулся Хагрид. «Короче, мы первым делом в Гринготс заглянем. В наш банк!» «Ты съешь сосиску, они и холодные очень ничего!» «А я, если по правде не откажусь, от кусочка твоего вчерашнего именинного торта!» «У волшебников есть свои банки?» «Только один. Гринготс. Там гоблины всем заправляют!» Гарри уронил кусок сосиски, который он держал в руке. «Гоблины?» «Да, и поэтому я тебе так скажу. Только сумасшедший может решиться ограбить этот банк. С гоблинами Гарри связываться опасно. Да, запомни это. Поэтому, если захочешь им что-то спрятать, то надежнее Гринготса места нет. Разве что Хогвартс!» «Да сам увидишь сегодня, когда за деньгами твоими приедем!» «Заодно и я там дела свои сделаю. Дамблдор мне поручил кое-чего, да!» Хагрид горделиво выпрямился. «Он мне всегда всякие серьезные вещи поручает. Тебя вот забрать. Из Гринготса кое-что взять. Он знает, что мне доверять можно, понял?» «Ну ладно, пошли». Гарри вышел на скалу вслед за Хагридом. Небо было чистым, и море поблескивало в лучах солнца. Лодка, которую арендовал дядя Вернон, все еще была здесь, но после урагана она была залита водой. «А как ты сюда попал?» Гарри огляделся, на другой лодке так и не увидел. «Прилетел», — ответил Хагрид. «Прилетел?» «Да, не будем об этом. Теперь, когда ты со мной, мне нельзя чудеса творить!» Они уселись в лодку, а Гарри продолжал внимательно разглядывать Хагрида, пытаясь представить его летящим. «Хотя, да, если по правде, глупо было бы грести самому». Хагрид покосился на Гарри. «Если я... если я сделаю так, чтоб мы побыстрее поплыли, ты ведь никому в Хогвартсе не расскажешь». «Конечно нет», — выпалил Гарри, которому не терпелось увидеть что-нибудь магическое. Хагрид вытащил свой розовый зонд, дважды стукнула им о борт лодки, и та помчалась. «А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Грингоц?» — поинтересовался Гарри. «Заклинание, колдовство», — ответил Хагрид, разворачивая газету. «Говорят, что там у них самые секретные сейфы драконы охраняют. К тому же оттуда еще выбраться надо. Грингоц глубоко под землей находится. Сотни миль под Лондоном, чуешь? Глубже, чем метро. Даже если повезет грабителю и получится у него украсть что-нибудь, он с голоду помрет, пока оттуда выберется, да?» Гарри сидел и думал об услышанном. Хагрид читал газету, которая называлась «Ежедневный пророк». Гарри помнил, как дядя Вернон твердил, что когда человек читает газету, он не любит, чтобы ему мешали. Но сейчас оставить Хагрида в покое было нелегко, потому что никогда в жизни Гарри не хотелось задать столько вопросов. «Ну вот, Министерство магии опять дров наломало», – пробормотал Хагрид, переворачивая страницу. «А есть такое министерство?» – спросил Гарри, позабыв, что мешать читающему газету не следует. «Есть, есть», – ответил Хагрид. «Сначала хотели, чтоб Дамблдор министром стал. Но он никогда Хогвартс не оставит, во как. Так что в министры старый Корнелиус Фадж пошел. А хуже его не найдешь. Он теперь каждое утро к Дамблдору сов посылает за советами». «А чем занимается Министерство магии?» «Ну, их главная работа, чтоб люди не догадались, что в стране на каждом углу волшебники живут». «Почему?» «Почему?» «Да ты чё, Гарри?» «Все ж сразу захотят волшебством свои проблемы решить, это точно». «Не-е-е, лучше, чтоб о нас не знали». В этот момент лодка мягко стукнулась о стену причала. Хагрид сложил газету, и они поднялись по каменным ступеням и оказались на улице. Пока они шли к станции, жители маленького городка во все глаза смотрели на Хагрида. Гарри их прекрасно понимал. Дело даже не в том, что Хагрид был вдвое выше обычного человека. Он еще и всю дорогу тыкал пальцем самые простые на взгляд Гарри предметы, вроде парковочных счетчиков, и громко восклицал. «Ну, дела, Гарри. И чего эти маглы только не придумают?» «Хагрид», — произнес Гарри, немного запыхавшись, потому что ему было нелегко поспевать за Хагридом. «Ты сказал, что в Гринготсе есть драконы?» «Ну, так говорят», — ответил Хагрид. «Эх, хотел бы я иметь дракона». «Ты хотел бы иметь дракона?» «Всегда хотел. Еще когда маленьким совсем был. Все. Пришли мы». Они были на станции. Поезд на Лондон отходил через пять минут. Хагрид заявил, что ничего не понимает в деньгах маглов, и сунул Гарри несколько купюр, чтобы тот купил билеты. В поезде на них глазели еще больше, чем на улице. Хагрид занял сразу два сиденья и начал вязать нечто похожее на шатерка наречного цвета. Вроде тех, где устраивают представления циркачи. «А письмо-то у тебя с собой, Гарри?» — спросил он, считая петли. Гарри вытащил из кармана пергаментный конверт. «Отлично», — сказал Хагрид. «Там есть список всего того, что для школы нужно». Гарри развернул второй листок бумаги, который не заметил вчера, и начал читать. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется. Три простых рабочих мантии, черных. Одна простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день. Одна пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала. Один зимний плащ, черные застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний. Первый курс. Миранда Гуссокл. История магии. Батильда Бекшотт. Теория магии. Адальберт Вофлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свитч. Тысяча магических растений и грибов. Филида Спора. Магические отвары и зелья. Жиг Мышьяков. Фантастические звери. Места обитания. Ньют Саламандр. Темные силы. Пособие по самозащите. Квентин Тримбл. Также полагается иметь одну волшебную палочку, один котел оловянный стандартный размер номер два, один комплект стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, одни медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову или кошку или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные мётлы. — И это всё можно купить в Лондоне? — ахнул Гарри. — Если знаешь, где искать, — ответил Хагрид. Гарри никогда раньше не гулял по Лондону. А Хагрид, хотя и знал, куда им надо, но обычным способом туда никогда не добирался. Для начала он застрял в турникете метро. А после громко жаловался, что сиденья в вагонах слишком маленькие, а поезда слишком медленные. — Не представляю, как маглы без магии обходятся, — сказал он, когда они поднялись вверх по сломанному эскалатору и оказались на улице полной магазинов. Хагрид был так велик, что без труда прокладывал себе дорогу сквозь толпу, а от Гарри требовалось лишь не отставать. Они проходили мимо книжных и музыкальных магазинов, закусочных и кинотеатров. Но ни одно из этих мест не было похоже на то, где можно купить волшебную палочку. Это была обычная улица, забитая обычными людьми. Гарри на мгновение показалось, что это сон, но разве может находиться под землей волшебный банк, набитый золотом? Разве существуют магазины, которые продают книги, заклинания и мётлы? А может, всё это ужасная шутка, которую придумали Дурсли? Если бы Гарри не знал, что у Дурсли нет чувства юмора, он бы так и подумал, но он почему-то верил Хагриду, хотя всё, что тот говорил, было невероятно. — Пришли, — произнёс Хагрид, остановившись, — дырявый котёл, известное местечко. Это был крошечный невзрачный бар. Если бы Хагрид не указал на него, Гарри бы его даже не заметил. Проходящие мимо люди на бар не смотрели, их взгляды скользили с большого книжного магазина на магазин компакт-дисков, а бар, находившийся между этими магазинами, они, похоже, вовсе не замечали. У Гарри даже возникло странное чувство, что только они с Хагридом видят его. Но прежде, чем он успел спросить об этом, Хагрид завёл его внутрь. Для известного местечка бар был слишком тёмным и обшарпанным. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили вино из маленьких стаканчиков, а одна из них курила длинную трубку. Маленький человечек в цилиндре разговаривал со старым лысым барменом, похожим на нахмурившийся грецкий орех. Когда они вошли, все разговоры сразу смолкли. Очевидно, Хагрида здесь все знали, ему улыбались и махали руками, а бармен потянулся за стаканом со словами. «Тебе как обычно, Хагрид?» «Не могу, Том, я здесь по делам Хогвартса», — ответил Хагрид и хлопнул Гарри по плечу своей здоровенной ручищей так, что у того подогнулись колени. «Боже милостивый», — произнёс бармен, пристально глядя на Гарри. «Это... неужели это...» В дырявом котле воцарилась тишина. «Благослови мою душу», — прошептал старый бармен. «Гарри Поттер, какая честь!» Он поспешно вышел из застойки, подбежал к Гарри и схватил его за руку. В глазах бармена стояли слёзы. «Добро пожаловать домой, мистер Поттер, добро пожаловать домой!» Гарри не знал, что сказать. Все смотрели на него. Старуха сосала свою трубку, не замечая, что-то погасло. Хагрид сиял. Вдруг разом заскрипели отодвигаемые стулья, и в следующий момент Гарри уже обменивался рукопожатиями со всеми посетителями дырявого котла. «Дорис Крокфорд, мистер Поттер, не могу поверить, что наконец встретилась с вами!» «Большая честь, мистер Поттер, большая честь!» «Всегда хотела пожать вашу руку! Я вся дрожу!» «Я счастлив, мистер Поттер, даже не могу передать, насколько я счастлив! Меня зовут Дингл! Дедалус Дингл!» «А я вас уже видел!» – воскликнул Гарри. И Дедалус Дингл так разволновался, что его цилиндр слетел с головы и упал на пол. «Вы однажды поклонились мне в магазине!» «Он помнит!» – вскричал Дедалус Дингл, оглядываясь на остальных. «Вы слышали? Он меня помнит!» Гарри продолжал пожимать руки. Дорис Крокфорд подошла к нему во второй раз, а потом и в третий. Вперед выступил бледный молодой человек. Он очень нервничал, у него даже дергалось одно веко. «Профессор Квирл!» – представил его Хагрид. «Гарри, профессор Квирл – один из твоих будущих преподавателей!» «П-п-п-п-поттер!» – произнес, заикаясь профессор Квирл, и схватил Гарри за руку. «Не могу передать, насколько я п-п-пальщен встречей с вами!» «Какой раздел магии вы преподаете, профессор Квирл?» «Защита от темных искусств!» – пробромотал Квирл с таким видом, словно ему не нравилось то, что он сказал. «Не то что бы вам это было нужно, верно, П-п-поттер?» – профессор нервно рассмеялся. «Как я понимаю, вы решили п-п-п-поприобрести всё необходимое для школы? А мне нужна новая книга о вампирах!» Вид у него был такой, будто его пугала сама мысль о вампирах. Но остальные не желали мириться с тем, что Квирл безраздельно завладел вниманием Гарри. «Прошло ещё минут десять, прежде чем зычный голос Хагрида перекрыл другие голоса. – Пора идти! Нам надо ещё кучу всего купить!» Дорис Крокфорд напоследок опять пожала Гарри руку. Хагрид вывел его из бара в маленький двор, со всех сторон окружённый стенами. Здесь не было ничего, кроме мусорной урны и нескольких сорняков. «Ну, что я тебе говорил?» Хагрид ухмыльнулся. «Я ж тебе сказал, что ты знаменитость! Даже профессор Квирл затрясся, когда тебя увидел! Хотя, если по правде, он всегда трясётся!» «Он всегда такой нервный?» «Да, бедный парень. А ведь талантливый такой, да! Он пока науки по книгам изучал, в полном порядке был. А потом взял отпуск, чтоб какой-никакой опыт получить. Говорят, он в чёрном лесу вампиров встретил, и ещё там одна история у него произошла с ведьмой. С тех пор он всё другим совсем стал. Учеников боится, предмет своего боится. Так куда это мой зонт подевался? Вампиры! Ведьмы! У Гарри кружилась голова. А Хагрид тем временем считал кирпичи и в стене над мусорной урной. «Три вверх, два в сторону!» – бормотал он. «Так, а теперь отойди, Гарри!» Он трижды коснулся стены зонтом. Кирпич, до которого он дотронулся, задрожал. Потом задёргался. В середине у него появилась маленькая дырка, которая быстро начала расти. Через секунду перед ними была арка, достаточно большая, чтобы сквозь неё мог пройти Хагрид. За аркой начиналась мощёная булыжником извилистая улица. «Добро пожаловать в косой переулок!» – произнёс Хагрид. Он усмехнулся, заметив изумление на лице Гарри. Они прошли сквозь арку. Гарри, оглянувшись, увидел, как она тут же снова превратилась в глухую стену. Ярко светило солнце, отражаясь в котлах, выставленных перед ближайшим к ним магазином. «Котлы! Все размеры, медь, бронза, олова, серебро, самопомешивающиеся и разборные!» – гласила висевшая над ними табличка. «Ага! Такой тебе тоже нужен будет!» – сказал Хагрид. «Но сначала надо твои денежки забрать!» Гарри пожалел, что у него не десять глаз. Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу. Магазины. Выставленные перед ними товары. Людей, делающих покупки. Полная женщина, стоявшая перед аптекой, мимо которой они проходили, качала головой. «Печень дракона по семнадцать сиклей за унцию! Да они с ума сошли!» Из мрачного на вид магазина доносилось тихое уханье. «Торговый центр совы! Неясы те обыкновенные сипухи, ушастые и полярные совы!» – прочитал Гарри. Несколько мальчишек, примерно его возраста, прижались носами к другой витрине, разглядывая выставленные в ней мётлы. «Смотри!» – донеслось до Гарри. – «Новая модель! Нимбус 2000! Самая быстрая!» Здесь были магазины, которые торговали мантиями, телескопами и странными серебряными инструментами, каких Гарри никогда не видел. Витрины по всей улице были забиты бочками с селезёнками летучих мышей и глазами угрей, покачивающимися пирамидами из книг с заклинаниями, птичьими перьями и свитками пергамента, бутылками с волшебными зельями и глобусами луны. «Гринготс!» – объявил Хагрид. Они находились перед белоснежным зданием, возвышавшимся над маленькими магазинчиками, а от полированных до блеска бронзовых дверей, валой с золотом в униформе, стоял… «Да, это гоблин!» – спокойно сказал Хагрид, когда они поднимались по белым каменным ступеням. Гоблин был на голову ниже Гарри, у него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь. Теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз серебряными. На них были выгравированы строчки. «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». «Я ж тебе говорил, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться ограбить этот банк», – сказал Хагрид. Два гоблина с поклонными встретили их, когда они прошли сквозь серебряные двери и оказались в огромном мраморном холле. На высоких стульях за длинной стойкой сидело еще сотня гоблинов, они делали записи в больших грозбухах, взвешивали монеты на медных весах, с помощью луп изучали драгоценные камни. Из холла вело больше дверей, чем Гарри мог сосчитать. Другие гоблины впускали и выпускали через них людей. Хагрид и Гарри подошли к стойке. «Доброе утро», – обратился Хагрид к свободному гоблину. «Мы тут пришли, чтоб немного денег взять из сейфа мистера Гарри Поттера». «У вас есть ключ, сэр?» «Где ты был», – ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку содержимое своих карманов. Пригоршня заплесневелых собачьих бисквитов посыпалась на бухгалтерскую книгу гоблина. Гоблин сморщил нос. Гарри наблюдал за гоблином, сидевшим справа и взвешивавшим груду рубинов, огромных, как пылающей угли. «Нашел», – наконец сказал Хагрид, протягивая крошечный золотой ключик. Гоблин изучающе посмотрел на него. «Кажется, все в порядке». «И у меня тут еще письмо имеется от профессора Дамблдора», – с важным видом произнес Хагрид, выпячивая грудь. «Это насчет, вы знаете чего, в сейфе семьсот тринадцать». Гоблин внимательно прочитал письмо. «Прекрасно», – сказал он, возвращая письмо Хагриду. «Сейчас вас отведут вниз к вашим сейфам. Крюкохват». Крюкохват тоже был гоблином. Когда Хагрид распихал все собачьи бисквиты по карманам, они с Гарри последовали за крюкохватом к одной из дверей. «А что такое это, вы знаете что, в сейфе семьсот тринадцать?» – спросил Гарри. «Не могу я тебе сказать», – таинственно ответил Хагрид. «Очень секретно. Это школы Хогвартс касается. Дамблдор мне доверяет, а я своей работой слишком дорожу, чтобы секреты тебе раскрывать». Крюкохват открыл перед ними дверь. Гарри, ожидавший увидеть вокруг мрамор, был удивлен. Они стояли в узком каменном коридоре, освещенном горящими факелами. Дорога круто уходила вниз, на полу были тоненькие рельсы. Крюкохват свистнул, и к ним слязгом подкатила маленькая тележка. Они забрались внутрь, Хагриду это удалось с трудом, и поехали. Сначала они неслись сквозь лабиринт петляющих коридоров. Гарри пытался запомнить дорогу. Налево, направо, направо, налево, на развилке прямо, опять направо, опять налево. Но вскоре оставил это бесполезное занятие. Казалось, дребезжащая тележка сама знает дорогу, потому что крюкохват ею не управлял. Гарри обдало ледяным воздухом. Глаза защипало, но он держал их широко открытыми. В какой-то момент ему подчудилось, что он заметил вспышку огня в конце коридора, и он быстро обернулся, чтоб увидеть, не дракон ли это. Но опоздал. Тележка резко ушла вниз. Сейчас она проезжала мимо подземного озера. На потолке и стенах росли сталагмиты и сталактиты. — Знаешь, Хагрид, — громко произнес Гарри, пытаясь заглушить шум тележки, — я никогда не знал, в чем разница между сталактитом и сталагмитом. — В слове «сталагмит» есть буква «М», — ответил Хагрид. — И больше не спрашивай меня ничего. Меня, похоже, сейчас наизнанку вывернет. Хагрид был весь зеленый. Когда тележка наконец остановилась перед маленькой дверью в стене, он выбрался из нее, прислонился к стене и подождал, пока у него перестанут дрожать колени. Крюкохват отпер дверь. Изнутри вырвалось облако зеленого дыма, а когда оно рассеялось, Гарри ахнул. Внутри были кучи золотых монет, колонны серебряных, горы маленьких бронзовых кнатов. — Это все твое! — улыбнулся Хагрид. — Все твое! — Это было невероятно! Дурсли наверняка не знали об этих деньгах, иначе они отняли бы их у него, не успел бы он и глазом моргнуть. Сколько раз они жаловались, что Гарри им дорого обходится, а все это время глубоко под Лондоном хранилось принадлежащее ему сокровище. Хагрид помогал Гарри бросать монеты в сумку. — Золотые — это галеоны, — пояснил он. — Один галеон — это семнадцать серебряных сиклей, а один сикль — двадцать девять кнатов. Это просто, да? — Ладно. Тебе этого на пару семестров хватит, а остальное пусть тут лежит. Он повернулся к рюкохвату. — А теперь нам нужен сейф семьсот тринадцать и… пожалуйста, нельзя ли помедленнее? — У тележки только одна скорость, — ответил крюкохват. Теперь они спускались еще ниже, а тележка ехала почему-то еще быстрее, чем раньше. Воздух становился холоднее. Когда они проезжали над подземным ущельем, Гарри перегнулся, чтобы разглядеть, что скрывается в его темных глубинах, но Хагрид со стоном схватил его за шиворот и втащил обратно. В сейфе номер семьсот тринадцать не было замочной скважины. — Отойдите, — важно сказал крюкохват. Он мягко коснулся двери одним из своих длинных пальцев, и она просто растаяла. — Если это попробует сделать кто-то, кроме работающих в банке гоблинов, его засосет внутрь, и он окажется в ловушке, — произнес крюкохват. — А как часто вы проверяете, нет ли там кого внутри? — поинтересовался Гарри. — Примерно раз в десять лет, — ответил крюкохват с довольно неприятной улыбкой. Гарри был уверен, что в этом сверхсекретном сейфе лежит что-то ужасно важное, как минимум драгоценные камни невероятных размеров, и он поспешно шагнул вперед, чтобы увидеть, что там. Сначала ему показалось, что там вообще пусто. Затем он заметил на полу маленький невзрачный сверток из коричневой бумаги. Хагрид нагнулся, подобрал его и засунул во внутренний карман куртки. Гарри хотелось узнать, что там, но он понимал, что спрашивать не стоит. — Пошли обратно к этой адовой тележке и не разговаривай со мной по дороге. Лучше будет, если я буду держать рот закрытым, — сказал Хагрид. Еще одна бешеная гонка на тележке, и вот они уже стоят на улице у банка, щурясь от солнечного света. Сейчас, когда у него в руках была сумка полная денег, Гарри не знал, что с ними делать, и с трудом подавлял в себе желание начать покупать все подряд. Ему даже не было интересно, каков курс Галеона по отношению к фунту. Важно было, что сейчас у него денег больше, чем за всю его жизнь. Даже больше, чем когда-либо было у Дадли. О том, что это волшебные деньги, и их можно тратить только в волшебном мире, он как-то забыл. — Ну что, надо бы купить тебе форму, — заметил Хагрид, кивнув в сторону магазина с вывеской «Мадам Малкин. Одежда на все случаи жизни». — Слушай, Гарри, ты не против, если я заскочу в дырявый котел и пропущу стаканчик? Ненавижу я тележки в Гринготсе. — Мутит меня после них. Хагрид на самом деле был все еще бледным, поэтому Гарри кивнул. Хотя он немного нервничал, входя в магазин «Мадам Малкин» в полном одиночестве. Мадам Малкин оказалась приземистой, улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. — Едем учиться в Хогвартс? — спросила она, прежде чем Гарри успел объяснить ей цель своего визита. — Ты пришел по адресу. У меня тут как раз еще один клиент тоже к школе готовится. В глубине магазина на высокой скамеечке стоял бледный мальчик с тонкими чертами лица, а вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя по росту длинные черные одежды. Мадам Малкин поставила Гарри на соседнюю скамеечку. — Привет, — сказал мальчик, — тоже в Хогвартс? — Да, — ответил Гарри, — мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки, — сообщил мальчик. Он говорил как-то очень устало, специально растягивай слова, а потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую. А потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу. Мальчик сильно напоминал Гарри его кузена. — А у тебя есть своя собственная метла? — продолжал тот. — Нет, — Гарри отрицательно кивнул головой. — А в квиддич играешь? — Нет, — повторил Гарри, спрашивая себя, что же это такое — квиддич. — А я играю. Отец говорит, что будет преступлением, если меня не возьмут сборную факультета, я тебе скажу, я с ним согласен. — Ты уже знаешь, на каком будешь факультете? — Нет, — в третий раз произнес Гарри, с каждой минутой чувствуя себя все большим дураком. — Ну, вообще-то, никто заранее не знает, это уж там решат. — Но я знаю, что я буду в Слизерине. — Вся моя семья там была. — А представь, если определят в Пуффиндуй, тогда я сразу уйду из школы, а ты? — Ммм, — неопределенно промычал Гарри, жалея, что не может сказать что-нибудь более содержательное. — Ну и ну, ты только посмотри на этого, — внезапно воскликнул мальчик, кивком показывая на окно. За окном стоял Хагрид, улыбаясь Гарри и показывая на два огромных мороженых, словно объясняя, почему он не может войти внутрь. — Это Хагрид, — радостно пояснил Гарри. Ему было приятно, что он знает что-то, чего не знает этот мальчик. Он работает в Хогвартсе. — А, — протянул тот, — я о нем слышал, он там что-то вроде прислуги, да? — Он лесник, — сухо ответил Гарри. С каждой секундой этот мальчик нравился ему все меньше и меньше. — Да, точно. Я слышал, он настоящий дикарь. Живет в хижине на территории школы, время от времени напивается и пытается творить чудеса. А все кончается тем, что вспыхивает его собственная постель. — Лично мне он очень нравится, — холодно парировал Гарри. — Вот как? — на лице мальчика появилась презрительная усмешка. — А почему он с тобой? Где твои родители? — Они умерли, — коротко ответил Гарри. Ему не хотелось разговаривать с мальчиком на эту тему. — О, я очень жаль, — произнес тот, хотя по его голосу нельзя было сказать, что он о чем-либо сожалеет. — Но они были из наших или нет? — Они были волшебники, если ты об этом. — Если честно, я не понимаю, почему в школу принимают не только таких, как мы, но и детей не из наших семей. Они ведь другие. Они по-другому росли и ничего о нас не знают. Представь, некоторые даже никогда не слышали о Хогвартсе до того дня, как получили письмо. — Я думаю, что в Хогвартсе должны учиться только дети волшебников. — Кстати, а как твоя фамилия? — Но прежде чем Гарри успел ответить, в разговор вмешалась мадам Малкин. — Все готово, — произнесла она. Нельзя сказать, чтобы Гарри был огорчен, что у него появился повод закончить разговор, и он поспешно спрыгнул со скамеечки. — Что ж, встретимся в школе, — бросил ему вслед мальчик. Гарри молча ел купленное Хагридом мороженое, ванильно-шоколадное с колотыми орешками. Мороженое было настолько вкусным, что есть и одновременно разговаривать было бы слишком. Но Хагрид заметил, что Гарри какой-то притихший и грустный. — Что-то случилось? — спросил он. — Все в порядке, — соврал Гарри. Они зашли в магазинчик, чтобы купить пергамент и перья. Гарри немного развеселился, купив флакончик чернил, которые меняли цвет в процессе письма. — Хагрид, а что такое квиддич? — спросил он, когда они вышли из магазина. — Черт меня подери, Гарри! — Разве можно не знать, что такое квиддич? — Извини, все время забываю, что ты почти ничего не знаешь. — Перестань. Мне и так плохо, — мрачно сказал Гарри и рассказал Хагриду о том, что произошло в магазине одежды. И еще он сказал, что детей из семей маглов не следует принимать в школу и… — Ну ты же не из маглов, — горячо возразил Хагрид. — Знай этот мальчишка, кто ты есть. Он твое имя с детства знает, если он из наших. Ты же видел, как тебя встречали в дырявом котле. — И вообще, ничего он в этом не понимает, да? Ты мне поверь, среди лучших магов такие есть, которые от маглов родились и с ними жили. Да вот хоть маму твою возьми и сестру ее… — Ты мне так и не ответил. Что такое квиддич? — Это наш спорт. Спорт волшебников. Что-то вроде футбола у маглов. Все играют в квиддич. И болельщиков куча. В него в воздухе играют на метлах. И там четыре мяча. Ну… Сложно это, в общем, тебе все объяснять. Правила и все такое. — А что такое Слизерин и Пуффиндуй? — Школьные факультеты. Их четыре всего. Про Пуффиндуй говорят, что там самые тупицы учатся, но… — Готов спорить, что я попаду в Пуффиндуй? — мрачно заметил Гарри. — Лучше в Пуффиндуй, чем в Слизерин. — Еще более мрачно ответил Хагрид. — Все те, кто потом плохими стали, они все из Слизерины были. Ты знаешь, кто тоже оттуда. — Волан, извини, ты знаешь, кто учился в Хогвартсе? — Много-много лет назад, — ответил Хагрид. После этого они зашли за учебниками в магазин под названием «Флориш и Блотс», где было столько книг, сколько Гарри ни разу в жизни не видел. Они стояли на полках, занимая все пространство магазина от пола до потолка. Там были гигантские фолианты в кожаных переплетах, каждый весом с огромный булыжник. Там были книги размером с почтовую марку и книги в шелковых обложках. Там были книги, испещренные непонятными символами и книги, в которых были только пустые страницы. Эти книги не оставили бы равнодушным даже Дадли, который никогда и ничего не читал. Хагриду пришлось буквально силой оттаскивать Гарри от учебника профессора Виндиктуса Веридиана «Как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас?» «Чаруйте ваших друзей и одурманьте ваших врагов. Самые современные способы взять реванш», — гласил подзаголовок книги. «Выпадение волос, ватные ноги, немота и многое-многое другое». «Я пытался узнать, как наслать проклятие на Дадли», — объяснил Гарри. «Не скажу, что идея плоха, но ты пойми, нельзя пользоваться магией в мире маглов. Хотя, если по правде, иногда можно, ну, от ситуации зависит». Хагрид покивал, показывая, что с пониманием относится к тому, что сказал Гарри. «Ведь это именно из-за Хагрида у Дадли вырос поросячий хвостик». «Но ты ж все равно так не сможешь пока. Этому не сразу учат. Тебе сначала многое другое надо будет узнать». Хагрид не позволил Гарри купить котел из чистого золота. «В списке сказано, что тебе оловянный нужен, значит, оловянный и купим». Тут великан был неумолим. Зато они купили очень красивые и точные весы, а еще приобрели складной медный телескоп. Затем они посетили аптеку, в которой все было так волшебно, что Гарри даже не обратил внимания на ужасный запах. Там пахло тухлыми яйцами и гнилыми кабачками. На полу стояли бочки с какой-то слизью, вдоль стен выстроились стеклянные банки с засушенными растениями, толченными корнями и разноцветными порошками, а с потолка свисали связки перьев, клыков и загнутых когтей. Пока Хагрид разговаривал с аптекарем, им нужно было купить всякие ингредиенты для приготовления волшебных снадобий. Гарри изучал серебряные рога единорога стоимостью в 21 галлеон каждый и крошечные глаза жуков, блестящие черные, пять кнатов за ковшик. Выйдя из аптеки, Хагрид попросил Гарри показать ему письмо и еще раз внимательно его изучил. — Не, еще не все, еще одна вещь осталась, — сказал он. — Я тебе до сих пор подарок не купил, а у тебя аж день рождения сегодня. Гарри почувствовал, что краснеет. — Но вы совсем не обязаны? — Да знаю я, что не обязан, — отмахнулся от него Хагрид. — Вот чего. Куплю-ка я тебе животное. Может, жабу? — Хотя нет, жабы сто лет как из моды вышли, тебя в школе насмех подымут. — И кошек я не люблю, мне от них чихать охота. — Во! Купим тебе сову. О совах все дети мечтают. Да и к тому же полезные они, почту твою носят и все такое. Двадцать минут спустя они вышли из магазина под названием «Торговый центр совы» и Гарри зажмурился от яркого солнца, потому что в магазине царила полная шорохов, шелеста и шуршания перьев тьма, освещаемая лишь мерцанием ярких, как драгоценные камни глаз. В руке Гарри держал огромную клетку, в которой сидела красивая полярная сова. Сова спала, сосунув голову под крыло. Гарри распирало чувство признательности, и он никак не мог остановиться, в сотый раз говоря Хагриду большое спасибо и начиная заикаться, как профессор Квирл. — Ну, хватит тебе! — ворчливо заметил Хагрид, пытаясь скрыть смущение. Он явно был очень польщен. — Я ж так понял, что дур слетит тебя, ну, не особо подарками баловали. А ты не с ними теперь, а с нами. Тут им по-другому все будет. — Ладно, нам только волшебная палочка осталась. — В Оливандер пойдем. Лучшее место для этого. Там тебе такую палочку подберут, закачаешься, да? Гарри затаил дыхание. Получить волшебную палочку ему хотелось больше, чем все остальное, что было в списке. Магазин находился в маленьком, обшарпанном здании. С некогда золотых букв семейства Оливандер, производителей волшебных палочек с 382 года до нашей эры, давно уже облетела позолота. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна-единственная палочка. Когда они вошли внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, если не считать одного длинного тонконогого стула, на который уселся Хагрид в ожидании хозяина. Гарри чувствовал себя очень странно, словно он попал в библиотеку, в которой были очень строгие правила. У него возникла куча новых вопросов, которые он собирался задать Хагриду, но здесь не решался. Вместо этого он рассматривал тысячи узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка. Гарри почувствовал, как по коже побежали мурашки. Здешняя пыль и тишина были полны волшебных секретов и, казалось, издавали почти неслышный звон. — Добрый день! — послышался тихий голос. Гарри подскочил от неожиданности. Хагрид, по-видимому, тоже подскочил, потому что раздался громкий треск и великан быстро отошел от покосившегося стула. Перед ними стоял пожилой человек. От его больших, почти бесцветных глаз исходило странное, прямо-таки лунное свечение, прорезавшее магазинный мрак. — Здравствуйте! — выдавил из себя Гарри. — О, да! — старичок покивал головой. — Да, да. Я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер. Это был не вопрос, а утверждение. — У вас глаза, как у вашей матери. — Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. — Десять дюймов с четвертью, элегантная, липкая, сделанная из ивы, прекрасная палочка для волшебниц. Мистер Оливандр приблизился к Гарри почти вплотную. Гарри ужасно захотелось отвернуться или просто моргнуть. От взгляда этих серебристых глаз ему стало не по себе. — А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева. Одиннадцать дюймов тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. Мистер Оливандр стоял так близко к Гарри, что их носы почти соприкасались. Гарри даже видел свое отражение в затуманенных глазах старика. — А-а-а, вот куда… Мистер Оливандр вытянул длинный белый палец и коснулся шрама на лбу Гарри. — Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала, — мягко произнес он. — Тринадцать с половиной дюймов тиз. Это была мощная палочка, очень мощная и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы… Он потряс головой и вдруг, к облегчению Гарри, который больше не мог выдерживать этот взгляд, заметил Хагрида. — Рубиус… Рубиус Хагрид, рад видеть вас снова. Дуб шестнадцать дюймов, очень подвижный, не так ли? — Так и было, да, сэр, — ответил Хагрид. — Хорошая была палочка, но, как я понимаю, ее переломили надвое, когда вас отчислили, — мистер Оливандер внезапно посуровел. — Э… Да, так и было, сэр, — согласился Хагрид, изучая свои ноги и зачем-то вытирая их об пол. И вдруг просиял, — но зато у меня остались обломки. — Надеюсь, вы их не используете, — строго спросил мистер Оливандер. — О, конечно, нет, сэр, — быстро ответил Хагрид. Гарри заметил, что Хагрид очень крепко сжал свой розовый зонтик. — М-м-м, — задумчиво протянул мистер Оливандер, не сводя с Хагрида испытующего взгляда. — Ладно. А теперь вы, мистер Поттер, дайте мне подумать, — он вытащил из кармана длинную линейку с серебряными делениями. — Какой рукой вы держите палочку? — Я, — замялся Гарри, наконец, похватившись, — я правша. — Вытяните руку. Вот так. Старичок начал измерять правую руку Гарри. Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, от колена до подмышки и еще зачем-то измерил окружность головы. — Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция, мистер Поттер, — пояснял старичок, проводя свои измерения. — Это может быть шерсть единорога, перо из хвоста феникса или высушенное сердце дракона. Каждая палочка фирмы Оливандр индивидуальна. Двух похожих не бывает, как не бывает. Двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов. И, конечно, вы никогда не достигнете хороших результатов, если будете пользоваться чужой палочкой. Гарри внезапно осознал, что линейка сама его измеряет, а мистер Левандр давно отошел к полкам и снимает с них одну коробочку за другой. — Достаточно, — сказал он, и линейка упала на пол. — Что ж, мистер Поттер, для начала попробуем эту. Бук из сердца дракона, девять дюймов. Очень красивая и удобная. Возьмите ее и взмахните. Гарри взял палочку в правую руку и, чувствуя себя полным дураком, немного помахал ей перед своим носом, но мистер Оливандр практически тут же вырвал ее из его руки. — Это не подходит. Возьмем следующую. Клен и перо Феникса. Семь дюймов. Очень хлесткое. Попробуйте. Гарри попробовал, хотя едва он успел поднять палочку, как она оказалась в руках мистера Оливандра. — Нет, нет. Берите эту. Эбонит и шерсть единорога. — Восемь с половиной дюймов. Очень пружинистая. Давайте, давайте, попробуйте ее. Гарри пробовал, и снова пробовал, и еще раз пробовал. Он никак не мог понять, чего ждет мистер Оливандр. Гора опробованных палочек, складываемых мистером Оливандром на стул, становилась все выше и выше, но мистер Оливандр это почему-то вовсе не утомляло, а наоборот. Оливандр ужасно радовало. Чем больше коробочек он снимал с полок, тем счастливее выглядел. — А вы необычный клиент, мистер Поттер, не так ли? Не волнуйтесь. Где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно. А, кстати, действительно, почему бы и нет? Конечно, сочетание очень необычное. Астралист и перо Феникса. Одиннадцать дюймов, очень гибкая и прекрасная палочка. Гарри взял палочку, которую протягивал ему мистер Оливандр. И внезапно пальцы его потеплели. Он поднял палочку над головой, со свистом опустил ее вниз, разрезая пыльный воздух. И из палочки вырвались красные и золотые искры, яркие, как фейерверк. Их отцветы заплясали на стенах. — О, браво! Да, это действительно то, что надо. Это просто прекрасно. Так, 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 очень любопытно. Чрезвычайно любопытно. Мистер Оливандр уложил палочку обратно в коробку и начал упаковывать ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать. — Любопытно, очень любопытно. — Извините, — спросил Гарри, — что именно кажется вам любопытным? Мистер Оливандр уставился на Гарри своими выцветшими глазами. — Видите ли, мистер Поттер, я помню каждую палочку, которую продал. Все да единый. Внутри вашей палочки перо Феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно Феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того Феникса. — Что ж, зачем от вас скрывать? Ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. — Гарри судорожно вздохнул. — Да, тринадцать с половиной дюймов тис. Странная вещь судьба. Я ведь вам говорил, что палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел. Да, ужасных, но все же великих. Гарри поежился. Он не был уверен, что ему нравится мистер Левандер. Он заплатил за палочку семь золотых галеонов, и мистер Левандер с поклоном проводил их с Хагридом до двери. Была уже вторая половина дня, и солнце опускалось все ниже, когда они с Хагридом прошли обратно сквозь косой переулок, потом сквозь стену и вошли в дырявый котел, в котором уже не было ни единого посетителя. Выйдя оттуда, они оказались в другом мире, но Гарри шел молча и словно не замечал этого. Он даже не обратил внимания на то, как смотрели на них люди, когда они с Хагридом ехали в метро, нагружены разнообразными свертками причудливой формы и вдобавок ко всему со спящей совой. Они поднялись по эскалатору и оказались на Пэддингтонском вокзале, а Гарри, мысленно все еще пребывающий в косом переулке, осознал, где они находятся лишь когда Хагрид потрепал его по плечу. — Надо б немного перекусить, как раз до твоего поезда успеем, — произнес Хагрид. Он купил себе и Гарри по гамбургеру, и они уселись на пластиковые стулья. Гарри, очнувшись от своих мыслей, озирался по сторонам. Мир, к которому он привык, в котором прожил одиннадцать лет, теперь казался ему каким-то странным. — С тобой все нормально, Гарри? — спросил Хагрид. — Что ты очень тихий. Гарри не был уверен, что сможет объяснить свое состояние и жевал гамбургер, пытаясь подобрать нужные слова. — Да, сегодня у него был лучший день рождения за всю его жизнь, но все же, все же… — Все думают, что я особенный, — наконец произнес он. — Все эти люди в дырявом котле. И профессор Квирл, и мистер Оливандер. Но я же ничего не знаю о магии. Как они могут ожидать от меня чего-то великого? — Да, я знаменит. Но я даже не могу вспомнить, как произошло то, из-за чего я стал знаменитостью. Я ведь совсем не знаю, что случилось, когда Волан… Извини, я хотел сказать, ты знаешь, кто… В общем, я не знаю, что случилось в ту ночь, когда умерли мои родители. Хагрид перегнулся через стол. Трудно было поверить в то, что этот ужасающего вида великан с заросшим бородой и лицом и кустистыми бровями может так тепло улыбаться. — Да ты не волнуйся, Гарри, — посоветовал он, — ты всему быстро научишься. В Хогвартсе все начинают с самого начала, так что ты будешь в полном порядке. Просто будь собой и все дела. Я понимаю, тебя выделили из всех остальных, ты знаменитость. Таким, как ты, всегда непросто. Но поверь мне, тебе будет очень здорово в Хогвартсе, как мне было здорово, да и до сих пор здорово, если по правде. Когда подошел поезд, на котором Гарри должен был возвращаться к Дурслям, Хагрид втащил в купе все его вещи и на прощание протянул конверт. — Это твой билет на поезд до Хогвартса, — пояснил он. — Первое сентября. Вокзал Кингс-Кросс. Там все написано в билете этом. Если с Дурслями какие проблемы, ты мне, ну, письмо пошли с совой. Она знает, где меня найти. Ну, скоро свидимся, Гарри. Поезд тронулся. Гарри пытался получше рассмотреть Хагрида, пока тот не исчез из виду. Он встал с сиденья и прижался носом к окну, но стоило ему моргнуть — и Хагрид растворился в воздухе. Глава шестая Путешествие с платформой номер девять и три четверти. Тот август, что Гарри прожил у Дурсли перед тем, как уехать в Хогвартс, нельзя было назвать особенно веселым. Нет, конечно же, после знакомства Дурсли с Хагридом их поведение изменилось. Дадли теперь так боялся Гарри, что опасался находиться с ним в одной комнате. А тетя Петунья и дядя Вернон больше не осмеливались запирать Гарри в чулане, принуждать его к чему-нибудь или кричать на него. Если честно, они вообще с ним не разговаривали. Они были ужасно напуганы и одновременно злы на Гарри и вели себя так, словно его не замечали. Конечно, это было значительно лучше, чем раньше, но Гарри радовался таким переменам только поначалу, а потом стал тосковать. Гарри почти не выходил из своей комнаты, тем более, что теперь ему было с кем поговорить. У него была сова. Гарри решил назвать ее Букля. Это имя он нашел в истории магии. Этот учебник, как и все другие, оказался жутко интересным. Целыми днями Гарри лежал на кровати и читал до поздней ночи, а Букля развлекалась время от времени, вылетая на охоту. К счастью, тетя Петунья перестала заходить к нему в комнату, ей бы не понравилось, что Букля приносит с охоты дохлых мышей. Каждую ночь перед тем, как лечь спать, Гарри рисовал еще одну палочку на специальном листке, который он приклеил к стене. Так было легче считать, сколько дней осталось до первого сентября. В последний день августа Гарри подумал, что ему следует поговорить с тетей и дядей по поводу того, что завтра ему надо быть в Лондоне на вокзале, и он спустился в гостиную, где Дурсли смотрели телевикторину. Гарри прокашлялся, чтобы они обратили на него внимание. Заметивший его Дадли тут же с криком выбежал из комнаты. — Э-э-э, дядя Вернон, — робко произнес Гарри. Дядя Вернон промычал что-то, показывая, что он слушает. — Э-э-э, завтра мне надо быть на вокзале Кингс-Кросс, чтобы... чтобы ехать в Хогвартс. Дядя Вернон снова промычал, по-видимому, это означало, что Гарри может говорить дальше. — Вы не могли бы меня отвезти? В ответ раздалось мычание. Гарри предположил, что это знак согласия. — Спасибо, — поблагодарил Гарри и уже выходил из гостиной, когда дядя Вернон подал голос. — Путешествие на поезде — странный способ добираться до школы волшебников. — А что, все волшебные ковры самолета съедены молью? Гарри предпочел промолчать. — А где, кстати, находится эта школа? — Не знаю, — честно ответил Гарри, впервые задумавшись над тем, что и вправду не знает адреса Хогвартса. Он вытащил из кармана билет, который купил ему Хагрид. — Мне просто надо сесть на поезд, который отходит в одиннадцать часов утра от платформы номер девять и три четверти, — произнес он, оторвав глаза от билета. Тетя и дядя посмотрели на него, как на ненормального. — Какой платформы? — Девять и три четверти. — Не говори ерунды, — резко оборвал его дядя Вернон. — Платформы с таким номером нет и быть не может. — Но так написано на моем билете, — возразил Гарри. — Психи, — покачал головой дядя Вернон. — Самые настоящие психи, все они. — Подожди, сам это увидишь. — А насчет вокзала, — ладно. Мы тебя отвезем. Тебе просто повезло, что нам все равно надо в Лондон, иначе бы тебе пришлось добираться туда самому. — А зачем вам в Лондон? — поинтересовался Гарри, хотя ему было все равно, зачем дурсли едут в город. Он просто хотел, чтобы разговор закончился мирно. — Отвезем Дадли в больницу, — прорычал дядя Вернон. Ему придется удалить этот проклятый хвост, прежде чем он отправится в школу. На следующее утро Гарри проснулся в пять часов и уже не смог заснуть. Он был слишком взволнован. Он встал и влез в джинсы. Наверное, не стоило ехать на вокзал в мантии волшебника. Проще было переодеться в поезде. Он тщательно изучил присланный ему список необходимых книг и вещей, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Запер буклю в клетку и начал ходить взад-вперед по комнате, дожидаясь пока проснуться дурсли. Два часа спустя дядя Вернон запихнул огромный чемодан Гарри в багажник своей машины. Тетя Петунья с трудом уговорила Дадли сесть на заднее сиденье рядом с Гарри. И они поехали. На вокзале Кингс Кросс они были ровно в десять тридцать. Дядя Вернон перетащил чемодан Гарри на тележку и сам отвез ее на перрон. Гарри шел следом, думая о том, что дядя Вернон необычно добр к нему. Но все стало ясно, когда дядя Вернон наконец остановился и огляделся по сторонам, издевательски усмехаясь. «Ну что ж, мальчик, вот ты на месте, вот платформа девять, а вот платформа десять. Твоя платформа, по идее, должна быть где-то посередине, но, судя по всему, ее еще не успели построить». Разумеется, он был абсолютно прав. Над одной платформой висела большая пластиковая табличка с цифрой девять, а над другой такая же табличка с цифрой десять. Посередине ничего не было. «Ну что ж, счастливой учебы!» Улыбка на лице дяди Вернона стала еще злораднее. Дядя повернулся и ушел, не говоря ни слова. Гарри обернулся и увидел, как машина Дурсли отъезжает от вокзала, а дядя Вернон, тетя Петунья и Дадли смотрят на него и смеются. У Гарри пересохло во рту. Он совершенно не представлял, что делать. Его волнение усиливалось с каждой минутой, потому что стоявшие на платформе люди начали бросать на него странные взгляды. Наверное, все дело было в букле. Все, что Гарри мог придумать, это спросить у кого-то, где находится нужная ему платформа. Но у кого? Гарри помахал рукой проходившему мимо полицейскому дежурившему на вокзале, но когда тот остановился, так и не решился упомянуть платформу номер девять и три четверти, опасаясь, что полицейский примет его за сумасшедшего. Выяснилось, что полицейский никогда не слышал о школе Хогвартс, а Гарри даже не мог объяснить ему, в какой части страны находится школа, потому что сам этого не знал. В конце концов, полицейский начал раздражаться. Наверное, ему показалось, что Гарри просто дурачится. Уже отчаявшись, Гарри спросил, какой поезд уходит в одиннадцать часов, и услышал в ответ, что такого поезда не существует. Полицейский ушел, бормоча что-то про бездельников, отнимающих у людей время, а Гарри прикладывал все силы к тому, чтобы не запаниковать. Если верить большим вокзальным часам, у него оставалось десять минут на то, чтобы сесть на поезд и отправиться в Хогвартс, а он не представлял, как ему это сделать. Он стоял посреди платформы, с огромным чемоданом, который с трудом мог оторвать от земли, с карманами, полными волшебных денег и с клеткой, где сидела большая сова. Наверное, Хагрид забыл сказать ему, что надо будет сделать, когда он окажется на вокзале, что-нибудь вроде того, что Хагрид проделал, чтобы попасть в косой переулок, постучав по третьему кирпичу слева. Гарри уже подумывал о том, чтобы вытащить из чемодана волшебную палочку и начать постукивать ею по билетной кассе между платформами девять и десять. В этот момент мимо него прошла группа людей, и до Гарри донеслись обрывки разговора. «Я так и думала, что тут будет целая толпа маглов!» Гарри резко повернулся. Эти слова произнесла пухлая женщина, разговаривавшая с четырьмя огненно-рыжими мальчиками. Каждый вез на тележке чемодан тех же размеров, что и у Гарри, и у них была сова. Гарри почувствовал, как сильно забилось его сердце и изо всех сил толкнул вперед свою тележку, стараясь не упустить их из виду. К счастью, они вскоре остановились, и он тоже остановился, оказавшись достаточно близко для того, чтобы услышать, о чем они говорят. «Так, какой у вас номер платформы?» – поинтересовалась женщина. «Девять и три четверти», – пропищала маленькая живолосая девочка, дергая мать за руку. «Мам, а можно я тоже поеду? Ты еще слишком мала, Джинни, так что успокойся. Ну что, Перси, ты иди первым». Один из мальчиков, на вид самый старший, пошел в сторону платформ девять и десять. Гарри внимательно следил за ним, стараясь не моргать, чтобы ничего не пропустить. Но тут рыжеволосого мальчика загородили от него туристы, а когда они, наконец, прошли, Перси уже исчез. «Фред, ты следующий», – скомандовала пухлая женщина. «Я не Фред, а Джордж», – ответил мальчик, к которому она обращалась. «Скажи мне честно, женщина, как ты можешь называть себя нашей матерью? Разве ты не видишь, что я Джордж?» «Джордж, дорогой, прости меня», – виновата произнесла женщина. «Я пошутил. На самом деле я Фред», – сказал мальчик и двинулся вперед. Его брат-близнец крикнул ему вслед, чтобы он поторапливался, и через мгновение Фред исчез из виду. А Гарри никак не мог понять, как ему это удалось. Теперь пришла очередь третьего брата. Он тоже пошел вперед и исчез так же внезапно, как и первые двое. Ситуация снова оказалась безвыходной. Гарри собрался с силами и подошел к пухлой женщине. «Извините меня», – робко произнес он. «Привет, дорогуша», – женщина улыбнулась ему. «Первый раз едешь в Хогвартс?» «Рон, мой младший, тоже новичок», – она показала на последнего из четырех мальчиков. Он был длинный, тощий и нескладный, с большими руками и ступнями, а лицо его было усыпано веснушками. «Да», – подтвердил Гарри. «Но дело в том... Дело в том, что я не знаю, как... Как попасть на платформу?» Понимающе закончила за него пухлая женщина, и Гарри кивнул. «Не беспокойся». Женщина весело подмигнула ему. «Все, что тебе надо сделать, это пойти прямо через разделительный барьер между платформами 9 и 10. Самое главное, тебе нельзя останавливаться и нельзя бояться, что ты врежешься в барьер. Если ты нервничаешь, лучше идти быстрым шагом или бежать. Знаешь, тебе лучше пойти прямо сейчас, перед роном». «Э... Ладно», – согласился Гарри, хотя на душе у него скребли кошки. Он толкнул вперед свою тележку и посмотрел на барьер. Барьер показался ему очень и очень прочным. Гарри двинулся по направлению к барьеру. Двигаться быстро было нелегко, его постоянно толкали снующие мимо люди. К тому же, тележка была очень тяжелой. Но страх не попасть в Хогвартс оказался сильнее, и Гарри ускорил шаг. Он был уверен, что сейчас врежется прямо в билетную кассу, и на этом все закончится. Но, вспомнив слова пухлой женщины, налег на поручень тележки и тяжело побежал. Барьер все приближался, и Гарри понимал, что остановиться уже не сможет, потому что ему не удастся удержать разогнавшуюся тележку. Оставалось каких-то два шага. Гарри прикрыл глаза, готовясь к удару. Удара не произошло. И он, не замедляя бега, открыл глаза. Гарри находился на забитой людьми платформе, у которой стоял паровоз алого цвета. Надпись на табло гласила «Хогвартс Экспресс 1100». Гарри оглянулся назад и увидел, что билетная касса исчезла, а на ее месте находится арка с коваными железными воротами и табличкой «Платформа номер девять и три четверти». Значит, он смог. Значит, у него все получилось. Над головами собравшихся на платформе людей плыли извергаемые паровозом клубы дыма, а под ногами шмыгали разноцветные кошки. До Гарри доносились голоса, скрип тяжелых чемоданов и недовольное уханье переговаривавшихся друг с другом сов. Первые несколько вагонов уже были битком набиты школьниками. Они высовывались из окон, чтобы поговорить напоследок с родителями или сражались за свободные места. Гарри двинулся дальше, заглядывая в окна вагонов в поисках местечка. «Бабушка, я снова потерял жабу», – растерянно говорил круглолицый мальчик, мимо которого проходил Гарри. «Ох, Невилл!» – тяжело вздохнула пожилая женщина. Через несколько метров дорогу Гарри преградила толпа, сгрудившаяся вокруг кудрявого мальчика. «Ну покажи, Ли!» – громко просили несколько голосов. «Ну давай, чего ты?» Кудрявый приподнял крышку коробки, которую держал в руках, и все стоявшие вокруг него отпрянулись криками ужаса. Гарри успел заметить, что из коробки высунулась длинная волосатая лапа. Гарри продолжал протискиваться сквозь толпу и, наконец, нашел пустой купе в вагоне, находившееся почти в самом хвосте состава. Сначала он занес в вагон клетку с буклей, а потом попытался загрузить туда свой чемодан, однако ему никак не удавалось поднять его на нужную высоту, и дважды чемодан падал и больно бил его по ноге. «Помощь нужна?» – обратился к нему рыжеволосый мальчик. Это был один из тех близнецов, чья мать подсказала Гарри, что нужно делать. «О, спасибо!» – Гарри тяжело перевел дыхание. «Эй, Фред, иди сюда и помоги мне!» Близнецы затащили чемодан в купе и поставили его в угол. «Спасибо!» – улыбаясь, произнес Гарри, отбрасывая назад мокрые от пота волосы. «Что это у тебя?» – внезапно спросил один из близнецов, заинтересовавшись шрамом на лбу Гарри. «Будь я проклят!» – выдохнул второй. «А ты случайно не…» «Это он!» – уверенно заявил первый. «Это ведь ты…» «Кто я?» – не понял Гарри. «Гарри Поттер, это ты?» – хором спросили близнецы. «А, вот вы про что!» – уклончиво произнес Гарри, немного стесняясь. «Ну, в смысле… Да, это я!» Близнецы смотрели на него, выпучив глаза и раскрыв рты. Гарри покраснел, но тут к его облегчению откуда-то донесся женский голос. «Фред, Джордж, вы здесь?» «Мы идем, мам!» И с трудом оторвав взгляд от Гарри, близнецы вылезли из вагона. Гарри сел к окну и, надеясь, что его не видно с улицы, наблюдал за рыжеволосым семейством. Пухлая женщина внезапно вытащила из кармана носовой платок. «Рон, у тебя что-то на носу!» Самый младший из мальчиков попытался увернуться, но она схватила его и начала тереть платком кончик его носа. «Мам, отстань!» – запротестовал мальчик, но высвободиться ему удалось только, когда мать сама его отпустила. «Ой-ёй-ёй, у маленького Рони грязненький носик!» – насмешливо пропел один из близнецов. «Заткнись!» – бросил в ответ Рон. «А где Перси?» – спросила мать. «Вон он идет!» Старший мальчик, о котором шла речь, подошел к остальным. Он уже переоделся, и на нем была черная школьная форма, а на его груди Гарри заметил блестящий серебряный значок с буквой «С». «Я всего на секунду, мам!» – произнес он. «Я там, в самом начале поезда. Там выделили вагон для старост». «Так ты теперь староста, Перси?» – жутко удивился один из близнецов. «А что ж ты не сказал? Мы ведь и не знали!» «Перестань! Он, кажется, что-то нам говорил!» – встрял в разговор второй близнец. «Как-то раз!» «Или два!» – подхватил первый. «Или три!» – продолжил второй. «Или все лето!» «Да заткнитесь вы!» – Перси махнул рукой. «А почему это, собственно, у Перси новая форма, а у нас старая?» – спохватился один из близнецов. «Потому что он теперь староста!» – по голосу матери чувствовалось, что она гордится сыном. «Ну, иди, дорогой! Желаю тебе хорошей учебы, и пришли мне сову, когда доберетесь до места!» Она поцеловала Перси в щеку, и он ушел. А женщина повернулась к близнецам. «Так, теперь вы двое. В этом году вы должны вести себя хорошо. Если я еще раз получу сову с известием о том, что вы что-то натворили, взорвали туалет или…» «Взорвали туалет?» – изумился один. – «Мы никогда не взорвали туалетов!» – «А может, попробуем?» – хмыкнул второй. – «Отличная идея! Спасибо, мам!» – «Это не смешно!» – отрезала мать. – «И приглядывайте за Роном!» – «Не бойся! Мы не дадим крошечку Роне в обиду!» – «Заткнитесь вы!» – снова пробурчал Рон. Хотя он и был младше близнецов, но рост-то все трое были примерно одинакового. Кончик носа у Рона заметно покраснел. Видимо, мать, вытирая его платком, немного перестаралась. – «Да, мам! Ты себе и представить не можешь!» – начал один из близнецов. – «Угадай! Кого мы только что встретили в поезде?» Гарри быстро откинулся назад, чтобы его не заметили. – «Помнишь черноволосого мальчишку, который стоял рядом с нами на вокзале?» – спросил женщину второй. – «Знаешь, кто он?» – «Что же?» – «Гарри Поттер!» До Гарри долетел тонкий голос девочки. – «Ой, мам! Можно я залезу в вагон и посмотрю на него? Ма, ну пожалуйста!» – «Ты же его уже видела, Джинни! И вообще не надо пялиться на бедного мальчика, как на животное в зоопарке!» – «Так это действительно он, Фред? Откуда ты это знаешь?» – «Я его спросил», – пояснил Фред. – «Увидел его шрам и спросил. А шрам на самом деле такой, как говорят, похож на молнию!» – «О, бедняжка!» – «Неудивительно, что он был один!» – воскликнула женщина. – «Я все еще думала, почему его никто не провожает. Он такой вежливый, такой воспитанный!» – «Да ладно! Не в этом дело!» – перебил ее один из близнецов. – «Как ты думаешь? Он помнит, как выглядит ты знаешь кто?» – мать внезапно посуровела. – «Я запрещаю тебе спрашивать его об этом, Фред! Даже и не думай! Неужели ему нужно напоминать об этом именно сегодня?» – «Да ладно, ладно, не буду!» – прозвучал громкий свисток. – «Давайте поживее!» – произнесла женщина, и трое рыжеволосых мальчишек влезли в вагон и, оставшись в тамбуре, посылали сестре и матери воздушные поцелуи. Девочка неожиданно расплакалась. – «Перестань, Джинни! Мы завалим тебя совами!» – утешил ее один из близнецов. – «Мы пришлем тебе унитаз из школьного туалета!» – пообещал второй. – «Джордж!» – возмущенно воскликнула женщина. – «Да я шучу, мам!» Поезд двинулся с места. Гарри увидел, как женщина машет сыновьям рукой, а маленькая девочка, то ли смеясь, то ли плача, бежит за вагоном. Но вскоре она отстала, потому что поезд набирал скорость. Поезд чуть вильнул вправо, и платформа пропала из вида. За окном замелькали дома. Гарри ощутил прилив возбуждения. Он еще не знал, что ждет его там, куда он едет. Но он был уверен, это будет лучше, чем то, что он оставлял позади. Дверь в купе приоткрылась, и внутрь заглянул один из рыжих мальчиков. – «Здесь свободно?» – спросил он Гарри, указывая на сиденье напротив. – «В других вообще сесть некуда!» Гарри кивнул, и рыжий быстро уселся. Он украткой покосился на Гарри, но тут же перевел взгляд, делая вид, что его очень интересует пейзаж за окном. Гарри заметил на носу мальчик черное пятно, которое матери так и не удалось стереть. – Эй, Рон! – окликнули его заглянувшие в купе близнецы. – Мы пойдем! Там ли Джордан едет в двух вагонах от нас? Он с собой гигантского тарантула везет! – Ну идите! – промямлил Рон. – Гарри, мы так тебе и не представились! – близнецы улыбались. – Фред и Джордж Уизли! – А это наш брат Рон. Еще увидимся! – До встречи! – почти одновременно произнесли Рон и Гарри. И близнецы ушли. – Ты действительно Гарри Поттер? – выпалил вдруг Рон, и сразу стало понятно, что его распирало от желания задать этот вопрос. Он ради этого и подсел в купе Гарри, хотя в вагоне была куча свободных мест. Гарри кивнул. – О, а я уж подумал, что это очередная шутка Фреда и Джорджа! – выдохнул Рон. – А у тебя действительно есть… Ну, ты знаешь… Он вытянул палец, указывая на лоб Гарри. Гарри провел рукой по волосам, открывая лоб. Рон, увидев шрам, не сводил с него глаз. – Значит, это сюда ты знаешь кто? – Да, – подтвердил Гарри. – Но я этого не помню. – Совсем ничего не помнишь? – судя по голосу, Рон надеялся на обратное. Ну, вообще ничего. Я помню лишь много зелёного света и всё. – Ух ты! – качнул головой Рон. Он сидел и смотрел на Гарри, не отводя глаз, как зачарованный. Но потом спохватился и уставился в окно. – У тебя в семье все волшебники? – спросил Гарри. Рон был ему интересен в той же степени, насколько он был интересен Рону. – Э… – Да, думаю, да. – после некоторого раздумия выдал Рон. Кажется, у мамы есть двоюродный брат. Он из Маглов, бухгалтер. Но мы о нём никогда не говорим. Вполне очевидно, что Уизли были из тех настоящих семей волшебников, о которых говорил бледный мальчик в магазине, где Гарри купил школьную форму. – Я слышал, что ты жил у Маглов. В глазах Рона светилось жуткое любопытство. Какие они вообще? – Ужасные. Хотя, наверное, не все, но мои тётя, дядя и двоюродный брат – они ужасные. Я бы хотел, чтобы у меня было трое братьев-волшебников, как у тебя. – У меня их пятеро. – голос Рона почему-то был совсем невесёлым. – Я шестой. – И мне теперь придётся сделать всё, чтобы оказаться лучше, чем они. Билл был лучшим учеником школы, Чарли играл в квиддич, носил капитанскую повязку, а Персид вот стал старостой. Фред и Джордж, конечно, занимаются всякой ерундой, но у них хорошие отметки и их все любят. А теперь все ждут от меня, что я буду учиться не хуже братьев. Но даже если так и будет, Эд ничего не даст. Ведь я самый младший. Значит, мне надо стать лучше, чем они, а я не думаю, что у меня это получится. К тому же, когда у тебя пять братьев, тебе никогда не достаётся ничего нового. Вот я и еду в школу совсем старым. Форма мне досталась от Билла, волшебная палочка от Чарли, а крыса от Перси. Рон запустил руку во внутренний карман куртки и вытащил оттуда жирную серую крысу, которая безмятежно спала. Её зовут Короста, и она абсолютно бесполезная. Спит целыми днями. Отец подарил Перси сову, когда узнал, что тут будет старостой. И я тоже хотел. Но у них нет где... Я хотел сказать, что вместо этого получил крысу. У Рона покраснели уши. Казалось, он решил, что сказал много лишнего, поэтому замолчал и стал смотреть в окно. Гарри подумал, что не стоит стесняться того, что у твоих родителей нет денег, чтобы купить сову. В конце концов, у него никогда в жизни не было денег до начала прошлого месяца. И он рассказал об этом Рону. И о том, как донашивал за Дадли старую одежду и никогда не получал нормальных подарков на дни рождения. Рон немного приободрился. — А пока Хагрид мне не рассказал, я даже не знал о том, что я волшебник, — продолжал Гарри. — И ничего не знал о своих родителях и о Волан-де-Морте. Рон отпрянул от него, вцепившись в сиденье. — Ты что? — удивился Гарри. — Ты назвал по имени ты знаешь кого? — в голосе Рона звучали испук и уважение. — Я-то думал, что кто-кто, но ты... — Я вовсе не пытался казаться храбрецом, — пояснил Гарри. — Просто я не знал, что это имя нельзя произносить. — Теперь ты понял, о чём я говорил? Я ещё столько всего не знаю, мне ещё столько предстоит выучить. И боюсь... Боюсь, что я буду худшим учеником в школе. Гарри выразил мысль, которая уже давно его тревожила. — Не бойся, — обнадёжил его Рон. — В школе много учеников, которые выросли в семье их маглов, и они довольно быстро всему учатся. Пока они болтали, поезд выехал из Лондона и сейчас нёсся мимо полей и лугов, на которых паслись коровы и овцы. Гарри и Рон примолкли, глядя в окно. Примерно в половине первого из тамбура донёсся стук, а затем в купе заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке. — Хотите чем-нибудь перекусить, ребята? Гарри не ел со вчерашнего вечера и поспешно вскочил, услышав заманчивое предложение. У Рона снова покраснели уши, и он пробормотал что-то насчёт того, что прихватил с собой сэндвичи, так что в коридор Гарри вышел один. Когда он жил с дурслями, у него никогда не было в карманах денег, а следовательно и возможности покупать себе сладости. Но сейчас его карманы были полны золотых и серебряных монет, и он был готов купить столько батончиков Марс, сколько сможет унести. Но у женщины не было батончиков Марс. На её лотке лежали пакетики с круглыми конфетками драже «Берти Боттс», которые, если верить надписи на пакетиках, отличались самым разнообразным вкусом. Ещё у неё была лучшая взрывающаяся жевательная резинка «Друблс», шоколадные лягушки, тыквенное печенье, сдобные котелки, лакричные палочки и прочие сладости мира волшебников, которых Гарри никогда не видел и не пробовал. Чтобы ничего не упустить, он набрал всего понемногу и заплатил женщине одиннадцать серебряных сиклей и семь бронзовых кнатов. Рон удивлённо смотрел, как Гарри возвращается на своё место с полными руками и сваливает покупки на свободное сиденье. «Ты такой голодный?» «Я умираю с голоду», – ответил Гарри, разворачивая тыквенное печенье и откусывая сразу половину. Рон вытащил откуда-то бумажный пакет и вынул из него четыре сэндвича. «Она всегда забывает, что я не люблю копчёную говядину», – грустно произнёс он. «Меняю на своё», – Гарри протянул ему печенье. «Давай, присоединяйся». «Да нет, тебе эти сэндвичи не понравятся. Мясо сухое и соуса никакого нет», – покачал головой Рон и вдруг напрягся. «Мам просто забыла, нас же у неё много». «Давай ешь», – Гарри кивнул на свои сладости. У него никогда не было того, чем можно было бы поделиться с другими. А если честно, делиться тоже было не с кем. Так что он испытывал очень приятное чувство, сидя напротив Рона и вместе с ним поедая купленные припасы. Про сэндвичи они так и забыли. «А это что?», – спросил Гарри, беря в руки упаковку шоколадных лягушек. «Это ведь не настоящие лягушки, правда?» Следовало признать, что Гарри не удивился бы, если бы лягушки оказались настоящими. Ему вообще казалось, что теперь его ничем не удивишь. «Нет, не настоящие. Они только сделаны в форме лягушек. А сами из шоколада», – улыбнул Сирон. «Будешь есть, вкладыш не выбрасывай. У меня Агриппа не хватает». «Что?» – не понял Гарри. «А, ну конечно, ты не знаешь», – спохватился Рон. «Там внутри коллекционные карточки из серии знаменитой «Волшебницы» и «Волшебники». Многие ребята их собирают. У меня их примерно пять сотен, только вот Агриппа нет. И Птолемея, кажется, тоже». Гарри развернул лягушку и вытащил карточку. На ней был изображен человек в затемненных очках с длинными крючковатым носом и вьющимися седыми волосами, седыми усами и седой бородой. «Альбус Дамблдор», – гласила подпись под картинкой. «Так вот какой он, этот Дамблдор», – воскликнул Гарри. «Только не говори мне, что ты никогда не слышал о Дамблдоре», – запротестовал Рон. «Можно я возьму одну лягушку? Может быть, Агриппа попадётся?» Гарри перевернул карточку и прочитал. «Альбус Дамблдор. В настоящее время директор школы Хогвартс. Считается величайшим волшебником нашего времени. Профессор знаменит своей победой над тёмным волшебником Гриндевальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и своими трудами по алхимии в соавторстве с Николасом Фламелем. Хобби – камерная музыка и игра в кегли». Гарри снова перевернул карточку и с удивлением заметил, что картинка куда-то делась. «Он куда-то исчез», – завопил Гарри. «Ну ты ж не ждал, что он будет торчать тут целый день», – заметил Рон. «Он вернётся». «А вот мне опять попалась Моргана. А у меня таких уже шесть штук. Может, возьмёшь, начнёшь собирать коллекцию?» Рон как бы случайно окинул взглядом кучку лягушек, которые дожидались, когда их развернут. «Угощайся», – предложил Гарри, проследив направление его взгляда. «Кстати, ты знаешь, что у маглов, если человека фотографируют, то он никуда не исчезает с фотографии?» «Да ты что?» – ужасно удивился Рон. «Что они вообще не двигаются?» «Ну дела!» Гарри смотрел на карточку до тех пор, пока на ней снова не появилось изображение Дамблдора, который неожиданно улыбнулся ему. Рон этого не заметил. Вопреки заверениям, его вообще куда больше интересовал процесс поглощения шоколада, чем разглядывание карточек. А Гарри глаз не мог от них отвести. Скоро, помимо Дамблдора и Морганы, в его коллекции появились Хэнгист из Вудкрофта, Альберик Гранион, Церцея, Парацельс и Мерлин. Прошло немало времени, прежде чем он отложил последнюю карточку, на которой неспешно почёсывало нос жрица друидов Клиодна. «Ты поосторожнее», – посоветовал Рон, заметив, что Гарри взял в руки пакетик с дроже. «Там написано, что у них самый разный вкус. Так вот, это истинная правда. Нет, там есть вполне нормальные вкусы. Апельсин, скажем, или шоколад, или мята. Но иногда попадается шпинат, или почки, или требуха. Джордж уверяет, что ему как-то попалась конфета со вкусом соплей». Рон выбрал зелёное дроже, внимательно осмотрел его и откусил кусок. «Фу», – поморщился он, – «брюссельская капуста». Они неплохо повеселились, поедая эти дроже. Гарри попробовал конфеты со вкусом жареного хлеба, кокоса, фасоли, клубники, карри, травы, кофе и сардин. И даже смело откусил кусочек от серой конфетки, к которой Рон побоялся прикоснуться. Оказалось, что она была со вкусом перца. Местность за окном резко изменилась. На смену возделанным полям пришли леса, реки и зелёные холмы. Кто-то постучал в дверь купе. На пороге появился круглолицый мальчик, мимо которого Гарри проходил, когда шёл по платформе. Выглядел он так, словно собирался вот-вот расплакаться. «Извините», – сказал мальчик. «Вы тут не видели жабу?» Рон и Гарри дружно покачали головами. И мальчик начал причитать. «Я потерял её. Она вечно от меня убегает». «Она найдётся», – заверил его Гарри. «Да, наверное», – грустно произнёс круглолицый. «Что ж, если вы её увидите…» И с этими словами он ушёл. «Не пойму, чё он так волнуется?» Рон пожал плечами. «Если бы я вёз с собой жабу, я бы потерял её ещё на платформе. Хотя моя крыса немногим лучше жабы, так что не мне об этом говорить». Крыса всё ещё спала, уютно устроившись у Рона за пазухой. «Может, она давно умерла, а может и спит. Разницы никакой. Выглядит одинаково», – с отвращением проговорил Рон. «Вчера я пытался её заколдовать, чтобы она стала жёлтого цвета. Я подумал, что так она будет выглядеть поинтереснее. Но ничего не получилось. Я тебе сейчас покажу. Смотри». Рон порылся в своём чемодане и вытащил оттуда потрёпанного вида волшебную палочку. Она была выщерблена в нескольких местах, а на конце поблескивалось что-то белое. «Шерсть единорога почти вылезла наружу», – смущённо заметил Рон. «Итак…» Не успел он поднять палочку, как дверь купе снова открылась. На пороге снова появился круглолицый мальчик, но на этот раз с ним была девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся в школьную форму. Её передние зубы были чуть крупнее, чем надо. «Никто не видел жабу?» «Невил её потерял, а я помогаю ему её отыскать». «Так вы её видели или нет?» – спросила девочка прямо-таки начальственным тоном. «Он здесь уже был, и мы ему сказали, что не видели», – ответил Рон. Но девочка, кажется, его не слушала. Её внимание было приковано к волшебной палочке в руках Рона. «О! Ты показываешь чудеса? Давай мы тоже посмотрим». Она опустилась на свободное сиденье, и Рон занервничал. «Э…» – нерешительно протянул он. «Ну, ладно». Он прокашлялся и снова поднял палочку. «Жирная глупая крыса, перекрасься ты в жёлтый цвет, и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет». Он помахал палочкой, но ничего не произошло. Короста по-прежнему оставалась серой и всё так же безмятежно спала. «Ты уверен, что это правильное заклинание?» – поинтересовалась девочка. «Что-то оно не действует, ты не заметил?» «А я тут взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного попрактиковаться. И всё получилось. В моей семье нет волшебников. Я была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса. Я имею в виду приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире, и, конечно, я уже выучила наизусть все наши учебники. Надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас?» Она говорила очень быстро, и всё же Гарри уловил смысл сказанного и забеспокоился. Но, посмотрев на Рона, по его застывшему лицу убедился, что тот тоже не выучил учебники наизусть. «Я Рон Уизли», – пробормотал Рон. «Гарри Поттер», – представился Гарри. «Ты действительно Гарри Поттер?» Взгляд девочки стал очень внимательным. «Можешь не сомневаться. Я всё о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твоё имя упоминается в современной истории магии, и в развитии и упадке тёмных искусств, и в величайших событиях волшебного мира в двадцатом веке». «Да», – только и вымолвил Гарри. Он был слишком ошеломлён, чтобы сказать что-то более значительное. «Господи, неужели ты не знал?» – удивилась девочка. «Если бы я была на твоём месте, я бы прочитал о себе всё, что можно найти в книгах». «Да, вы не знаете, на какой факультет попадёте?» «Я уже кое-что разузнала, и хочется верить, что я буду в Гриффиндоре. Похоже, это лучший вариант. Я слышала, что сам Дамблдор когда-то учился на этом факультете. Кстати, думаю, что попасть в Коктеврон тоже было бы неплохо. Ладно, мы пойдём искать жабу Невилла. А вы двое лучше переоденьтесь, я думаю, мы уже скоро приедем». И она ушла, забрав с собой Круглолицева. «Не знаю, на каком я буду факультете, но, надеюсь, мы с ней окажемся на разных», – прошептал Рон и засунул волшебную палочку обратно в чемодан. «Ничего у меня не вышло, и всё из-за этого глупого заклятия. Джордж меня уверял, что оно сработает. А теперь мне кажется, что он сам его придумал, чтобы надо мной подшутить». «А на каком факультете учатся твои братья?» – спросил Гарри. «Гриффиндор», – кивнул Рон, снова погрустнев. – «Мама и папа тоже там были. Не знаю, что будет, если я попаду на какой-нибудь другой. Неплохо было бы попасть в Коктеврон, но не представляю, что будет, если меня определят в Слизерин?» «Это тот факультет, где учился Волон… ты знаешь, кто?» «Ага», – кивнул Рон и замолчал. Вид у него был какой-то подавленный. «Знаешь, мне кажется, что усы у Коросты посветлели. Значит, заклинание хоть немного подействовало», – произнёс Гарри, чтобы отвлечь Рона от мрачных мыслей. «А твои старшие братья, которые уже кончили школу, они чем сейчас занимаются?» Гарри было любопытно, ведь он плохо представлял себе, что делают волшебники, закончив школу. «Чарли в Румынии изучает драконов. А Билл работает на банк Гринготс и уехал в Африку по их делам», – пояснил Рон. «Ты слышал о Гринготсе?» «А что там на днях случилось, слышал?» «Пророк об этом писал. Хотя… да, у Маглов же другие газеты. В общем, кто-то пытался ограбить сверхсекретный сейф». Гарри вытаращил глаза. «На самом деле? И что случилось с грабителями?» «Ничего. Вот почему об этом так много писали. Их не поймали. Папа говорит, что наверняка это был сильный тёмный волшебник, иначе бы ему не удалось пробраться в Гринготс и залезть в сейф, а потом выйти оттуда целым и невредимым. Но самое странное, что грабители ничего не похитили. Конечно, все боятся, что за этим стоит. Ты знаешь, кто…» Гарри судорожно обдумывал услышанное. «Теперь, когда кто-нибудь или даже он сам упоминал «вы знаете кого», ему становилось немного страшно. Наверное, так и должно быть, раз он теперь оказался в волшебном мире. Но лично ему было намного удобнее произносить имя Волан-де-Морт, потому что он не задумывался, произнося его, и оно совсем его не пугало. «Ну а про квиддич ты, конечно, слышал?» – в голосе Рона была абсолютная уверенность. «Ты за какую команду болеешь?» «Ммм… Вообще-то я не знаю ни одной команды», – признался Гарри. «Да ты что?» – Рон выглядел потрясённым. «Это же лучшая игра в мире!» И Рон начал объяснять Гарри, что в квиддич играют четырьмя мячами, что в каждой команде по семь игроков, и у каждого есть своё место на поле и свои функции. Потом он начал описывать самые знаменитые матчи, на которых ему удалось побывать со своими братьями. Потом рассказал, какую метлу он бы себе купил, если бы у него были деньги. Рон объяснял Гарри тонкости правил игры, когда дверь купе снова открылась. Но это уже был не потерявший жабу Невилл в компании Гермионы Грейнджер. В купе вошли трое мальчишек. И Гарри сразу узнал того, кто был в центре. Тот бледный мальчик из магазина Мадам Малкин, где Гарри покупал школьную форму. Сейчас он смотрел на Гарри с куда большим интересом, чем тогда в магазине. — Это правда? — с порога спросил бледнолицый. — По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты, верно? — Верно, — кивнул Гарри. Те двое, что пришли с бледнолицым, были крепкие ребята. И вид у них был довольно неприятный. Стоя по бокам бледнолицого, они напоминали его телохранителей. — Это Крэп, а это Гойл, — небрежно представил их бледнолицый, заметив, что Гарри рассматривает его спутников. — А я Малфой. — Драко Малфой. Рон прокашлялся. Гарри показалось, что он таким образом сдерживает смех. Драко Малфой неодобрительно покосился на Рона. — Мое имя тебе кажется смешным, не так ли? — Даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Мой отец рассказал мне, что если видишь рыжего и веснушчатого мальчишку, значит, он из семьи Уизли. С семьи, в которой больше детей, чем могут себе позволить их родители. Выдав эту убийственную тираду, Малфой снова повернулся к Гарри. — Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда круче всех остальных. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Я помогу тебе во всем разобраться. Он протянул руку для рукопожатия. Но Гарри сделал вид, что этого не заметил. — Спасибо. Но я думаю, что сам могу понять, кто чего достоин. — Холодно заметил он. Драко Малфой не покраснел. Но на его бледных щеках появились розовые пятна. — На твоём месте? — Я был бы поосторожнее, Поттер, — медленно произнёс он. — Если ты не будешь повежливее, то закончишь, как твои родители. Они, как и ты, не знали, что для них хорошо, а что плохо. Если ты будешь общаться с отребьем вроде Уизли и этого Хагрида, тебе же будет хуже. Гарри и Рон одновременно поднялись со своих мест. Лицо Рона стало таким же медно-красным, как и его волосы. — Повтори, что ты сказал, — потребовал Рон. — О, вы собираетесь с нами драться, не так ли? — презрительно выдавил из себя Малфой. — Да, если ты немедленно отсюда не уберёшься, — храбро заявил Гарри, хотя, если честно, голос его был куда смелее, чем он сам. Всё-таки Крэп и Гойл были намного крупнее, чем они с Роном. — О, мы вовсе не собираемся уходить, правда, ребята? — усмехнулся Малфой, поворачиваясь к своим спутникам. — А к тому же мы проголодались. А у вас тут куча еды. Гойл потянулся к лежавшим на одном из сидений шоколадным лягушкам. Рон прыгнул на него, но прежде чем ему удалось коснуться Гойла, тот издал ужасающий крик. На руке Гойла повисла короста, впившаяся ему в палец маленькими острыми зубами. Крэп и Малфой попятились назад, а Гойл размахивал рукой, пытаясь стряхнуть крысу и завывал от боли. И как только короста наконец разжала зубы и отлетела в сторону, ударившись о закрытое окно, все трое молниеносно испарились. Наверное, они подумали, что в купе прячется ещё множество крыс. А может, они услышали шаги, потому что через секунду в купе заглянула… Гермиона Грейнджер. – Что тут у вас происходит? – спросила она, глядя на разбросанные по полу сладости и Рона, державшего за хвост крысу. – Думаю, что она потеряла сознание, – произнёс Рон, обращаясь к Гарри, а потом повнимательнее присмотрелся к коросте. – Нет, не могу поверить. Представляешь, она снова уснула. Короста на самом деле спала. – Ты раньше встречался с Малфоем? – поинтересовался Рон. Гарри рассказал об их встрече в косом переулке. – Я слышал о его семейке, – мрачным тоном начал Рон. – Они одни из первых перешли обратно на нашу сторону, когда ты знаешь, кто исчез. Они сказали, что он их околдовал. А мой отец в это не верит. Он сказал, что отцу Малфои не нужно было даже повода для того, чтобы перейти на тёмную сторону. Гермиона всё ещё стояла на пороге купе, и Рон повернулся к ней. – Мы можем тебе чем-нибудь помочь? – Вы лучше поторопитесь, иначе не успеете переодеться. Я только что была в кабине машиниста и разговаривала с ним. Он сказал, что мы уже почти приехали. А вы тут что, дрались? – Хороши, нечего сказать. Ещё не доехали до школы, а уж попали в неприятную историю. – Этка роста дралась, а не мы. Рон сердито посмотрел на девочку. – Может быть, ты выйдешь и дашь нам переодеться? – Разумеется. Я вообще-то зашла к вам просто потому, что во всех вагонах жуткая суета. Все ведут себя как маленькие дети и носятся по коридорам. Гермёна презрительно хмыкнула, как бы говоря, что не одобряет такого поведения. – А у тебя, между прочим, грязь на носу, ты знаешь? Рон проводил её свирепым взглядом, а Гарри уставился в окно. За окном, там где выселись горы и тянулись бесконечные леса, начало темнеть, а небо стало тёмно-фиолетовым. Поезд замедлил ход. Гарри и Рон быстро сняли куртки и натянули длинные чёрные мантии. Мантия Рона была ему немного коротковата, из-под неё высовывались спортивные штаны. – Мы подъезжаем к Хогвартсу через пять минут, – разнёсся по вагонам громкий голос машиниста. – Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде. Его доставят в школу отдельно. Гарри так разнервничался, что у него даже живот скрутило, а Рон сильно побледнел, и веснушки на его лице стали ещё ярче. Они рассовали остатки сладостей по карманам и вышли в коридор, где уже толпились остальные. Поезд всё сбавлял, избавлял скорость и, наконец, остановился. В коридоре возникла жуткая толчая, но через несколько минут Гарри всё-таки оказался на неосвещённой маленькой платформе. На улице было холодно, и он поёжился. Затем над головами стоявших на платформе ребят закачалась большая лампа, и Гарри услышал знакомый голос. – Первокурсники, первокурсники, все сюда. Эй, Гарри, у тебя всё в порядке? Над морем голов возвышалось сияющее лицо Хагрида. – Так, все собрались. Тогда за мной. И под ноги смотрите. Первокурсники, все за мной. Поскальзываясь и спотыкаясь, они шли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Их окружала такая плотная темнота, что Гарри показалось, будто они пробираются сквозь лесную чащу. Все разговоры стихли, и они шли почти в полной тишине. Только Невил, тот мальчик, который всё время терял свою жабу, пару раз чихнул. – Ещё несколько секунд, и вы увидите Хогвартс! – крикнул Хагрид, не оборачиваясь. – Так, осторожно! Все сюда! – Ох! – вырвался дружный восхищённый возглас. Они стояли на берегу большого чёрного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами, а его огромные окна отражали свет усыпавших небо звёзд. – По четыре человека в одну лодку, не больше! – скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. Гарри и Рон оказались в одной лодке с Гермионой и Невилом. – Расселись! – прокричал Хагрид, у которого была личная лодка. – Тогда вперёд! Флотилия двинулась. Лодки все заскользили по гладкому, как стекло озеру. Все молчали, не сводя глаз с огромного замка. Чем ближе они подплывали к утёсу, на котором он стоял, тем больше он возвышался над ними. – Пригнитесь! – зычно крикнул Хагрид, когда они подплыли к утёсу. Все наклонили головы, и лодки оказались в зарослях плюща, который скрывал огромную расщелину. Миновав заросли, они попали в тёмный туннель, который, судя по всему, заканчивался прямо под замком, и вскоре причалили к подземной пристани и высадились на камни. – Эй, ты! – крикнул Хагрид, обращаясь к Невилу. Хагрид осматривал пустые лодки и, видимо, что-то заметил. – Это твоя жаба! – Ой, Тревор! – радостно завопил Невил, протягивая руки и прижимая к себе свою жабу. Хагрид повёл их наверх, по каменной лестнице освещая дорогу огромной лампой. Вскоре все оказались на влажной отрасы лужайке у подножия замка. Ещё один лестничный пролёт, и теперь они стояли перед огромной дубовой дверью. – Все здесь? – поинтересовался Хагрид. – Эй, ты не потерял ещё жабу? – Убедившись, что всё в порядке, Хагрид поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка. Глава седьмая Распределяющая шляпа Дверь распахнулась, за ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зелёных одеждах. Лицо её было очень строгим, и Гарри сразу подумал, что с такой лучше не спорить и вообще от неё лучше держаться подальше. – Профессор МакГонагал, вот первокурсники, – сообщил ей Хагрид. – Спасибо, Хагрид, – кивнула ему волшебница. – Я их забираю. Она повернулась и пошла вперёд, приказав первокурсникам следовать за ней. Они оказались в огромном зале, таком огромном, что там легко поместился бы дом Дурсли. На каменных стенах, точно так же, как в Гринготс, горели факелы, потолок терялся где-то вверху, а красивая мраморная лестница вела на верхние этажи. Они шли вслед за профессором МакГонагал по вымощенному булыжникам полу. Проходя мимо закрытой двери справа, Гарри услышал шум сотен голосов, должно быть, там уже собралась вся школа. Но профессор МакГонагал вела их совсем не туда, а в маленький пустой залчик. Толпе первокурсников тут было тесно, и они сгрудились, дыша друг другу в затылок и беспокойно оглядываясь. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала их профессор МакГонагал. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе четыре — Гриффиндор, Пуффендуй, Коктевран и Слизерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, побеждает в соревновании между факультетами. Это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. Ее глаза задержались на Мантии Невилла, которая сбилась так, что застежка оказалась под левым ухом. А потом на грязном носу Рона. Гарри дрожащей рукой попытался пригладить свои непослушные волосы. «Я вернусь сюда, когда все будут готовы к встрече с вами», сообщила профессор МакГонагал и пошла к двери. Перед тем, как выйти, она обернулась. «Пожалуйста, ведите себя тихо». Гарри с шумом втянул в воздух. «А как будет проходить этот отбор?» – спросил он Рона. «Наверное, нам придется пройти через какие-то испытания», – ответил тот. «Фред сказал, что это очень больно. Но я думаю, что он, как всегда, шутил». Гарри ощутил, как бешено заколотилось его сердце. «Испытание? Перед всей школой? Но ведь он не знаком с магией, и что же он в таком случае будет делать?» Если честно, он совершенно не рассчитывал, что сразу по приезде сюда его ждет нечто подобное. Он беспокойно огляделся и заметил, что и остальные тоже напуганы. Все молчали, кроме Гермионы Грейнджер, которая стояла рядом с Гарри и шепотом рассказывала всем вокруг о том, какие заклинания она уже выучила и вслух гадала, какое из них ей понадобится на церемонии отбора. Гарри старался ее не слушать. Он еще ни разу в жизни так не нервничал, даже когда Дурсли получили письмо из его школы, а в письме, между прочим, говорилось, что Гарри имеет самое прямое отношение к тому, что парик его учительницы каким-то образом поменял цвет и из черного превратился в голубой. Тогда ему пришлось плохо, но сейчас он чувствовал себя намного хуже. Гарри уставился в пол, пытаясь набраться мужества и настроиться на предстоящие испытания. Ведь профессора МакГонагал могла вернуться в любую секунду и повести его на страшный суд. Внезапно воздух прорезали истошные крики, и Гарри даже подпрыгнул от неожиданности. — Что? — начал было он, но осекся, увидев, в чем дело. И широко раскрыл рот, как, впрочем, и все остальные. Через противоположную от двери стену в комнату просачивались призраки. Их было, наверное, около двадцати — жемчужно-белые, полупрозрачные. Они скользили по комнате, переговариваясь между собой, и, кажется, вовсе не замечая первокурсников или делая вид, что не замечают. Судя по всему, они спорили. — А я вам говорю, что надо забыть о его прегрешениях и простить его, — произнес один из них, похожий на маленького толстого монаха. — Я считаю, что мы просто обязаны дать ему еще один шанс. — Мой дорогой проповедник, разве мы не предоставили Пивзу больше шансов, чем он того заслужил? Он позорит и оскорбляет нас, и, на мой взгляд, он, по сути, никогда и не был призраком. Призрак в трико и круглом пышном воротнике замолчал и уставился на первокурсников, словно только что их заметил. — Эй! А вы что здесь делаете? Никто не ответил. — Да это же новые ученики, — воскликнул толстый проповедник, улыбаясь собравшимся. — Ждете отбора, я полагаю. Несколько человек неуверенно кивнули. — Надеюсь, вы попадете в Пуффендуй, — продолжал улыбаться проповедник. — Мой любимый факультет. Знаете ли, я сам там когда-то учился. — Идите отсюда, — произнес строгий голос. — Церемония отбора сейчас начнется. Это вернулось профессор МакГонагал. Она строго посмотрела на привидения, и те поспешно начали просачиваться сквозь стену и исчезать одно за другим. — Выстроитесь в шеренгу, — скомандовала профессор, обращаясь к первокурсникам, — и идите за мной. У Гарри было ощущение, словно его ноги налились свинцом. Он встал за мальчиком со светлыми волосами, за ним встал Рон, и они вышли из маленького зала, пересекли зал, в котором уже побывали при входе в замок, и пройдя через двойные двери, оказались в большом зале. Гарри даже представить себе не мог, что на свете существует такое красивое и такое странное место. Зал был освещен тысячами свечей, плавающих в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. На другом конце зала, за таким же длинным столом, сидели преподаватели. Профессор МакГонагалл подвела первокурсников к этому столу и приказала им повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Перед Гарри были сотни лиц, бледневших в полутьме, словно неяркие лампы. Среди старшекурсников то здесь, то там мелькали отливающие серебром расплывчатые силуэты привидений. Чтобы избежать направленных на него взглядов, Гарри посмотрел вверх и увидел над собой бархатный черный потолок, усыпанный звездами. — Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, — прошептала опять оказавшаяся рядом Гермиона. Я вычитал это в истории Хоквартса. Было сложно поверить в то, что это на самом деле потолок. Гарри казалось, что большой зал находится под открытым небом. Гарри услышал какой-то звук и, опустив устремленный в потолок взгляд, увидел, что профессор МакГонагалл поставила перед шеренгой первокурсников самый обычный на вид табурет и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потертая и ужасно грязная. Тетя Петунья сразу бы выкинула такую на помойку. — Интересно, зачем она здесь? — подумал Гарри. В голове его сразу запрыгали сотни мыслей. Может быть, надо попытаться достать из нее кролика, как это делают фокусники в цирке? Он огляделся, заметив, что все собравшиеся неотрывно смотрят на шляпу, и тоже начал внимательно ее разглядывать. На несколько секунд в зале воцарилась полная тишина. А затем шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела. — Может быть, я некрасива на вид? Но строго меня не судите! Ведь шляпы умнее меня не найти! Что вы там не говорите! Шапки, цилиндры и котелки красивее меня спору нет. Но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому уж благородны они. А может быть, Пуффиндуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все и верны, и терпенье с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш за стол когтевран. Быть может, что в Слизерине вам суждено найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайтесь смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы, пусть и без рука я, увы, но я горжусь собой. Как только песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа поклонилась всем четырем столам, рот ее исчез, она замолчала и замерла. — Значит, каждому из нас нужно будет всего лишь ее примерить? — прошептал Рон. — Я убью этого вруна Фреда, ведь он мне заливал, что нам придется бороться с троллем. Гарри с трудом выдавил из себя улыбку. Да, конечно, примерить шляпу было куда проще, чем демонстрировать свои познания в магии, но его смущало, что на него будет смотреть такое количество людей. А к тому же шляпа требовала от него слишком многого. Сейчас Гарри не чувствовал себя ни сообразительным, ни остроумным, ни тем более храбрым. Если бы шляпа сказала, что один из факультетов предназначен исключительно для тех, кого от волнения начинает тошнить, Гарри бы сразу понял, что это его факультет. Профессор МакГонагал шагнула вперед. В руках она держала длинный свиток пергамента. — Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет! — произнесла она. — Начнем! Аббат Ханна! Девочка с белыми косичками и порозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Шляпа, судя по всему, была большого размера, потому что, оказавшись на голове Ханны, закрыла не только лоб, но даже ее глаза. А через мгновение… — Поффендой! — громко крикнула шляпа. Те, кто сидел за крайним правым столом, разразились аплодисментами. Ханна встала, подошла к этому столу и уселась на свободное место. Гарри заметил, что крутившийся у стола толстый проповедник приветливо помахал ей рукой. — Боунс, Сьюзен! — Поффендой! — снова закричала шляпа, и Сьюзен поспешно засеменила к своему столу, сев рядом с Ханной. — Бут! Терри! Коктевран! — теперь зааплодировали за вторым столом слева. Несколько старшекурсников встали со своих мест, чтобы пожать руку присоединившемуся к ним Терри. Мэнди Брокхерс тоже отправилась за стол факультета Коктевран, а Лаванда Браун стала первым новым членом факультета Гриффиндор. — Крайний слева стол взорвался приветственными криками, и Гарри увидел среди кричавших рыжих близнецов. Мелисанту Буллстроут определили в Слизерин, возможно, дело было в игре воображения, но после того, что Гарри услышал о Слизерине, все, кто попадал туда и кто сидел за их столом, казались ему неприятными личностями. Гарри начал чувствовать себя по-настоящему плохо. Он вспомнил, как было в его старой школе на уроках физкультуры, когда учитель назначал капитанов команд для игры в футбол или баскетбол. А те сами выбирали себе игроков. Гарри всегда выбирали последним и не потому, что он был физически неразвитым, а потому что никто не хотел ссориться с Дадли. — Финч, Флэчли, Джастин! Пуффендуй! — Гарри заметил, что иногда шляпа, едва оказавшись на голове очередного первокурсника или вервокурсницы, практически молниеносно называла факультет. А иногда она задумывалась. Так, Симус Финниган, светловолосый мальчик, стоявший в шеренге перед Гарри, просидел на табурете почти минуту, пока шляпа не отправила его за стол Гриффиндора. — Гермиона Грейнджер! Судя по всему, Гермиона, в отличие от Гарри, с нетерпением ждала своей очереди и не сомневалась в успехе. Услышав свое имя, она чуть ли не бегом рванулась к табурету и в мгновение Ока надела на голову шляпу. — Гриффиндор! — выкрикнула шляпа. Рон застонал. Видимо, несмотря на все свои сомнения, он верил, что попадет туда же, где были его братья, а учиться вместе с настырной и всезнающей Гермионой ему явно не хотелось. Мозг Гарри вдруг пронзила страшная мысль. Одна из тех, которые всегда появляются, когда слишком нервничаешь. — А что, если шляпа решит, что я не подхожу ни для одного из факультетов? — подумал он. Гарри вдруг представил, как он сидит на табурете с шляпой на голове, как проходит минута, другая, а потом десять и двадцать, и кажется, что уже прошла вечность, а шляпа все молчит. Молчит до тех пор, пока профессор МакГонагалл не срывает ее с головы Гарри и не сообщает ему, что, по всей видимости, произошла ошибка, и ему лучше сесть на обратный поезд до Лондона. Правда, нервничал не только Гарри. Когда вызвали Невилла Долгопупса, того самого мальчика, который все время терял свою жабу, тот умудрился споткнуться и упасть, даже не дойдя до табурета. Шляпа серьезно задумалась, прежде чем выкрикнуть «Гриффиндор!». Невилл, услышав свой вердикт, вскочил со стула и бросился к столу, за которым сидели ученики факультета, забыв снять шляпу. Весь зал оглушительно захохотал, а спохватившийся Невилл развернулся и побежал обратно, чтобы вручить шляпу морок МакДугал. Когда вызвали Малфоя, он вышел из шеренги с ужасно важным видом, и его мечта осуществилась в мгновение ока. Шляпа едва коснулась его головы, тут же заорала «Слизерин!». Малфоя присоединился к своим друзьям – Крэбу и Гойлу, ранее отобранным на тот же факультет, и выглядел необычайно довольным собой. Непрошедших отбор первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон, девочки-близнецы и Патилл, затем Салли энн Перкс и, наконец, Поттер Гарри. Гарри сделал шаг вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. «Она сказала, Поттер! Тот самый Гарри Поттер!». Последнее, что увидел Гарри, прежде чем шляпа упала ему на глаза, был огромный зал, заполненный людьми, каждый из которых подался вперед, чтобы получше разглядеть его. А затем перед глазами встала черная стена. «М-м-м», – задумчиво произнес прямо ему в ухо тихий голос. «Непростой вопрос, очень непростой. Много смелости это я вижу, и ум весьма неплох, и таланта хватает. О да, мой бог, это так. И имеется весьма похвальное желание проявить себя. Это тоже любопытно. Так куда мне тебя определить?» Гарри крепко вцепился обеими руками в сиденье табурета. «Только не в Слизерин», – подумал он, «только не в Слизерин». «Ага, значит, не в Слизерин?» – переспросил тихий голос. «Ты уверен?» «Знаешь ли, ты можешь стать великим. У тебя есть все задатки, я это вижу. А Слизерин поможет тебе достичь величия, это несомненно. Так что, не хочешь?» «Ну ладно, если ты так в этом уверен, что придешь?» «Тогда…» «Гриффиндор!» Гарри показалось, что шляпа выкрикнула этот вердикт куда громче, чем предыдущий. Он снял шляпу и, ощущая дрожь в ногах, медленно пошел к своему столу. Он испытывал такое сильное облегчение по поводу того, что его все-таки выбрали, и что он попал не в Слизерин, что даже не замечал, что ему аплодируют более бурно и продолжительно, чем другим. Рыжий староста Перси вскочил со своего стула, схватил руку Гарри и начал ее трясти. А близнецы Фред и Джордж в это время вопили во весь голос «С нами Поттер! С нами Поттер!» Пожав руки всем желающим, Гарри плюхнулся на свободный стул, оказавшись как раз напротив призрака в трико, которого он видел перед началом церемонии. Призрак похлопал его по руке, и Гарри внезапно испытал очень неприятные, испугавшие его ощущения. Ему показалось, что он сунул руку в ведро с ледяной водой. Теперь он наконец получил возможность увидеть главный стол, за которым сидели учителя. В самом углу сидел Хагрид, который, поймав взгляд Гарри, показал ему большой палец. И Гарри улыбнулся в ответ, а в центре стола стоял большой золотой стул, напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор. Гарри сразу узнал его. Он был таким же, как на карточке вкладыши из шоколадной лягушки. Серебряные волосы Дамблдора сияли ярче, чем привидения, ярче, чем что-либо в зале. Ещё Гарри заметил профессора Квиррелла, нервного молодого человека, с которым он познакомился в дырявом котле. Сейчас на голове Квиррелла красовался большой фиолетовый тюрбан, так что профессор выглядел ещё более странным, чем раньше. Церемония подходила к концу. Оставалось всего трое первокурсников. Лайзу Турпин зачислили в когти вран, и теперь пришла очередь Рона. Гарри видел, что тот даже позеленел от страха. Гарри скрестил под столом пальцы, и через секунду шляпа громко завопила. «Гриффиндор!» Гарри громко аплодировал вместе с другими, до тех пор, пока Рон не плюхнулся рядом. «Отлично, Рон! Просто превосходно!» С важным видом похвалил его Перси Уизли, в то время как последний в списке Блэс Забинни уже направлялся к столу Слизерина. Профессор МакГонагал скатала свой свиток и вынесла из зала волшебную шляпу. Гарри посмотрел на стоявшую перед ним пустую золотую тарелку. Он только сейчас понял, что безумно голоден. Казалось, что купленные в поезде сладости он съел не несколько часов, а несколько веков назад. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. У него был такой вид, словно ничто в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. — Добро пожаловать, — произнес он. — Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова. Олух, пузырь, остаток, уловка. — Все. Всем спасибо. — Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Гарри сидел и не знал, смеяться ему или нет. — Он… он немного ненормальный? — неуверенно спросил Гарри, обращаясь к сидевшему слева от него Перси. — Ненормальный? — рассеянно переспросил Перси, но тут же спохватился. Он гений. Лучший волшебник в мире. Но, в общем, ты прав. Он немного сумасшедший. — Как насчет жареной картошки, Гарри? Гарри посмотрел на стол и замер от изумления. Стоявшие на столе тарелки были доверху наполнены едой. Гарри никогда не видел на одном столе так много своих любимых блюд. Роздбив, жареный цыпленок, свиные и бараньи отбивные, сосиски, беконы-стейки, вареная картошка, жареная картошка, чипсы, йоркшерский пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчуп и непонятно как и зачем здесь оказавшиеся мятные леденцы. Надо признать, что Дурсли никогда не морили Гарри голодом, но и никогда не давали ему съесть столько, сколько ему хотелось. А Дадли всегда съедал то, что особенно нравилось Гарри, даже если его самого от этого тошнило. Но сейчас... Гарри был не в доме Дурсли. Он положил в свою тарелку всего понемногу, за исключением мятных леденцов, и накинулся на еду. Она была просто великолепной. — Неплохо выглядит, — грустно заметил призрак в трико, наблюдая, как Гарри поедает стейк. — Вы хотите? — начал был Гарри, но призрак покачал головой. — Я не ем вот уже почти четыре сотни лет. У меня нет никакой необходимости в еде, но, по правде говоря, мне ее не хватает. Кстати, я, кажется, не представился. Сэр Николас де Мимси Дельфингтон к вашим услугам. Привидение, проживающее в башне Гриффиндора. — Я знаю, кто ты, — внезапно выпалил Рон. — Мои братья рассказывали о тебе. Ты — почти безголовый Ник. — Я бы предпочел, чтобы вы называли меня Сэр Николас де Мимси. Строгим тоном начал призрак, но его опередил Симус Финниган — тот самый светловолосый мальчик, который стоял перед Гарри в шеренге. — Почти безголовый? Как можно быть почти безголовым? Сэр Николас выглядел немного недовольным, словно беседа зашла не туда, куда ему бы хотелось. — А вот как, — раздраженно ответил он, дергая себя за левое ухо. Голова отделилась от шеи и упала на плечо, словно держалась на пружине и приводилась в действие нажатием на ухо. Очевидно, кто-то пытался его обезглавить, но не довел дело до конца. Лежащая на плече голова почти безголового Ника довольно улыбалась, наблюдая за выражениями лиц первокурсников. Затем он потянул себя за правое ухо, и голова щелчком встала на место. Привидение прокашлялось. — Итак, за новых учеников факультета Гриффиндор. — Надеюсь, вы поможете нам выиграть в этом году соревнования между факультетами. Гриффиндор никогда так долго не оставался без награды. Вот уже шесть лет подряд победа достается Слизерину. Кровавый барон — это привидение подвалов Слизерина — стал почти невыносим. Гарри посмотрел в сторону стола Слизерин и увидел жуткого вида привидения с выпученными пустыми глазами, вытянутым костлявым лицом и в одеждах, запачканных серебряной кровью. Барон сидел рядом с Малфоем, который, как с радостью отметил Гарри, был вовсе не в восторге от такого общества. — А как получилось, что он весь в крови? — выпалил Симус, которого почему-то очень заинтересовал этот вопрос. — Я никогда не спрашивал. — деликатно заметил почти безголовый Ник. Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустили, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое, мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубни, кожеле, рисовые пудинги. Пока Гарри наполнял свою тарелку разнообразными десертами, за столом заговорили о семьях. — Лично я половина на половину, — признался Симус. — Мой папа магл, а мама — волшебница. Мама ничего ему не говорила до тех пор, пока они не поженились. Я так понял, что он совсем не обрадовался, когда узнал правду. Все рассмеялись. — А ты, Невилл? — спросил Рон. — Я? — Ну, меня вырастила бабушка, она волшебница, — начал Невилл. — Но вся моя семья была уверена, что я самый настоящий магл. Мой двоюродный дядя Элджи все время пытался застать меня врасплох, чтобы я сотворил какое-нибудь чудо. Он очень хотел, чтобы я оказался волшебником. Так однажды он подкрался ко мне, когда я стоял на пирсе, и столкнул меня в воду, а я чуть не утонул. В общем, я был самым обычным. — До восьми лет. Когда мне было восемь, Элджи зашел к нам на чай, поймал меня и высунул за окно. Я висел там вниз головой, а он держал меня за лодыжки. И тут моя двоюродная тетя Энет предложила ему пирожное, и он случайно разжал руки. Я полетел со второго этажа, но не разбился. Я словно превратился в мячик, отскочил от земли и попрыгал вниз по дорожке. Они все были в восторге. А бабушка даже расплакалась от счастья. Вы б видели их лица, когда я получил письмо из Хогвартса. Они боялись, что мне его не пришлют, что я не совсем волшебник. Мой двоюродный дядя Элджи на радостях подарил мне жабу. Тут Гарри прислушался к тому, о чем говорили сидевшие слева от него Перси и Гермиона. Впрочем, он мог бы догадаться. Гермиона, естественно, говорила о занятиях. — Я так надеюсь, что мы начнем заниматься прямо сейчас. Нам столько всего предстоит выучить. Лично меня больше всего интересует трансфигурация, вы понимаете? Искусство превращать что-либо во что-либо другое. Хотя, конечно, это считается очень сложным делом. На многое не рассчитывай. Вы начнете с мелочей, будете превращать спички в иголки примерно так. Гарри согрелся, размяк и ощутил, что у него начинают слепаться глаза. Чтоб не заснуть, он вытращил их и начал глазеть по сторонам, наконец уткнувшись взглядом в учительский стол. Хагрид что-то пил из большого кубка. Профессора МакГонагал беседовала с профессором Дамблдором. А профессор Квирл, так и не снявший свой дурацкий тюрбан, разговаривал с незнакомым Гарри преподавателем с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой, болезненного цвета кожей. Все произошло совершенно внезапно. Ключконосый вдруг посмотрел прямо на Гарри. И голову Гарри пронзила острая боль. Ему показалось, что его похожий на молнию шрам на мгновение раскалился до бела. «Ой!» — Гарри хлопнул себя ладонью по лбу. «Что случилось?» — поинтересовался Перси. «Ничего», — с трудом выдавил из себя Гарри. Боль прошла так же быстро, как и появилась. Но вот ощущение, которое возникло у Гарри, когда он поймал взгляд Ключконосова, ощущение, что этому преподавателю очень не нравится Гарри Поттер, осталось. «А кто это там разговаривает с профессором Квирреллом?» — спросил он у Перси. «А! Ты уже знаешь Квиррела? Не удивляюсь, почему он такой нервный. Занервничаешь тут, когда рядом сидит профессор Снег. Он учит тому, как надо смешивать волшебные зелья, но говорят, что это ему совсем не по душе. Все знают, что он хочет занять место профессора Квиррелла. Он большой специалист по темным искусствам, этот Снег». Гарри какое-то время понаблюдал за Снегом, но тот больше не смотрел на него. Когда все насытились десертом, сладко исчезло с тарелок, и профессор Дамблдор снова поднялся с своего трона. Все затихли. «Хм-хм-хм-хм-хм!» — громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом». Сияющие глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близнецов Уизли. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборной своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью». Гарри рассмеялся. Но таких весельчаков, как он, оказалось очень мало. «Он ведь шутит?» — пробормотал Гарри, повернувшись к Перси. «Может быть», — ответил Перси, хмуро глядя на Дамблдора. «Это странно, потому что обычно он объясняет, почему нам нельзя ходить куда-либо. Например, про лес и так все понятно. Там опасные звери, это всем известно. А тут он должен был бы все объяснить, а он молчит. Думаю, он, по крайней мере, должен был посвятить в это нас, старост!» «А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн!» — прокричал Дамблдор. Гарри заметил, что у всех учителей застыли на лицах непонятные улыбки. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «И так начали!» И весь зал заголосил. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых, возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и куча дохлых мух. Но для знаний места в них всегда найдется, так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни, а если не знаем, ты нам объясни. Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести». Каждый пел как хотел. Кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро, и, естественно, все закончили петь в разное время. Все уже замолчали, а близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн, медленно и торжественно, словно похоронный марш. Дамблдор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой. А когда они наконец допели, именно он хлопал громче всех. «О, музыка!» — воскликнул он, вытирая глаза. Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать! Рысью марш!» Первокурсники, возглавляемые Перси, прошли мимо еще болтающих за своими столами старшекурсников, вышли из большого зала и поднялись вверх по мраморной лестнице. Ноги Гарри снова налились свинцом, только уже не от волнения, а от усталости и сытости. Он был очень сонным и даже не удивился тому, что люди, изображенные на развешенных в коридорах портретах, перешептываются между собой и показывают на первокурсников пальцами. И воспринял, как само собой разумеющееся, то, что Перси дважды проводил их сквозь потайные двери. Одна пряталась за раздвижными панелями, а вторая скрывалась за свисающим с потолка длинным гобеленом. Зевая и с трудом передвигая ноги, они поднимались то по одной лестнице, то по другой. Гарри не переставал спрашивать себя, когда же они доберутся до цели. И тут Перси вдруг остановился. Перед ними в воздухе плавали костыли. Как только Перси сделал шаг вперед, костыли, угрожающие, развернулись в его сторону и начали атаковать. Но они не ударяли, а останавливались в нескольких сантиметрах, как бы говоря, что он должен уйти. — Это Пивс, наш полтергейст! — шепнул Перси, обернувшись к первокурсникам, а потом повысил голос. — Пивс, покажись! Ответом ему послужил протяжный и довольно неприличный звук, в лучшем случае похожий на звук воздуха, выходящего из воздушного шара. — Ты хочешь, чтобы я пошел к кровавому барону и рассказал ему, что здесь происходит? — послышался хлопок, и в воздухе появился маленький человечек с неприятными черными глазками и большим ртом. Он висел, скрестив ноги между полом и потолком, и делал вид, что опирается на костыли, которые ему явно не были нужны. — О-о-о-о! — протянул он злорадный, хихикнув. — Маленькие первокурснички, сейчас мы повеселимся! Висевший в воздухе человечек вдруг спикировал на них, и все дружно пригнули головы. — Иди отсюда, Пивс, иначе барон об этом узнает, я не шучу! — резким тоном произнес Перси. Пивс высунул язык и исчез, уронив свои костыли на голову Невилу. Они слышали, как он удаляется от них, из вредности стуча чем-то по выставленным в коридоре рыцарским доспехам. — Вам следует его остерегаться, — предупредил Перси, когда они двинулись дальше. — Единственный, кто может контролировать его, — это кровавый барон, а так Пивс не слушается даже нас, старост. Вот мы и пришли. Они стояли в конце коридора, перед портретом очень толстой женщины в платье из розового шелка. — Пароль? — строго спросила женщина. — Капут драконис, — ответил Перси, и портрет отъехал в сторону, открыв круглую дыру в стене. Все пробрались сквозь нее самостоятельно, только неуклюжего Невилла пришлось подталкивать. Круглая, уютная общая гостиная Гриффиндора была заставлена глубокими мягкими креслами. Перси показал девочкам дверь в их спальню, мальчики вошли в другую дверь. Они поднялись по винтовой лестнице, очевидно, комната находилась в одной из башенок, и, наконец, оказались в спальне. Здесь стояли пять больших кроватей с пологами на четырех столбиках, закрытой темно-красными бархатными шторами. Постели уже были постелены. Все оказались слишком утомлены, чтобы еще о чем-то разговаривать, поэтому молча натянули свои пижамы и забрались на кровати. — Классно поели, правда? — донеслось до Гарри бормотание Рона, скрытого от него тяжелыми шторами. — Уйди отсюда, короста! Представляешь, Гарри, она жует мои простыни! Гарри хотел спросить Рона, что из сладкого ему больше всего понравилось, но не успел. Он заснул, едва голова коснулась подушки. Наверное, странный сон, приснившийся Гарри, объяснялся тем, что он слишком много съел. Во сне он расхаживал в тюрбане профессора Квирла. А тюрбан беседовал с ним, убеждая его, что он должен перейти на факультет Слизерин, поскольку так ему предначертано судьбой. Гарри категорично заявил тюрбану, что он ни за что не перейдет в Слизерин. Тюрбан становился все тяжелее и тяжелее, и Гарри пытался его снять, а тот сжимался, больно сдавливая голову. Рядом стоял Малфой и смеялся над тщетностью предпринимаемых Гарри попыток. А затем Малфой превратился в крючконосового преподавателя по фамилии Снег, который хохотал громким леденящим смехом. Потом ярко вспыхнул зеленый свет, и Гарри проснулся, обливаясь потом и содрогаясь. Гарри перевернулся на другой бок и снова заснул. А когда проснулся следующим утром, он даже не мог вспомнить, что ему приснилось. Субтитры создавал DimaTorzok